Девушки отдыхают Так с пылесосом в руках уснешь? Нет, ты же видишь, я сильно Слушай, мне тут подумалось А может тебе наконец перебраться ко мне, а? От этой своей ведьмы Мартыновны Навсегда Ты делаешь мне предложение? Ну да Ты согласна? Ну ты чего? Ну да 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 Ой, какие хорошенькие Боже мой, какие милые Как вы их отличаете? По пустышкам По цвету? Нет, на самом деле они очень разные Ну да Ну ладно Растите здоровенькие До свидания По пустышкам По пустышкам Доброе утро, Виктория Мартыновна Ну и чего ты крадешься Я вас возбудила? Да я почти не спала Из-за меня? Ну Что скажешь А что я должна сказать? Не то. Что тебя спрашивать? У тебя и так волна идет. Никак не остынешь. Своего была? Да. Ну и? Жениться предлагает. Ну, ясно. Наверное, теперь у него будешь жить. Зовет. Ну, имей в виду, что у меня не прожила, назад тебя не верну. Ну, я не претендую. Ладно, я пойду, мне на работу надо собираться. Угу. Совет, да любовь. Ты представляешь, он как раз сегодня сделал своей девушке предложение. Нашел время. Ну, вдвоем всегда легче. Кому? Ему, может быть. А ей? С безработным, который не может платить по ипотеке? Значит, любовь. Это он? Угу. Представляешь, повезло же кому-то. И что, он просит кредитные каникулы? Да, бедняжка. Такой красавчик. Даже не знаю, как ему говорить. Если он в наши сроки не найдет нормальную работу, он останется без квартиры. Давай я им сама займусь. Ты думаешь, у тебя есть шансы? Он женится. Давай-давай. Ну, что ж, удачной охоты. Прошу прощения за ожидания. Подойдите вот к тому специалисту. Ну, просто я такой, что ничего не вижу. Нет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алло, тетя Дашечка, здравствуйте. Катюша, я тебя не отвлекаю. Ты можешь говорить? Слушай вас. Катюша, ты когда к маме поедешь, меня не захватишь. Я ее сегодня во сне видела. Прямо сердце сжалось. Да, я тоже как раз к ней собиралась. В воскресенье устроят вас? Да. Спасибо, детка. А то ведь я не успокоюсь, пока на могилке у своей подруги не побываю. Теть Даша. Да, моя хорошая. Даша, слушайте, у меня для вас новости. Я замуж обхожу. Да что ты говоришь? Не зря мне Надя приснилась. За кого выкладывай? Его Кириллом завода. Он программистом работает. Компьютерщик. Я хотела вас познакомить, но, честно говоря, стеснялась. Ничего, теперь самое время. Я бы с ухажером... И знакомиться не стала. А жених другое дело. С него и спрос другой. А, мы как раз вместе и на могилу к маме поедем. Он нас повезет. Ну, что это еще за новости? Ты что, меня с водителем собираешься знакомить или с мужем? Я должна вас, как полагается, принять у себя дома. Я и так весь ваш конфетно-букетный период проворонила. Так что сегодня бросайте все дела и ко мне. Хорошо. Я скажу Кириллу. Не скажи, а прикажи. Жениху положено мягче шелковый. Хорошо. Я прикажу. Другое дело. Ну, я не буду тебя отвлекать. Целую. Ну, что, обычная история. Поздорилась новым начальником. Незавурядный человек в завурядных обстоятельствах. А если вы не найдете работу? Айтишника? Да с руками торгут. Не факт. На прежнем месте работы у вас был оклад, который позволял вам совершать ежемесячное погашение кредита. Ну, значит, устроюсь на три места одновременно. Жертвенно. Вы женитесь? От банка ничего не утаишь. А вы не думали о перекредитовании? А это возможно? Я постараюсь вам помочь. Только, разумеется, не в нашем банке. А. Ну, тогда вы меня спасете? Мартыновна! Здравствуй. Здравствуй, здравствуй, Андреевна. Чего, из магазина? А, я нет. В техникум ходила. У директора студентов на постой просить. Ой, а Катерина-то? Замуж уходит. О, как! Вот так. Не может быть. Это что ж такое-то? Здравствуйте, Катя. Татьяна Евгеньевна, вы уже вернулись? Олег Сергеевич хотел бы с вами поговорить, пока Вареньки нет дома. Мы ждем вас внизу. Хорошо. Здравствуйте, Олег Сергеевич. Почему вы не сказали нам, что лечились от алкоголизма? Я не знала, что это важно. Это было почти два года назад. Важно то, что вы нас обманули. Я вас не обманывала. Просто у каждого человека в жизни есть то, о чем бы он хотел забыть. Я у вас работаю полгода, и у вас ко мне не было никаких претензий, никаких нареканий. Разве нет? А где ваша сестра? Моя сестра? А почему вы спрашиваете? О ней бы вы тоже хотели забыть? И это понятно, учитывая, что она находится на лечении в психиатрической клинике. Я не знала. Я не знала. Я клянусь, не знала. Дело в том, что мы больше не можем вам доверять. Вы злоупотребили нашим отношением к вам. Вы меня что, увольняете? Татьяна передаст вам расчет. Прощайте. Вам должно быть стыдно? Прощайте. 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 Продолжение следует... 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 Как показывает потерпевшая, ваша квартирная хозяйка, из ее шкатулки пропали деньги и драгоценности на общую сумму в 130 тысяч рублей И браслет... Ну, хорошо, а я тут при чем? А при том, что шкатулку в присутствии понятых нашли в вашей комнате, в ваших вещах А... А как она там оказалась? Совести у тебя нет! А я ее в свой дом пустила... Как родной верила... Продолжение следует... 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 Парам-парам. У меня любопытная информация по жениху. А у меня по невесте. Вы первый. Принудительное лечение от алкоголизма. Чем жених удивил? У Кирилла Земцова просроченная задолженность по ипотеке. Месяц назад он уволился с работы. Просто Бонни и Клайд. И он до сих пор не вышел на свет. В смысле, его нигде нет. В доме, где Савельев работал, был? Вечером планирую. Хозяев пока нет дома, нет смысла. Циррест разводить не советую. Тот этого не любит. Извините. Первый раз. Первый. Ну? Уже призналась? В чем? В том, за что взяли. Ну, я ничего не делала. Ну, это понятно. Только если признаешься, быстрее под залог отпустят. Выйдешь. Пару вопросов своих решишь. Наволен кто-то есть? Верный. Жених. На твоей стороне? В каком смысле? Ну, не откажется от тебя, если что. Ну, ничего не знает. Это как? Ну, куда ты исчезла? Бывает. Угон Бэхи одиннадцатого года. Ножевое ранение в баре. Превратили убойный отдел в отдел происшествия. Людей не хватает, товарищ капитан. Любишь ты веретенников начальство оправдывать? Так и вы мое начальство. Жених Савельевой вышел на связь? На телефон не отвечает. Сообщение от Савельевой доставлено, но не прочитано. Дома не ночевал. Жили все-таки причастенную. Тут за Савельеву залог внесли. Что? Ее уже оформляют. Кто в носитель? Дмитриева Дарья Прокофьевна. Пенсионерка. Подруга покойной матери с Савельевой. А какой судья рассматривал дела об освобождении под залог? Муратова. Муратова? Фантастика. Это же никогда меньше, чем за сто тысяч людей не отпускало. А тут двести косарей. Хюмус, пенсионеры обеспеченные, а? В одной шкатулка с драгоценностями под подушкой, другая двухлетнюю пенсию просто так отдает. Поехали в СИЗО. Минута сиков, господа. Чего тебе, Климов? Погоди-ка, Хромов, не спеши. Давай-ка мы с тобой прикинем. Украдено 130 тысяч с копейками, а залог пенсионерки Никифоровой внесен в полтора раза больше. Где логика? Климов, решение суда не всегда следует логике, но всегда букью закона. Это же не первый день в адвокатуре. Должен понимать. Явно же, что залог через пенсионерку. У него свой жених, которого мы не можем найти. Они же скроются со всем украденным. Каментан, моя подзащитная освобождена под залог и дала подписку о невыезде. Так что все вопросы к судье Муратову. Ясно. Савельева, сегодня 16.30. Я жду вас на допрос и очную ставку с потерпевшей Никифоровой. И не вздумайте никуда скрываться, я вас все равно найду. Удачи, капитан. Спасибо. Вы гадали про кофе не? Нет, я... Я должна найти Кирилла, своего жениха. Он не мог просто так исчезнуть. С ним я на что-то случилось. Он вас может отвезти куда-нибудь? Нет, спасибо, я сама. Ну, как вы знаете. Да, должен вас предупредить. Ваш следователь не шутит, поэтому вам лучше выполнять предписание суда и не уезжать из города. Я ни в чем не виновата. Ну, тем более. Я ни в чем не виновата. Абонент временно недоступен. Перезвоните. Абонент временно недоступен. Перезвоните. Кирюш, ты дома? Катенька, Катенька, доченька, где ты? Тетя Дашечка, здравствуйте. Я у Кирилла. В квартире. Слава Богу. Тетя Дашечка, я... Я, правда, я даже не знаю, что сказать. Потом, потом поговорим. Приезжай немедленно ко мне. Кирилл твой просто молодец. Молодец. Да? Ну, правда, я не знаю, где он. Алло. Алло, Катя. Катя, алло. Да что ж такое-то? Увезли ее. Полчаса назад увезли в полицию. А почему? Да кто ж знает. Сказала ненадолго. Вот, ждем. Что это такое-то? Ладно, вы... Вы ей передайте, пожалуйста, когда она вернется, что я съезжаю из твоей квартиры и скоро вернусь с вещами. Хорошо. До свидания. До свидания. Екатерина Андреевна, одну минуту. А кто вы? Мне надо поговорить с вами об очень важном деле. Кулагин Петр Ильич. Извините, у меня нет времени. Это очень важно. Я действительно не сделаю вам ничего плохого. А чтобы вы мне поверили, знаете, залог за вас Дарья Прокофьевна получил от меня. Ну, вернее, от моего клиента. И согласитесь, платить 200 тысяч просто так, без действительно веской причины никто бы не стал. А зачем? Я вас об этом не просила, ни вас, ни вашего клиента. Не просили, но мы были вынуждены. У нас не было другого выхода. И что за причина? Вы можете спасти человека. Маленькую девочку. Ваша помощь может оказаться единственно возможной. Я ничего не понимаю. Почему я? Вот почему. Погодите. А что это? Смотрите, смотрите. Но это не я. У меня же никогда не было таких украшений, такой одежды. Я в этих городах никогда не была. Вы никогда не были в Лондоне, вы никогда не были замужем. И эта девочка не ваша дочь. Это Лидия Сергеевна Пашкова. Супруга Игоря Дмитриевича Пашкова, моего шефа. Вы с ней похожи, как две капли воды. У вас другая прическа, чуть мягче формы носа. В остальном, вас не отличила бы родная мать. Такое случается раз в сто лет. Чушка какая-то. Но это еще не все, Катя. Два дня назад Лидия Сергеевна погибла в автомобильной аварии. Ее дочери предстоит серьезная операция на сердце. Если девочка узнает, что ее матери больше нет, она может не пережить операцию. Ее отец Игорь Дмитриевич не может этого допустить. Вы можете спасти жизнь девочки, став на время ее матерью. Пока ей не сделают операцию, она не пройдет курс реабилитации. Максимум на два-три месяца. Но согласись, это все очень странно. Да, это звучит действительно странно, но все это чистая правда. И у нас нет времени на размышления. У девочки операция через две недели. Извините, я не могу. Катя, вы не можете так поступить? Могу. Жизнь девочки в ваших руках. Катя! Я не могу вернуться без нее. При чем тут, молодой человек, моя пенсия? Так ясное дело, ни при чем. Вам же деньги для залога передал Кирилл Зимцов? Ах, так ты знаешь, зачем спрашиваешь? Ну, а почему он сам не стал вносить залог? Постеснялся. Да вы же его невесту так оболгали. Так и его бы не обошли. А может, он вам говорил, где он был все это время? Господи, да не спрашивал я его. Не до этого мне было. Я согласилась сразу деньги за Катеньку внести. Мы с ее мамой в лучших подружках ходили. Пока она не померла. Ясно. Еще одна непрекосная. Можете идти. Извините за беспокойство. Вот ваш пропуск. Если Кирилл вам вдруг позвонит, сообщите мне немедленно. Пожалуйста. Вот моя визитка. Да вы мне без надобности мазует человек. А вот вы мне очень нужны. Вы теперь перед законом отвечаете за возможный побег Савельевой. Как вноситель залога. Да никуда она не побежит. Ну хорошо, позвоните мне. Вот мои телефоны. Позвоните в любое время. До свидания. До свидания. Ну все сходится? Да пока ни черта не сходится. Искать жениха. Ну все. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Катя, что с вами? Что случилось? Спасите! Спасите! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Мартиновна! 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 Ты где? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Успокойтесь, Катя. Скажите, что случилось? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Сделайте глоток. Вам это поможет. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Послушайте, ваше положение сейчас действительно незавидно. Но я уверен, мы сможем помочь тебе. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Слушайте, вам действительно все равно, что рядом с вашей девочкой будет женщина, которая обвиняет в воровстве убийства. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ну, вы ведь этого не совершали, верно? Да нет, я же вам говорю это. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ну, вот вам и ответ. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Я тоже не верю, что вы совершили убийство. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Нет, я... Я не могу. Я... Я должна доказать, что я... Что я невиновна. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Кому? Вы уверены, что вам это удастся? Вы сказали, что вашим шарфиком была задушена ваша хозяйка. В вашей комнате обнаружили вещественные доказательства. Сможете победить эти улицы? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Я должна... ...позвонить своему жениху. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Савелевой. Оставила на зарядке. Забыла в опухах. Асфиксия. Не менее двух часов назад. Видимо, потерпевшая оказывала сопротивление и ударилась виском об косяк. Надо же. Похоже, наша подруга во все тяжкие пустилась. Нападавший был явно сильнее. Значит, сзади подкралась. Полина Егоровна, вы больше никого не видели входящим или уходящим из дома вашей соседки? Никого. Только Катя выскочила, как тюмовая. Никакого шума, криков о помощи, ничего? Ничего. Ой. А она же в машину села. В какую машину? Номер. Какой у машины номер? Черная. Два часа. Наверное, уже под Жостовом. Почему ты думаешь, что они в Москву едут? Сам не знаю. Интуиция. Интуиция. Объявите план перехвата. И разослайте фотографии обоих. Жениха и невеста. Есть. Подумайте, что вас здесь держит. Работу вы потеряли. Жить негде. Вас уже ищут. И поверьте, схватят при первой же возможности. Еще ваш жених исчез в самое неподходящее время. С ним что-то случилось. Возможно, но пока случилось с вами. А что, если ваш жених, услышав о всех неприятностях, которые на вас свалились, просто решил благоразумно устраниться? Уверен, вам эта мысль приходила в голову и не раз. Если вы согласитесь, вы сможете никогда не возвращаться в этот город. У вас будет новое имя. Новая жизнь. За работу у Пашкова вы получите столько денег, сколько еще никогда не держали в своих руках. Держала. Я раньше кассиром работала. Я имею в виду собственный денег. Я хочу попрощаться с мамой. Конечно. На какой улице машину нашли? На Чёрс. Она открыта была? Нет, мы открытые не цепляем. Начнешь грузить, как хозяин с по земли появится. Базар, вокзал. Не трогай ничего. Обижаете. Вот. Опознать некому, но зуб даю. Колечко с голубым топазом из списка похищенного. Только специально подбросил. Так она уж копеечная. За это копеечное колечко Савелева может пожизненное получить. Больше ничего нет? Нет, ничего. Багажник осмотрел. Оформляй. Я прошу прощения, но нам нужно спешить. Вас могли видеть, когда вы садились к нам в машину. Я прошу прощения, но нам нужно спешить. Хорошо. Допустим, я согласилась. А что будет потом со мной, когда все закончится и девочка поправится? Правильный вопрос. Исполнив свои обязательства, вы подпишете согласие на развод. Некоторые имущественные акты, оговоренные покойный Игорем Дмитриевичем в брачном контракте. Подпись Лидии Пашковой не слишком сложная. Недели тренировок вам хватит. Получите свои деньги и можете быть абсолютно свободны. Мы сделаем вам новые документы. Вы сможете уехать за границу, если захотите. И жить там в свое удовольствие, забыв обо всем. Во всяком случае, со своей стороны мы сделаем все, чтобы ваша новая жизнь лучше прежней. Перемены иногда бывают необходимы. Желание изменить свою жизнь свойственно очень многим из нас. Вы сказали, девочка очень любит мать. Да, и вы должны понимать, насколько острее ее чувства сейчас, во время болезни в ожидании операции. А отец? Здоровье девочки – это единственное, что может утешить Игоря Дмитриевича в его горе. А вот… Нет-нет, интимных обязательств наш договор не подразумевает. На этот счет можете быть абсолютно спокойны. На вас только девочка. Вы получите полную информацию о домочадцах дома Пашковых, деловых и дружеских связях, привычках Лидии Сергеевны. На ваше счастье, их не так много. Друзей или привычек? И тех, и других. Главное, с этой минуты у вас начинается новая жизнь. Товарищ капитан! Что там у тебя? Мы нашли Зимцова. А кто это? Ну, как? Это жених Кать Савельевой. Зимцов Кирилл Сергеевич, 81-го года рождения. Поступил вчера, в 11-10. Его нашли возле кафешки, где он был завсегдатый. Что значит нашли? Зимцов вышел из кафе, упал, потерял сознание. У него обширная интоксикация, он пробыл в коме около десяти часов. Отравился. Чем он отравился? Съел испорченную сосиску? Этого я сказать не могу. Вам нужно поговорить с нашим токсикологом. Я могу его вызвать. Вызывайте. Минуточку. Получается, что у него полное алиби. В момент ограбления он был в полной отключке. Откуда у него в машине колечко убитый? Может, Савельева подкинуло? Зачем я представляю жениха? Пока не знаю. Савельева вовсероссийский розыск. Искать под каждой мерлой. Уже. Ничего не понятно. Токсиколог сейчас приедет. Зимцов жить-то будет? Да. Раз перелив палату интенсивной терапии и дышит он самостоятельно. Значит, кризис миновал. Завтра, полагаю, вы можете с ним поговорить. Нам сюда. Только он сейчас спит. Прошу вас. Вот он. Прошу. Интересно, с кем же тогда выехала его невеста? Это клиника пластической хирургии профессора Панова. А зачем мы здесь? Как я уже говорил, у вас небольшие расхождения с внешностью Лидии Сергеевны. Они незначительны, но для близких людей могут оказаться заметными. К тому же у вас более высокий голос. Потребуются услуги фуниатра. Доброй ночи, Ольга Ивановна. Доброй ночи. С приездом. Прошу вас за мной. Добрый вечер. Добрый вечер. Ольга Ивановна, пожалуйста, оставьте нас на время. Да, конечно. Я вам сейчас принесу вашу больничную одежду, Лидия Сергеевна. Спасибо. Она ничего не знает? Разумеется, нет. Привыкаете к Катеньке. Здесь вы Лидия Сергеевна Пашкова. ВИП-пациентка. Проходите плановую корректировку лица. Могу я попросить ваш паспорт? Зачем он вам? Зачем он мне? Зачем он вам? Мы ведь обо всем договорились? А если я передумаю? Поэтому мне нужен ваш паспорт. Чтобы не было соблазнов. И меня больше не будет. Нет, вы будете не будет Кати Савельевой. Что значит наши имена? Вот и хорошо. С прошлым надо расстаться легко. Особенно, если оно мешает будущему. С этой минуты я прошу точного и полного исполнения всех моих инструкций. Если вы проговоритесь или сознательно попытаетесь себя разоблачить, помните, вас ждет пожизненный срок. Да, я помню, что я вас в руках. Ну, зачем так трагично? Вы очень сильная женщина, Катя. Я восхищаюсь вами. Уверен, не случись всех этих последних несчастий, вы бы нам все равно помогли. Не знаю. Зато я знаю. Вы можете гордиться собой. Спокойной ночи, Лидия Сергеевна. А как вы меня нашли так быстро? Со временем расскажу. Отдыхайте. Домой. А она не сбежит? Она же не сумасшедшая. Поехали, мы потеряли слишком много времени. Лидия Сергеевна, подождали твой. Удомой. 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 Ну что вы, миленькая? Вам у нас понравится. Профессор Панов замечательный специалист. К нему неимоверные очереди. Спокойной ночи. Если я вам буду нужна, позвоните. В ванной есть все необходимое для вас. Зубная паста, молочко, шампунь. Спокойной ночи. Спасибо. Продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok К Светочке. Не поздно? У нее отбой в десять. Сейчас без пятнадцати десять. Она меня ждет. Я только что с ней разговаривала. Может быть, мне поехать с тобой? Тебе не надоело мне контролировать? А должно надоест. А мне надоело. Субтитры создавал DimaTorzok Ворота открывай. Слышусь. Алло, приветики. Ты где? Да, я еще к Светке заскочу и буду у тебя. Слушай, не доставай хоть ты меня, а? Как смогла, так освободилась. О, другое дело. Ты сделала мне ванну? Целую, а? Может быть, у тебя чай, Игорек? Не надо. Субтитры сделал DimaTorzok Лидия Сергеевна, что-то случилось? Слушай, сделай лицо попроще. Я что, не могу пожелать дочери спокойной ночи? Ну, она уже спит. Ничего ты не знаешь. В чем дело? Почему она спит на левом боку? Ты куда смотрела? Честное слово, я укладывала ее на правый бок. Но она переворачивается во сне. Потому что следить надо. Мамочка. Принцессочка моя. Ну что ты, не дождалась мамочка? Уснула, да? Извини, мамочка. Глазки сами уснули. А мамочка так тебе торопилась пожелать своей принцессочке спокойной ночи. И поцеловать на ночь. Спасибо, мамочка. Ну как ты тут? Не скучаешь? Скучаю. Ну ты же помнишь, что тебе нельзя скучать? Ты должна быть смелой и веселой девочкой. Ты же помнишь, что обещала мамочке? Помню. Ну вот и умница. Закрывай глазки, Светочка. Папочка к тебе завтра приедет. А ты? Ну, я тоже постараюсь. Но ты же не будешь капризничать, если у меня не получится. Не буду. Я буду ждать. Ну, это славно. Поворачивайся на правый бочок, потому что нам доктор не разрешил спать на левом. Ты же помнишь, там находится сердечко, оно должно отдыхать. Все, закрывай глазки, моя козочка. Спокойной ночи. Не нравится мне ее настроение. Чем вы тут занимаетесь? Да она просто скучает. А вот спорить со мной не надо. Будь все время рядом с ребенком, если не хочешь, вылететь с работы. И помни, ты мне за нее головой отвечаешь. Ну, что за капризы? Я еду уже. Алло. Алло. Проклятье. Продолжение следует... 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 Светова знала, подмень. Это ее просто убьет. Я сделаю все, что в моих силах. Назад дороги нет. Понимаю. Буду держать вас в курсе всего. Спасибо. 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 Не помешал? Так вы себя чувствуете? Здесь нет ничего о мужа Лидии. Игорь Дмитриевич в курсе всего. Вы с ним скоро познакомитесь. У нее не было подруг. У близких, наверное, нет. Ну, кроме одной. Виктории. Такая вполне себе заурядная дамочка. Если она заметит какие-то изменения в Лидии, то, как и положено, поверхностной женщине воспримет с завистью и любопытством. Я смотрю, вы ее не очень уважали. Викторию? Свою хозяйку. Как вы проницательны. А вам не нравится? Напротив. Покойная Лидия Сергеевна была дамочка вздорная. Но она была супругой моего босса. Приходилось со многим мириться. Я хочу все это знать, чтобы быть похожей во всем. Браво. Субтитры сделал DimaTorzok КОНЕЦ Даша, здравствуйте. Я Кирилл. Я как-то Катю подвозил к вам. Мы можем поговорить с вами? Вы? Кирилл? Да, я. Мне соседи сказали, что ваша квартира здесь. Можем поговорить? А вы чем докажете, что вы Кирилл? А, чем? Ну, Катя называла вас всегда тетя Дашечка. Маму ее звали Надежда. Да мы должны были приехать знакомиться, просто успели. Ни одному, ни одному их слову не верю. Не могла моя Катя такого сделать. Да, вот я тоже не верю. Я уверена, все разъяснится. Еще они прощения просить у моей Катеньки будут. Ага. Бедная Катя. Дарья Покорьевна, расскажи, пожалуйста, а кто денег-то за нее принес? Так откуда я знаю? Пришел парень, назвался твоим именем. Отдал деньги, ушел. Ага. И больше не приходил? Нет. Странно. А вы его раньше не видели? Может, какой-нибудь Катин знакомый? Да нет, не видела. И зачем ему надо было моим именем называться? Пойди пойми. Пока. Пойди. Субтитры сделал DimaTorzok Алло? Это я Кать Кать, а ты где? Что с тобой? Я не могу тебе сказать Почему? Что случилось? Ты только знаешь, что я ни в чем не виновата Прости Я люблю тебя Кать, Кать, подожди Клиника пластической хирургии профессора Панова Здравствуйте Чем могу помочь? Здравствуйте, девушка Могу я поговорить с Катериной Савельевой? А кто это? Это ваша пациентка Сожалею, молодой человек, но у нас таких пациентов нет Не может быть Вы уверены? Ну, абсолютно Что-нибудь еще? Нет, спасибо, извините Надо ехать туда Адрес в интернете есть Спасибо вам А что он там делает А что еще делает в клинике пластической хирургии? Хочет изменить внешность Видно, давно готовилась Может, мне с вами поехать? Нет, в этом нет необходимости Вы свободны Спасибо за помощь, все доброе До свидания Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Вам нечего опасаться Я вам сделаю два надрезика на связочках Денек-другой помолчите и попьете обезболивающее И никаких полосканий категорически Да, я поняла, Марк Осипович Ну, готовы, Лидия Сергеевна? Да Ну, как говорится, с Богом Не спешите Расслабьте руку Мягче, Мягче Болит? Ничего, завтра будет получше С вами приятно иметь дело Очень способная Игорь Дмитриевич Благодарит вас за все Катя, возможно, завтра вам придется сдать первый экзамен Успокойтесь, ничего особенного Вам нужно будет по телефону пожелать Светочке спокойной ночи Сможете Я говорил с врачом Он настаивает, чтобы уже завтра вы начали разговаривать Это даже полезно для связок Продолжил? Субтитры создавал DimaTorzok Извините, можно посмотреть ваш пропуск? Ты кто? Привет, Ксюша Привет У тебя? Да Добрый день Разрешите, Игорь Дмитриевич В чем дело? Извините, мне просто звонили с фитнес-центра Лидии Сергеевны Она пропустила уже Две тренировки Это как-то на нее не очень похоже А почему они звонили на тебе? Ну, мне как-то по раз доводилось ее забирать оттуда Я знаком с их охраной Вот как? Мне они тоже звонили, она его больше не будет посещать Ага Ясно Вопросы? Больше нет Да, у тебя еще пять дней отпуска, иди Наслаждайся и не думай о пустяках Добрый день, господин председатель А у вас приемные часы? Свободен Всего хорошего Я так соскучилась по тебе Ты не должна была прийти Ты не должна была прийти с папочкой У меня много работы А мне плевать Ксюша А леди Сергеевна что, отменила свой абонемент в фитнес-центр? Впервые слышу А когда она была здесь в последний раз? Три дня назад, по-моему А что? Да нет, ничего Просто в доме сейчас никого Кто им продукты в дом заказывает? Не сама же леди Сергеевна? Нет Мне никто ничего не говорил Ну, значит, сами справляются Все нормально Скажи, а когда охрану внизу заменяли? С вчерашнего дня стоят Чудеса какие-то Ладно, я пошел Ладно, я пошел Ладно, я пошел Ладно, я пошел Честь имею Привет Ты мне нужен Встретимся через полчаса на прежнем месте Проблемы Не опаздывай Принято Никого по фамилии Савельева я не оперировал И оперировать не планирую Это легко установить в журнале регистрации К нам запись на месяц, на два вперед Никто не смог бы к нам попасть за тот срок, о котором вы говорите Даже Анжелин Анжели И что совершенно точно Во всех случаях Радикального изменения внешности Сам пациент информирует правоохранительные органы Это наше правило Но таких операций мы не делаем Наша специфика Косметический ремонт Чуть подправить нос, ушки Я понимаю, но мы ищем опасную преступницу И она могла к вам попасть под другой фамилией Мы можем встретиться с теми, кто поступил к вам последние два дня? Молодой человек, это совершенно исключено Послушайте, я могу привести официальное постановление, но мы просто потеряем время А моя клиника потеряет репутацию А мой нос, вы тоже можете исправить? И нос, и уши Что? Вам не нравятся мои уши, Мариночка? Ну, можно немножко прижать Вы что, считаете, что я лопоухий? Если у вас больше нет вопросов, прошу меня не задерживать У меня операция Марина, я во второй операционной Вы ко мне, молодой человек? Это со мной Да, но всего вам наилучшего Тут что-то не так В конце концов, именно отсюда она звонила Зимцова прошлой ночью А что, домой? А как зовут эту девушку на ресепшене? Марина, а что? Ну, похоже, что ей понравилось Ну, ясен перец Ну, ясен перец А вы что задумали? Ну, что я отсюда не уеду, лейтенант Я согласен, вы здесь Здесь Понятно Разрешите действовать? Давай, на тебя одна надежда Пошел Вперед Лидочка А вы куда? Вы зачем сняли маску? Она мне надоела Я пойду Прогуляюсь А я с вами Не надо Пусть меня уберут Лид Сергеевна Петр Ильич Что? Вперед Реклама Олз ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поразительная легкомыслия. Простите меня. Может, она решила съездить домой? Наверняка. Не беспокойтесь, она скоро вернется. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Я узнал, тут менты были из Ярика. Ее искали. Кто-то навел. Она не могла далеко уйти. Она где-то рядом. Поехали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поедешь, нет? Я деньги дома оставила. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тебе докуда? До Порожков. До Порожков, говори. Живешь там? Нет. Сестра живет. А что? Ничто. Просто Порожки твои в обратную сторону, подруга. Врать научись. А вот скажите, кто к вам поступил две ночи тому назад? Вечером, максимум утром. Фамилию специально не называю. Скорее всего, она поступила под чужой фамилией. Вот, Леша, ну вот вы какой? Ну вы же обещали, что ни слова, работа. Ну, Мариночка, ну вы же знаете, что мое начальство от меня не отстанет. Ну, зачем вашей клинике шум, проверки? Хорошо, если не найдем. А вдруг найдем? Погорит ваша клиника. А что, та, кого вы ищете, действительно убийца? Да. Увы. Кого она убила? Человека она убила. Позвольте. Женщину 65 лет. Шарфиком задушила. Если вы будете намерены покрывать убийцу, вам придется отвечать по закону. Мне? Да, вам. Отвечайте, кто поступил к вам две ночи назад? Фамилию, возраст. Две ночи? Ну, была одна клиентка по ВИПу. Кто такая? Фамилия? Я не имею права. У нас все операции, которые связаны с ВИПами, проходят в режиме неразглашения. Это личное, понимаете? Да вы не волнуйтесь. Если что, мы вас обязательно защитим. Вы же помогаете следствию. Мне нужно ее увидеть, вы понимаете? Сейчас? Немедленно. Ой, но меня уволят. Вы успокойтесь, допивайте кофе и пойдем в клинику. Никто ничего не узнает. Если мы ошиблись, мы сразу же уйдем. Я вам обещаю. Ну, подруга, не боишься тебе ноги спереть, а? Давай с ним. Давай с ним. Стой, 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 стой. Глухая, точно. Надо ее пожалеть. Красавица, да подожди же ты. Да подожди же ты, подожди же. Да пойдем с вами. Слушай, Витяй, как она пахнет, а? Да пойдем, да пойдем с вами. Так, Витяй, пойдем с вами. Постой, говорю. Да стой же ты, балда. Мы не обидим. Тихо, мой хороший. Пойдем. 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 Отпусти тебя, ну что вы делаете? Что ты так боишься? Пойдем. 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 Тихо, руки убери, пойдем. Что? Замекаетесь, молодежь? Че, тебе какое дело, мужик? Мужик в тагелле свалит. А я для тебя, дяденька, прости, я больше не буду. Чего? Ребята, отпустите девушек. Защита леса от паразитов. Спасибо. До свидания. Счастливо. Здравствуйте. Милости просим. Привет, привет. Как обычно? Нет, я ненадолго. Проходите. Здравия желаю. Как здоровья. Говорят, прихворал. Привет. Давай потом про здоровье, друг Зубов. Есть дела поважнее. Тема, Тема, Тема. Ну, какие дела могут быть важнее здоровья? Есть. Есть вопросы. Например, хозяйку свою не могу найти. На звонки не отвечает. Дом не живет, в московской квартире не появляется. И машины ее в гараже нет. А чего ты ко мне-то? Хозяин в курсе. Ну, мы ведь с тобой не первый год секретничаем. И ты под вопросом никогда не оставался, верно? Да, ну, у вас. Вы меня что, проверяете, что ли? Так что с машиной-то? Оттащили к помойке и бросили. Ну, вот видишь, всего делов-то, Зубов. Все нормально, раз хозяин в курсе. Тем, я что-то не понимаю. Ты мне расскажи, что происходит. Да все нормально. А что тачка? Совсем в хлам? Конечно. В том же грузовике я в бочину влетел и без вариантов. Там с бензобака потом натекло, шарахнуло так, что от твоей леди один окурок остался. Гиббоны, когда прилетели на месте аварии, одни угли догорали. А номер два? Безопасность. Ты что, спишь, что ли? Твой же хозяин в ту же ночь ее забрал. В смысле, то, что от меня осталось. Куда забрал? Ты так ставишь вопрос, как будто ты не в курсе. Я, конечно, понимаю, что ты болел, но ты же не в космосе был. Или действительно не в курсе? Да в курсе, я в курсе. Нет, нет, ребята. Так не пойдет. Вы там сами между собой договариваетесь, а я пока мисс ничего тебе не говорил. Пошел нести службу. Ольга Ивановна, оставьте нас. Показывается… Мы с дружиной вас нашли. Это я им помогла. Что? Что вы сказали? Ну че я звонила Кириллу. Непостижимо. Значит, он все-таки объявился. Зачем вы это сделали? Я должна была ему сказать, что я ни в чем не виновата. Только ему он должен был знать. А он меня предал. Это был необдуманный шаг. Вы забыли, что на кону стоит жизнь маленькой девочки? Я должна была. Какое вы говорите номер? 104-й. Молодые люди. А вы в чем дело? Вы куда? Здравствуйте. И что теперь? Вы куда? Вы куда лонитесь? Как вы себя отберете? Прошу вас. Буквально на одну минуту. Здравствуйте, гражданка Савельева. Вот мы вас и нашли. Как хорошо, что вы не успели изменить внешность, да, Верезеньков? Это уж точно. Вы куда лонитесь? Как вы себя отберете? Немедленно выйдите вон. Верезеньков. Верезеньков. Не узнаю. Ну, ладно, я не гордый. Могу представиться еще раз. Капитан Климов, следственное управление Ярославля. Приехал за вами. Собирайтесь, Савельева. Если вы немедленно не удалитесь, я гарантирую вам большие неприятности. И мой муж охотно вам их устроит. Я не потерплю такого хамского обращения. Не надо, не надо. Собирайтесь, Савельева. Петр Ильич, что вы стоите как истукан? Мне долго выслушивать этот бред? Я прошу прощения, Лидия Сергеевна. Господа, вы же видите это недоразумение? Лидия Сергеевна не тот человек, которого вы ищете. Вы кто будете? Я не буду, молодой человек, я есть. Кулагин Петр Ильич, семейный адвокат предпринимателя Игоря Дмитриевича Пашкова. Приехал навестить супругу Игоря Дмитриевича Лидию Сергеевну Пашкову. Ну, разрешите ваши документы, господин Кулагин. И ваши, кстати, тоже. Петр Ильич, где мои документы? Покажите им. Ольга Ивановна. Да, они здесь. Пашкова, Лидия Сергеевна. Теперь я надеюсь, вы уберетесь из моего номера. Мне надо отдыхать. У меня рано утром процедура. Приношу свои извинения. Всего наилучшего. До свидания. Нет, я должна узнать, кто их сюда пустил. Так это ты их привела? Завтра же доложу Аркадию Ильичу. Иди за мной. Может, на нее надо было сильнее надавить? И Мариночку теперь уводят. Спасибо. Думаю, Лидия Сергеевна сама не справилась бы с ними лучше. Сколько, Светочка, ложитесь спать? Одна только мышка на рынке. Здравствуй, дядя Артем. Как настроение? Хорошее. Когда домой? Еще не скоро. Ну, ничего. Мы тебя ждем. Спасибо. Светочка, я сейчас поговорю с дядей Артемом, а потом мы с тобой выпьем кефирчику и спать. Хорошо? Хорошо. А ты чего это вдруг сюда заявился? Что за пожар? Юль, вспомни, пожалуйста, когда в последний раз к Свете приезжала Лидия Сергеевна. Ну, я не помню. Ну, может быть, неделю назад. Ага. Неделю назад. И все. Больше не появлялась. Потерял объект хранитель тела. Ты можешь хотя бы на минуту оставить свою эту идиотскую ревность? Какая ревность? Размечтался. Да я не шучу. Говори, что знаешь. Отпусти меня. Что это тебе так разобрало? Успокойся. Уехала твоя кукла к подруге в Питер. Неужели она тебе ничего не сказала? Да, Питер, это ширма. Ты ничего не понимаешь. Ее больше нет. Какая ширма? Зачем? Он убил ее. Подстроил аварию. Лидии Сергеевны больше нет. Кто убил? Что ты несешь? Пашков. Из-за ревности. Купил полицию, чтобы замести следы. Всю прислугу отправил в недельный отпуск, чтобы никто не мог задавать никаких вопросов. Да ты с ума сошел. Ты сказал бы лучше, что тебе отставку дали, ты пережить не можешь. Ты дура, что ли? Мамочка, это ты? Да, мамочка, я очень скучаю. Я тоже по тебе очень соскучилась, моя принцессочка. Как ты себя чувствуешь? Не грустишь? А Юля, она за тобой хорошо смотрит? Хорошо, хорошо, мамочка. Сейчас мы будем пить кефирчик, а потом я буду спать. На правом боку? Как доктор просил? Да, мамочка, на правом. Когда ты приедешь? А давай, давай посчитаем. Ты поспишь раз, два, три. Поспишь три ночи, и я приеду. Целых три дня? Так долго. Нет, солнышко мое, это не долго. Папа же к тебе приезжает? Да, папочка приезжает каждый день. А ты еще позвонишь? Да, да, конечно, я буду звонить каждый день. Правда? Правда. Ура, я буду очень и очень ждать, мамочка моя. И я тоже. Я тебя очень люблю. И я тебя люблю, моя принцессочка. Спокойной ночи. Юля, Юлечка, это моя мама звонила. Это я уже поняла. У нее все хорошо? Да, все хорошо. Она по мне скучается. Скоро приедет. Отлично. Это было впечатляюще. Я очень устала. Я уже выхожу. Отдыхайте. Еще раз вам большое спасибо, Катя. Ехать пора. Да. Интересно, а это у тебя такое чувство вины перед своей женой, или ты жалеешь о том, что между нами произошло? Говори ерунда. Это не ответ, я должна знать. Ну, хорошо. Просто мне кажется, что твой отец, он не слишком будет рад, если мы с тобой... Если мы с тобой всерьез замутим, да? Боишься его? Чего тебя так веселить-то, а? Потому что мой папа не такой ханжак, как ты мой сладкий. Дело не в ханжестве. А в чем же тогда дело, а? А может, дело в том, что ты все еще любишь свою жену, а? Наташ, давай не будем об этом. Давай. Не будем об этом. Я тебя спросить хотела. Спрашивай. Я слышала, твоя жена салон продает. Откуда? Игорь, я же не в тундре живу. Ну да, продает. Он ей надоел. Да. А я хочу его купить. Зачем? Так, захотелось. Ну, вообще-то, от него только одна головная – боль убытки. Ну, вот у твоей жены не получилось, а вот у меня получится. Ну, ты ж, ну… Игорь, я папу своего не всегда слушаюсь. А уж его компаньонов и подавно. Ну, и, ну, и, ну, и, ну, и, ну, и… Игорь, я не знаю… Ну, и, ну, и, ну, и, ну, и. Ну, и, ну, и, ну, и, ну… Они здесь, здесь они, они здесь, здесь, здесь. Ну, здравствуй, моя милая. Скучал по мне? Вот я и пришел. Посмотри на меня. Ну, как ты? Осталось совсем немного. Терпи чуть-чуть. Скоро все закончится. Ты мне веришь? Ты знаешь, я ведь нашел ее. Татю, благодаря тебе нашел. Ты мне очень помогла. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК 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 Сестра какая-то была. А вы ее видели? Нет, она давно из города уехала. Так сказать, в поиск счастья. И они не общались с Катей. А почему? Ну, как-никак, родная сестра. Вам странным это не показалось? Знаете, в разных семьях бывает по-разному. Как ее звали? Я не знаю. Катя не говорила. Слушайте, а вы... Вы разве ее в клинике не нашли? Может так статься, что ваша невеста заняла место своей очень богатой сестры. Подождите. Богатая сестра – близнец. А как у вас дела с банком? В каком смысле? В прямом. У вас же есть задолженность по ипотеке? Ой, вам это известно. Значит, именно поэтому вы меня первого подозревали. У меня алиби. Мы его проверяем. Я ни в чем не виноват. Можете идти. Из города ни шагу. Понял. Я не знаю. Интересно. Если наша Катя Савельева заменила, как вы сказали, свою сестру. Куда же сама сестра подевалась? Собери мне полную информацию по семье Савельевых. А за одной Пашковых и этого адвоката Кулагина. Не понравился он мне. Вашей подопечной нужно понимать, что ее пребывание рядом с моей дочерью временно. Не надо, чтобы Света привязалась к ней больше, чем к родной матери. Нужна дистанция. Пусть она помнит об этом. Извините, но вы же сами говорили, что главное – это самочувствие вашей дочери перед операцией. Вы что, не слышите меня? Здесь важно не переиграть. Увы, Лида, не была никогда так ласково со Светой. Разница может броситься в глаза. А мне кажется, любая мать меняется, когда ее ребенку предстоят такие испытания. Хорошо. Делайте, что хотите, Петр Ильич. Только Света не должна страдать, а конец истории все равно ясен. Я вас понял. Я посоветую нашей подставной мамочке охладить свой материнский пол. Да и готовьте ее к следующему экзамену. Она же как-то должна появиться в этом доме. Непременно. Всего хорошего, Игорь Ильич. Господи. Вас понял. PlayStation 1 В нам отправился� seid psych Sapokka? Кристина. Кристина. Мы его щелкнули, но он все равно будет копать. Надо попытаться его опередить. Знаешь что, позови-ка мне этого шестерку из полиции. Зубова. Есть одна мысль. Поиграем с пальчиками. Хорошо. А когда вы познакомите меня с ним? Как только профессор Панов разрешит нам переместиться в дом Игорь Дмитриевич. Нет, я не об этом. Как они общались при девочке друг с другом, при окружающих. Я об этом ничего не знаю. Какие у них были отношения? Катя, мы уже договорились. Общение с девочкой – это тот максимум, на который рассчитывает Игорь Дмитриевич. Вас это устраивает? Устраивает. Просто вы добиваетесь такой достоверности во всем? Зачем, например, я так тщательно училась подписи Лидии Пашковой? Повторюсь. Вам нужно будет подписать бумаги о расторжении брака. Кстати, подпись у вас безупречна. Спасибо. Я тут принес фотографии домочадцев. Познакомьтесь внимательно, будут вопросы. Задавайте, я готов ответить. Кстати, это самый ближний круг. А что, если Климов опять за мной придет? Климов? А кто это? Следователь. А, вот вакуум. Ну, после того, как вы его так дерзко отшили, я думаю, что он больше здесь не появится. Но мне нравится, что вы об этом думаете. Я вам хочу кое-что предложить. Я думаю, что после этого он отстанет от вас навсегда. Что я должна сделать? Путь снять ваши отпечатки пальцев. От вас, как от родителей, прежде всего потребуется максимальное внимание. Ласка. Я бы посоветовал… Говорите что-то. Я бы посоветовал вашей жене переехать к нам в центр. И, соответственно, больше времени проводить с девочкой. Она… Она сейчас в отъезде, но… Знаете, как только она вернется, она все время будет с дочкой. Это будет просто прекрасно. Да. Спасибо. Вы не беспокойтесь. Я уверен в успехе операции. Не пройдет и двух-трех месяцев, как ваша дочь. Будет жить нормальной, полноценной жизнью, как и все ее сверстники. Знаете, Святослав Николаевич, это… Моя единственная мечта. Все будет хорошо. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Макс? Ну что? Все готово. А если захочет, этот Зубов и памятник посадит. Шулер высшего класса. Отлично. Да, вчера к нашему менту Артем приходил. Чего хотел? Интересовался насчет аварии. Где машина? Спрашивал, где хозяйка. И что Зубов? Он же раньше его информатором был. Ну и все выложил. Кретин. На, вот передай-ка Зубову до кучи. Чтоб наверняка. Вот это да. Пальчики. Просто супер. Ну, теперь точно без вариантов. Больше этот следователь к нам не сунется. Давай. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну, вот и все, любезная Лизия Сергеевна. Утром вас посетит парикмахер, стилист, визажист, массажист. Так как уже завтра после обеда мы переезжаем в дом Игорь Дмитриевич. А можно ближе к вечеру? Хорошо, как пожелаете. Набирайте силы. До завтра. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Привет. Здравствуйте. Веретейник? О, твоему капитану из Москвы пакет. Да? А что там? Да вашу беглянку, похоже, нашли. Спасибо. В ЗАГСе был? Был. Оставил запрос по форме. Сказали денька через два, ответят. Долго, долго. Да могу поторопись, что там? Нашли труп Савельевой. Ну, значит, в клинике мы все-таки видели Лидию Пашкову. Стилист Гелла. Здравствуйте, Лидия Сергеевна. Визажист Ксюша. Здравствуйте. Парикмахер Инна. Добрый день, Лидия Сергеевна. И массажисты Анечка. Добрый день. И Костик. Приветствую, Лидия Сергеевна. Тачка один в один. В салоне даже духами Лидия Сергеевна все обработали, так что никто не отличит. Только если ваш Артем. Значит, надо исключить? Артему? Желание совать нос. Вы же едете? Да, наши подопечные должны быть уже готовы. Хорошо. Я поздно буду. Ну, как скажете. А что вы как скажете? Что, мне ее на крыльце встречать с летами? Не обязательно, но вы же должны ее оценить. Может быть, возникнут какие-то пожелания. Ладно, не взять. Максим, ну, загони ее в гараж. Понял. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Разрешите? Пожалуйста. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, Петр Ильич. Лидия Сергеевна. Мы можем ехать? Да, да, разумеется. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА До свидания. До свидания. Всего доброго. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Позвольте. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Прошу, Васил. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Игорь Дмитриевич Пашков. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Через полчаса встречаемся в столовой. Располагайтесь. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Сюда, пожалуйста. Входите смелее. Это спальня Лидии Сергеевны. Да, это заметно. Правда? За последнюю неделю Лидия мне стала как родная. Прекрасно. Ну, теперь это ваша комната. Здесь гардероб. Можете переодеться. Там ванная комната. Ну, располагайтесь, осваивайтесь, ждем вас внизу. И не задерживайтесь. Игорь Дмитриевич не любит опозданий. Я буду вовремя. Надеюсь. Надеюсь. Продолжение следует... Продолжение следует... Что скажете, Игорь Дмитриевич? Мои комплименты профессору Панову. Я передам. Теперь вы сможете поговорить со Светочкой вдвоем. Это явно пойдет ей на пользу. Пожалуй. Я подготовлю Катю, Лидию Сергеевну. Завтра в дом вернется персонал. Будут перенюхиваться. Особенно Артем. У вас есть какие-то сомнения? По-моему, мы все предусмотрели. Все равно. Знаете как? Пусть пока она лучше поживет в медицинском центре со Светой. Сделайте что-нибудь там. Снимите гостевой номер. Хороший вариант. Сегодня же обеспечим. Мы должны уехать пораньше. Пока не вернулась Мария Семеновна и все остальные. Я уверяю вас, ваши опасения совершенно напрасны. Вы ведь и сами не отличили Катю Савельеву от своей покойной супруги. Признайтесь. Мое восприятие не имеет значения. Хорошо, как скажете, Игорь Дмитриевич. Петр Ильич, спасибо. Рад вам помочь. Добрый вечер. Добрый вечер. Давайте покончим с этим поскорее. Прошу вас. Присаживайтесь. Нет, спасибо. Петр Ильич предлагает нам вместе сейчас позвонить Светлане. Я с радостью. С радостью это не обязательно. Игорь Дмитриевич имеет в виду, что вы не должны слишком активно проявлять ваши материнские чувства перед девочкой. В нашей ситуации это лишнее. Поверьте. Я поняла. Ну, вот и хорошо. Я полагаю, начать разговор должна Катя. И именно с вашего телефона, Игорь Дмитриевич. Девочка сразу представит, что вы вместе. Вы понимаете, что вы дома за семейным ужином. Мамочка только что вернулась. И уже завтра вы навестите ее в медицинском центре. Вы согласны, Игорь Дмитриевич? Да. Пожалуйста. Пожалуйста, говорите. Папочка. Это не папочка. Это мама, доченька. Папочка здесь, рядом. Мамочка, а ты уже приехала? Да, солнышко, я уже дома. Как ты себя чувствуешь, моя принцесска? Хорошо, мамочка, хорошо. А когда ты приедешь? Завтра. Завтра приеду. Вместе с папой. Он чуть позже с тобой поговорит. Ура! Мамочка, привези мне мою любимую куклу-пиратку. Я забыла ее привезти. Хорошо. Хорошо. Ты сегодня гуляла? Гуляла. С Юлей. Хорошо. Ладно, моя солнышко, ложись спать. Уже поздно. А мы завтра с папой к тебе приедем. Сейчас я ему дам трубочку. Он тебе тоже пожелает спокойной ночи. Я тебя тоже целую, целую, целую. До завтра, мамочка. Не забудь про мою пиратку. Да, Светочка, хорошо. Не забуду. Привет, малыш. Здравствуй, папочка. А когда вы завтра приедете? Ты поспишь вот и позавтракаешь, мы и приедем. Тогда я поскорее посплю. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Целую, папочка. Да, я тебя тоже целую, давай. По-моему, все идет просто прекрасно. Завтра же день покажет. А что это за кукла? Пиратка. Кукла? Я понятия не имею. У нее там целая комната кукол. Кто может знать, какая из них пиратка? Юля, Марсимен Аса. Плохо. Скажете ей, что забыли? Ну, нехорошо. Девочка будет ждать. Я же ей обещала. Ее мы постоянно-то видела. Как так? Обещала и забывала. Спокойной ночи. Я сейчас. А где комната девочки? Напротив вашей спальни. Игорь Дмитриевич, вы что, уезжаете? Да, я поеду в офис ночью поработаю, а утром вернусь. А вы оставайтесь здесь. Но вы же планировали уехать завтра. Раньше, чем придут люди. Я успею. Ну, хорошо. До завтра. До завтра. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добрый вечер, милый. Наташа, ты что сделаешь? Проезжала мимо, увидела свет в окне. Думаю, пойду посмотрю, кому там не спится. Честно говоря, хотел побыть один. Значит, ты мне не рад? Возобрази тебя. Слушай, я правда устал. У меня был тяжелый день. Завтра у меня встреча с твоим отцом. А сейчас ты прости, но действительно, не вовремя. Милый, а ты действительно думаешь, что можешь со мной говорить в подобном тоне? А так ты сама виновата. Я все тебе сказал, извинился, черт меня побери. Только ты никак не поймешь. Не смей со мной разговаривать таким туннелом. Я тебе слишком дорога. Я Наталья Зверева. Если ты забыл. Даже мой отец не позволяет себе разговаривать так со мной. Хватит. Я не позволю нагибать себя из-за нашей случайной интрижки. Интрижки? Послушайте, Игорь Дмитриевич. Знаете, что бывает, когда женщинам говорят такие вещи? Наташа, я... я же сказал, что виноват. Ну, мы оба виноваты. Хорошо, ладно, случилось. Как случилось, так случилось. Я предлагал расстаться по-хорошему, остаться друзьями. Значит, не знаете. Тогда я вам расскажу. Некоторые женщины начинают мстить с одной только единственной целью, чтобы вернуть, заставить вернуться любимого мужчину в отношения. Эта месть очень плохая. И в случае удачи она получает вялый полуфабрикат, не справившийся с ее напором. Ни такой мужчина, ни такая месть не приносят истинного удовлетворения. Некоторые бросаются в окно. мол, ах, жизнь не удалась. А единицы таких очень мало. Почти нет. Просто уничтожают мужчину. Наталья, пройдет время, ты поймешь, я тебе не нужен. Не веришь. Зря. Интересно, а почему ты продаешь салон своей жены, а не она сама? Наверное, Лидочка и понятия не имеет, что ты делаешь это за ее спиной. Да? Это... Это наш семейный бизнес, ты знаешь. и... Лида директор салона чисто номинально. А куда она тогда исчезла? Она не исчезала. Она дома. Странно. Мне только что показалось, что твоей жены нет в живых. Наташа, ты что? с ума сошла. Милый. А может, это ты ее убил? А? Мне надо. Я пошла. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ася, ну ты куда? Да? Но я же тебе сказала не подниматься на второй этаж, когда Лидия Сергеевна спит Это не я, Мария Семеновна А кто? Прошу прощения, это я попросил Асю разбудить Лидию Сергеевну Ну, Петр Ильич, ну вы же знаете, что Лидия Сергеевна не любит, когда ей кто-нибудь будет Извините, Мария Семеновна, но с минуты на минуту подъедет Игорь Дмитриевич и мы сразу же поедем к Светочке Так завтрак же нужно, что ж? Боюсь, мы не успеем Слушайте, успейте, не успейте, это не мое дело, мое дело стул накрыть, давай живо Не смей вмешиваться А вам ваши сырники? Вы богиня, Мария Семеновна Привет, как отдохнул? Здрасте, хорошо, но мало Хотя, спасибо, неделю оплачиваемую подогнали Кому спасибо? Не знаю, хозяевам, наверное, кому же еще А, ну да Охранник, ключи Привет 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 У тебя, что, ключи? Зачем тебе ключи от хозяйской машины? У тебя какое дело? Ты же просто водитель Или ты не простой водитель? Дерзишь? Занимайся своим делом, приятель Кто знает, у кого какие дела, брат Да ты не так прост, брат Здрасте Добрый день Здрасте Все уже на месте? Все Парни кланятся за случайные выходные На здоровье Машину загоняем? Не надо, мы скоро уедем Доброе утро Доброе Надо поговорить Слушаю Ну, здесь Ой, здравствуйте Игорь Дмитриевич Здравствуйте Здрасте Как съездили? Да все, слава богу, спасибо Позавтракаете? Не знаю Ну, смотрите, как решите А то у меня все готово Нас ждет Светлана Да, Светлана А значит, что Давайте сначала позавтракаем Потом поедем Ну, хорошо У меня все на столе Спасибо Как тут? Оно пока не выходило Что-то случилось? Пока ничего Но такое ощущение, что все может полететь Тертар-тарарой Ладно Вы хотели поговорить о чем-то Потом Потом Для меня сейчас самое важное Как моя дочь встретит эту вашу куклу Знаете что? Зовите ее к столу Я через пять минут выйду Звучит кушoure В костан Придю В костан В костан Доброе утро, Лидия Сергеевна. Завтрак уже готов. Можете спускаться. Спасибо. Доброе утро, Лидия Сергеевна. Доброе утро. Игорь Дмитриевич уже приехал? Да, он внизу вас ждет. Как вы спали? Сносно. Мария Семеновна, я решила, что на время операции я останусь в центре со Светочкой. Ой, ну какая же вы умница, Лидочка. Да правильно, правильно вы все решили. И нашей Светочке будет какая радость. Так что приготовьте все необходимое. Конечно. Ася, ты слышала? Да. Я поняла. Все сделаем. Нет. Сделайте все сами. Ну да. Простите, Лидия Сергеевна, что-то я заполошилась. Не страшно. Ася, беги к столу, он укрывает там все. Я сейчас все сделаю. Да. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Доброе утро Доброе утро, дорогая Прекрасно выглядите, Лидия Сергеевна Благодарю вас, Петр Ильич Надеюсь, это не юмор Только правда Поверю вам на слово Хотя я не понимаю, как после такой дороги Можно выглядеть хотя бы хорошо Доброе утро Доброе утро, Артем Садитесь Как спала? Супер Без одних ног Эти поезда просто испытания для моих коленей А я говорил, что нужно брать места в бизнесе Только они стоят, как крыло самолета Мама дорогая, когда это ты научилась экономить мои деньги? На моей карточке все деньги мои Не так ли, милый? Безусловно А что вы делаете? Лидия Сергеевна не пьет кофе со сливками Что, не знаете? Простите, я сейчас все поменяю Что поменяю? Вы хотите, чтобы я вас что, уволил? Где Мария Семеновна? Она занята Успокойся Я сказала, что останусь в центре соцвета И она меня собирает Я распоряжусь, чтобы приготовили вашу машину Мою? Зачем? Лидия Сергеевна поедет с Игорем Дмитриевичем Как? Ваша машина остается здесь? Ты что, не слышал? Как прикажете Что это дело? Катя не водит машину Мы не успели заняться рождением Бред какой-то Вот что Давайте поедем Пока не всплыли новые неожиданности Я еще не допила свой кофе Пожалуйста, извините Спасибо Я что-то сделала не так? Вы не должны были вступаться за домработницу Ну как же так? Вы сами сказали, что Мария Семенов самый близкий человек к Игорю Дмитриевичу Накануне гибели Лидия Сергеевна просила Игоря уволить ее За что? Ну, не ладили Ну это уже не важно В остальном пять с плюсом Волнуетесь? Очень Девочке всего восемь лет А в этом возрасте детям нужно самое малое Не знаю Я бы свою маму ни с кем не спутывала Кать, вы не должны забывать, что Лидия Сергеевна была не самой лучшей матерью Мам есть мама Ну вы справитесь Вот я собрала на недельку Если чего не хватит, тогда скажешь Счастливого пути там Светочке привет передавайте Хорошо, Мария Семеновна, всего доброго Ну с Богом Машина готова, Игорь Дмитриевич Мы за вами Надо же, даже не села за Русом Странно Да, Виталик, это очень странно Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Нервничает наша девочка А ты бы не нервничал? Я бы в такую задницу ни за что не полез Тогда сиди и помалкивай Вы тогда вашего по безопасности тоже заткните А что с ним? Тачку обнюхивал со всех сторон Мент бывшим не бывает Доложу Пусть Пашков сам решает Субтитры создавал DimaTorzok Доброе утро! Привет! Знакомься, лейтенант Кудряшова Антонина Петровна Очень приятно Антонина Петровна Некоторые времена назад Принуждительно начиналась от воздействия Зеленого змея Вместе с Екатериной Савельевной Так это когда было? А еще Антонина Петровна показывает, что Савельева тогда на лечение определила Ее родная сестра Да уж Позаботилась Прямо изо всех сил старалась Чтобы ее взяли Так что же, плоха была с Авией Упиралась Лечиться не хотела По-другому никак нельзя было справиться Только принудительно лечить Так это же обычное отравление было Ну, на каком-то семейном мероприятии выпила Там, я не помню, там поминки мамы вроде Ну, в общем, не рассчитала Перебрала А вот сестра ее Специально от нее избавиться хотела Чтобы квартира ей потом досталась Вот и старалась Это вам все Савельева рассказывала? Так об этом вся больница говорила Да и под ней самой было видно Что она случайно к нам попала Вот говорю я вам Эта сестра ее специально напоила А потом оговорила на весь свет А кто в ЛТП попал, тот уже не отмоется Пятнышко на всю жизнь А вы сестру ее видели? Нет Так она в палату так к нам не заходила А Савельева не говорила вам, что они с сестрой-близнецей? Вроде нет Вот я такого не слышала А когда вы с Савельевым в последний раз видели? Дни десять назад Она такая радостная была Она же замуж собиралась выходить Ой, я за нее так порадовалась Тяжело ведь ей пришлось А девчонка, она такая хорошая Слушай, я не знаю По какому поводу вы ей тут интересуетесь Только я вам так скажу Дурного она Не могла сделать Спасибо, Тоня Вы нам очень помогли Если вы нам понадобитесь Мы с вами свяжемся Можете быть свободны Подпишите Держите До свидания До свидания Это ваш информатор? Да Вчера про нее вспомнил И чем же она вам помогла? Ну пока мне становится ясно Что Савельева не хроническая алкоголичка И кто-то пытается выставить ее неблагонадежно И тут все одно к одному И это вы решили со слов бывшей алкоголички? Так она вам не такое напоет Ну успокойся Это не основополагающее показание Я с ними в суд идти не собираюсь Но кое-что по Савельеву мне становится ясно Считаю, что эта версия мне нравится И агрессивная сестра-близнец на грязнице Очень привлекательный мотив Что? Ну это же просто смешно Вы видели Лидию Пашкову? Видел Ну что, эта ледяная леди Будет мараться из-за попрекушек пенсионерки Выстраивать сложнейшую Хитроумнейшую комбинацию Чтоб потом устранить свою тишайшую сестрицу Которую, к тому же, она тысячи лет не видела Ну если она эту тишайшую сестрицу Когда-то записала в алкоголичке Лишив жилье И таким образом допустив на самое дно Да Будет Нет, я не верю в это Что ты узнал про Зубова? Товарищ капитан Дело Савельевой закрыто Савельева убито У нас есть фото убитой У нас есть отпечатки пальцев Ну или решайте вопрос С полковником Прохоровым Мы не имеем права Имеем Прежде чем закрыть дело Мы должны провести идентификацию трупа Да, но Бери жениха Савельевой Вперед в Москву на опознание С Прохоровым я сам как-нибудь разберусь Поехал Ты знаешь, я ведь нашел ее Татю Благодаря тебе нашел И ты мне очень помогла Не надо Не надо Не надо Не надо Не надо Не надо Аня. Спасибо. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Успокойтесь. Все хорошо. Следующий коридор направо. Семьдесятая палата. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Это няня Юля. Да, я вижу. Здравствуйте. Добрый день. Почему вы оставили ребенка одного? А Светочка не одна, там медсестра. Медсестра. Ты слышал? Это вы! Вы зарплату получаете! Я вышла только, чтобы вас встретить. Нас встретить. Ваша задача быть рядом с ребенком и не оставлять ее одну. Ясно? Юля. Найдите Святослав Николаевича. Мне нужно с ним поговорить. Да, хорошо. Мамочка! Солнышко мое, доченька. Приехала. Солнышко мое. Мамочка, как же я по тебе соскучилась. Ну, меня ведь не было всего неделю. Здравствуй, Белочка моя. Мои любимые папа и мама приехали. Папочка, вы привезли мою пиратку? Понимаешь, малыш, как я снялся. Да, привезли, конечно. Петр Ильич, будьте добры, дайте пакет. Она? Пиратка! Спасибо, мамочка. Я так бы не скучала. Мамочка, а можно пиратка будет со мной спать? Да. Правда? Ура! Спасибо тебе, мамочка. Ну, поздравляю вас, Игорь Дмитриевич. Деда никогда не позволила Светке брать кукол в постель. Думаю, в данной ситуации любая бы мать отступила от своих принципов. Да, безусловно. А в остальном она просто безупречна. Ну, вас что-то беспокоит? Очень. Наташа Зверева. Дочь Евгения Александровича? Она все знает. Откуда? Вы не преувеличиваете? Думаю, что нет. Она была у меня сегодня ночью. Угрожила разоблачением. Я же не могу этого допустить. Ну, разумеется. У меня в два часа встреча с ее отцом. Думаете, она успеет ему все рассказать? Как знать. Вам надо обязательно поговорить с ней. Да я пытался позвонить. Телефон не отвечает. Здравствуйте, Святослав Николаевич. Здравствуйте, господа. Как наши дела? Все идет прекрасно. Операцию начнем в запланированный день. Комната для Лидии Сергеевны готова. Можно пройти к директору. Он вас ждет, чтобы закончить все формальности. Спасибо. Я скоро. Я буду здесь. Юля, смотри. Мама привезла мою любимую пиратку. Прекрасно. Юля, вы извините меня. Я вас обидела. Но я не со зла. У меня была очень сложная неделя. И это ожидание операции. Да, я понимаю. Светочка вас очень любит. Света. Забудем. Конечно. Мир? Мир. Кредитный комитет банка «Вектор» выставил условия. Это что еще за условия? Им нужен залог. Так у меня вроде кроме квартиры ничего нету. И потом и она у меня в залоге по договору ипотеки. Ну, в принципе, закон допускает вторичного залога держателя, даже нескольких, если, конечно, в вашем договоре ипотеки нет соответствующего запрета. Насколько я знаю, ничего подобного там нет. Но я могу сгонять за договором здесь недалеко. Сорок минут туда-обратно. Значит, в принципе, вы не против залога? Конечно, нет. В моем положении. Хорошо. Тогда ровно через час я буду ждать вас на этом месте. Договорились? Договорились. Ну, тогда до встречи. Спасибо вам большое. Не знаю, что бы я без вас делал. Но нужно же помочь вам и вашей невесте. Надеюсь, комната вам подходит? Да, вполне. Самое главное, что она находится недалеко от комнаты моей дочери. Вот и слава. Тамара Станиславовна, если понадобится, за всем здесь присмотрит. Спасибо, Святослав Николаевич. Да нет за что. Ну, не будем вам мешать. Устраивайтесь. Всего хорошего. Спасибо. 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 Все в порядке? Да, все хорошо. Как у вас с Юлей? Похоже, у нее были сложные отношения с вашей женой. Не обращайте внимания. В случае чего ее можно просто будет уволить. Нет, нет, не надо ее увольнять. Тем более, что Светлана к ней очень привязана. Как скажете. Слушайте, как вам удалось угадать все-таки нос этой с куклой, которую Света просил? Я видела ее на некоторых фото и на видео у Светланы в руках. Надо же. Я поеду. У меня еще важна встреча. А что мне сказать ребенку, когда вы приедете? Я не знаю. Освобожусь и я еще зайду к ней попрощаться. Она очень скучает. Она очень четкий ребенок. Да. Так как я с ней человек временный, то было бы очень хорошо, если бы вы постепенно выходили на первый план. Я сам с этим разберусь. Да, конечно. Петр Ильич будет всегда на связи. Он сделает так, чтобы здесь вас никто не беспокоил. Хорошо. Мне будете звонить в исключительных случаях. А у меня вашего телефона нет. Петр Ильич даст. Да. Добрый день, гражданин Зимцов. Вы уж и поделитесь, я вам гражданин или товарищ. Здрасте. Что случилось, я вчера только был у вас. Вы нам нужны, Кирилл Сергеевич. Вам придется поехать со мной в Москву. Ехать надо прямо сейчас. В Москву? Нет, извините, у меня на вечер другие планы. Найдено тело вашей невесты. Не может быть. Слушаю вас. Добрый. Могу я поговорить с Игорем Дмитриевичем? Кто его спрашивает? Помощник Евгений Александрович Зверев и Константин. С кем я говорю? Кулагин Петр Ильич. Адвокат Игорь Дмитриевич. У вас что, срочно? Весьма. Одну минуту. Что у вас? Звонят из приемной Зверева. Слушаю, Пашков. Игорь Дмитриевич, доброе утро. Это Константин, помощник Евгений Александрович Зверев. Здрасте, Константин. Евгений Александрович приносит свои извинения, на сегодняшнюю встречу он вынужден отложить. Почему? К большому сожалению, случилось несчастье. Сегодня ночью стреляли в его дочь. Наташа? Она жива? Да. В какой она больнице? Самолетом утром ее отправили в Швейцарию и из соображения личной безопасности. Понимаю. Евгений Александрович сам свяжется с вами. Хорошо. Константин, передайте Евгению Александровичу славу поддержки. Благодарю вас. Еще раз извините. Спасибо, что вы позвонили. Наташу Зверева пытались убить. Не может быть. Кто? Я ничего не знаю. Это просто немыслимо. Кому она могла помешать? Нам, Дмитрий Ильич. Нам. А если это все ошибка? Ну, возможно, такое, что убитая, это не Катя. Это же возможно? Возможно. Только отпечатки пальцев подделать нельзя. И что? Теперь дело закроют? Капитан так не думает. В смысле? Климов не верит, что убитая в Москве вашей невестой Катя. Тогда кто же? По сути, вариант один. Возможно, это сестра-близнец Савельевой. А какой смысл? Смысл? Возможность кардинально изменить свою жизнь. Занять место своей сестры-богачки. Получается, я совсем ее не знал? Столько времени вместе не знал? Вы не помните каких-нибудь особых примет? Ну, скажем, родинку или шрам на теле вашей невесты? Это так, на всякий случай. По лицу вам трудно будет ее узнать. Я вам точно говорю, что я ее узнаю. Вы уверены? Да. Вы же понимаете, что вам необходимо будет подписать протокол опознания. Это документ. Я вам говорю, если это Катя, я ее узнаю. Что тут? Здрасте. Здравствуйте. Я из следственного управления, майор Соснин. Следователь. Быстров. Безопасность. О, отлично. Вы наш. Из органов. Слушаю вас. Мне нужен ваш хозяин. Пашков Игорь Дмитриевич. По какому вопросу? По вопросу покушения на гражданку Звереву. Наталью Евгеньевну. А. Игорь Дмитриевича сейчас не дома. О, какая жалость. А не могу я с вами поговорить, задать пару вопросов? На тему? На ту же самую. Я ничего не знаю. Откуда же вы знаете, какие вопросы я вам буду задавать? Я даже не знаю, кто такая Наталья Зверева. Ну вот, на первый вопрос вы мне уже ответили. Я войду? Или мне придется приглашать вас, вашего хозяина, к нам? Вы не из следственного управления. В вашем возрасте и звании я знаю всех. Браво, Быстров. Все верно. Но от этого вашему хозяину не легче. Ну, вы ведь сами хотите узнать, что знаю я. А? Верно? Ничто нас так не выдает, как наши вопросы. Я войду? Входите. Благодарю, коллега. Главное, чтобы она никому ничего не успела сказать. Этого теперь никто не знает. Поверьте, Игорь Дмитриевич, что бы ни случилось, я с вами до самого конца. Что-то мне подсказывает, что конец мне так уж далек. Так нельзя. Самое важное сейчас происходит здесь, рядом с вашей дочерью. Мы с вами шли к этому. Никто не заметил подмены. Ни ваша дочь, ни Юля, ни Литвинов. Никто. Здесь мы выглядим неуязвимыми. А про Наталью Звереву пока забудьте. Что-то случилось? Нет, нет. Ничего. Точно? Все хорошо, Катя. Идите к ребенку. Вы правы. Сейчас самое главное – моя дочь. Лидия Сергеевна. Да, в чем дело? Там к вам ваша мама приехала. Мама? Да, ваша мама. Она ждет вас в бюро пропусков. Меня. Я сейчас разберусь. Да, она сказала, что вы с ней договорились, что вы ее здесь ждете. Пойдемте, моя милая. Посмотрим, кто там у вас. Вы что, этого не ожидали? Она не должна была приехать. Видимо, ей вызвонила Лидия. И вы об этом не знали? Мать Лиды не была у нас. Больше двух лет. Похоже, она узнала об операции и решила приехать. А мне это что теперь делать? Она меня в два счета раскусит. Что у вас с отоплением? Устроили сауну. С ума сошли? У нас в центре поддерживается специальная температура. У нас же дети. Свариться можно. Могу я вам предложить стакан холодной воды? Разумеется, не можете. Я не пью воду из кулера. Сейчас придет моя дочь, и я получу нормальную питьевую воду. Как пожелаете. Вот она. Вы знаете ее? Ну, еще. Это что, ее чемоданы? А она похожа на женщину, которая будет возиться с чужими. А она собирается здесь жить. Ну, а зачем же она тогда сюда приехала? Спасибо. Можете идти. Ну, куда запропастилась эта ваша медицинская сестра? Сейчас я позову ее. Значит, до сегодняшнего утра вы были в недельном отпуске, как и остальные домочадцы? Да. Странное решение отправить всех в отпуск разом. Такое раньше случалось? При мне нет. Ну, у богатых свои причуды. Значит, вас не было. И вы не можете утверждать, что этой ночью ваш хозяин был дома. Ну, как я могу что-то утверждать, если меня не было здесь целую неделю? Ну, вы все-таки начальник службы безопасности. Даже в отпуске должны быть на работе. Слабые вопросы, да? Не хватает мускулов. Ну, да, вопросы так себе. Ну, я чувствую, что вы пришли к моему шефу не с пустыми руками. Ну, хорош бы я был, если пришел в такой дом с пустыми руками. Ну, хватит, Быстров. Наталья Зверева единственная любимая дочь крупного банкира, Евгения Александровича Зверева, инвестора вашего хозяина. У вашего хозяина и Натальи Зверевой даже была связь любовная. Вы не знали? Это не входит в мои обязанности. А то, что машину Зверевой нашли возле офиса вашего хозяина, брошенной, прям напротив, она оставила ее там в час ночи. Вы нервничаете. Не любите слово хозяин. Давайте, задавайте уже ваши мускулистые вопросы. Пожалуйста. В офисе вашего шефа шесть камер видеонаблюдения. И все они этой ночью отключились. Или их отключили. Отправили в отпуск. Хотя для вашего шефа было бы лучше, если бы они работали. Значит, входила она в офис моего шефа или нет, вы не знаете. Именно этот вопрос я и собирался задать вашему Игорю Дмитриевичу. Не сомневаюсь, у него есть на него ответ. Наверняка, наверняка. Кто это? Частный детектив. Че ему надо? Да не знаю. Значит, никто не может подтвердить алиби Игоря Дмитриевича. Можете поговорить с его адвокатом и его женой. Они оба были дома. А вы больше ничего не хотите мне сообщить? Я провожу вас. Ну, да. Давайте что-то решать. Она все-таки ждет. Я могу попытаться увезти ее в гостиницу под каким-нибудь предлогом. Ну, например, там, карантин перед операцией. Она все равно в любом случае захочет повидаться с дочерью. Ну, может быть, ей все-таки имеет смысл сказать правду. Лидия была ее дочерью. Что она говорит, а? Нет, нет, это невозможно. Никак невозможно. Татьяна Васильевна никогда не поверит в несчастный случай. Она найдет тысячу поводов отомстить дятю за равнодушие к единственной тещи. Начнет копаться, строить конспирологические конструкции. Мы не можем на это пойти. Знаете, мне все надоело. Делайте, что хотите. В конце концов, это ваш прокол. Я пошла к девочке. Я так и знала, что в последний момент ты струсишь, и твой муж снова уговорит тебя прогнать свою мать. Мама? Держать меня у порога. Как это похоже на моего любимого зятя? Да что вы, вы ошибаетесь, Датьяна Васильевна. Просто мы с Лидой только что узнали, что... Иди ко мне, доченька моя. Здравствуй, здравствуй, бедная моя девочка. Рады видеть вас с нами, Датьяна Васильевна. Здравствуйте, адвокат. Что вы еще можете сказать? Теперь вам ясно, Игорь Дмитриевич, что в этой жизни мать не заменит никто. Только родная мать в некоторых ситуациях может помочь и принести облегчение. Ну, дай-ка я посмотрю на тебя. Ну, для матери, у которой ребенку предстоит операция на сердце, выглядишь неплохо. С приездом, мама. Ну, и что вы там опознавать собираетесь? Фотографии видели? Там же вместо лица один фарш. Этого требует инструкция, товарищ майор. Мы не можем закрыть дело без процедуры опознания. Я привез жениха погибшей. Инструктор буквоеды. Хотите быть святее Папы Римского? Закиров, давай ко мне бегом. Ждите, сейчас вас проводят на ваше опознание. Спасибо, товарищ майор. Я подожду в коридоре. Это она? Да, это моя кассия. Вы уверены? Конечно. Вон роллинг. Простите, я не могу. Значит, все-таки опознал, да? Да, товарищ капитан. Протокол опознания я везу с собой. Ясно. Жду вас обоих в управлении, когда бы вы не приехали. И Зимцова тоже быть? Обязательно. Хорошо, будем. До связи. Отправляйте ее к нам, Ярославль. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это я так, к слову Лидия Сергеевна, вы так уж не пытаетесь наладить со мной отношения Я понимаю, у вас сейчас трудный период, скорая операция Вы переживаете за Светочку, вот маму свою вызвали Только я решила, после операции я у вас не останусь Больше не хочу Что у него на меня? Толкового ничего Но мне показалось, что он каким-то нацеленным Конкретнее? Он все намекал, что у вас с Натальей Евгеньевной был роман Откуда он это взял? Он не сказал Откуда он вообще? Вы узнаете? Узнаем Вениамин Денисович Соснин Вышел из заголовного розыска Майор В 2000 году не прошел переаттестацию Теперь работает частным детективом на самых крутых С вашего разрешения я сам встречусь с Евгением Санычем И постараюсь все уладить Думаю, это не пройдет Зверев просто взбешен покушением на единственную дочь Под горячую руку Не пожалеет никого Ни своих, ни чужих А ты что думаешь, что я причастен к покушению? С чего бы мне так думать? Я сам встречусь с Зверевым Пожалуй, это будет правильно Свободен Надеюсь, все было так, как он говорит Макс видел его, как он крутился Возле новой машины Лидии Сергеевны Все это Все это так и не вовремя Вам нужен только повод, чтобы его просто уволить Найдите мне этот повод Еще не хватало Терпеть все за спиной Сомнительного начальника служб безопасности А главное, что с ним случилось-то? Он был всегда надежнее стражевой собаки Я не понимаю Даже собаку можно переманить Вы о чем? Ну, возможно, ему было мало своей зарплаты Но тогда, знаете, жалеть вообще не очень Игорь Дмитриевич В любом случае, вы можете легко вздохнуть Нашу подопечную признали Самые близкие родные И дочь, и мать Они не родные Простите Дарья Прокофьевна Систематизируя все имеющиеся у меня факты Я могу предположить, что Катя в этой ситуации Оказалась не случайно Ее подставили Скорее всего, ее родная сестра Например, мне удалось выяснить Что на принудительном лечении от алкоголизма Катя оказалась благодаря своей сестре Это она сделала так, чтобы Катя оказалась за решеткой ЛТП Что вы об этом думаете? Греха на душу не возьму Но Могла Зойка Могла Извините, значит Сестру Катю Савельевой зовут Зоей? Да, Зоей Зоейкой Будь она не ладно Дарья Прокофьевна А нет ли у вас каких-нибудь фотографий Кати и Зои? Так Должны быть О, с похорон на один Они там обе были, точно Сейчас я поищу Вот, нашла Чего ты стоишь? Заходи Здравствуй, Боренька Садись Садись Смотри Я тебя угощу Это очень вкусно Очень Попробуй Так давай не будем Мне больше колоть Я никому не скажу Ты ешь Ешь Это вкусно Боря Не надо делать мне больше эти уколы Я ведь так умереть могу А я не хочу умирать, Боря Ты мне поможешь? Ты хороший, добрый Поможешь, Боря? Немного На самом деле, они целили меня. Стреляли мне ее, потому что знали, что я останусь без глаз, без рук. Они знали, что для меня значит моя Наташа. Они хотели уничтожить меня. Как она сейчас? Пока без особых изменений. Состояние стабильно тяжелое. Я говорю с врачом каждые два часа. Они ввели ее в состояние искусственной комы. Знаешь, что это? Мне жаль, Евгений Александрович. Я надеюсь, она выкарабкается, и если от меня нужна какая-то помощь, то... Я нанял частного детектива, не обижайся, но он может поговорить с тобой. Он говорит, что это необходимо для восстановления общей картины. Да, естественно. Если я буду полезен, то... Извини, я пока не могу говорить про дела. Я хочу найти этого мерзавца. Я хочу найти этого мерзавца. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Я вас понимаю. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ты, конечно, меня совсем не помнишь, но эта вина не твоя и не моя. Это твои мама и папа разлучили нас с тобой, моя рыбка. Почему? А потому что старых людей никто не любит. Мам, ну что ты говоришь? Какая ты старая? Ой, Лидуся, неужели ты становишься ханжой? Когда ты говорила мне правду в лицо, пусть даже самую неприятную, это было лучше и честнее. Мне больно думать, что это Пашков так на тебя повлияло. Тетенька, ваша комната готова, вещи разложены. Ты... Нет, я это слышала. Тетенька, пойдем, племянница, проводишь меня. Все-таки твой муж меня не любит и никогда не любил. Очень он не обрадовался моему приезду. Нет, ты не права. Хватит его защищать. Это выглядит фальшиво. Так, Юленька, не поможете мне, если вам не трудно? Да, конечно, Татьяна Васильевна. Вот такая вот у нас бабушка, солнышко. Мамочка, как хорошо, что ты здесь. Хочешь спать? Немного. Солнышко, а ты, ты у меня не заболела? Спасибо, милая. Поставьте, идите, я вас позову. Юлечка, я знаю, что вы довольно давно работаете в доме моего зятя. Я считаю вас преданным семье человеком, практически ее членом. Спасибо. У меня вопрос прямой, и я хочу такого же прямого ответа. Да, я вас слушаю. Где моя дочь? Что этот изверг с ней сделал? ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Артем? ЗВОНОК В ДВЕРЬ Ты чего тут? Мне надо с Лидией Сергеевной поговорить. А, понятно. Ну, тогда ты не очень вовремя. Что опять случилось? Ну, я так понимаю, будут переносить операцию. Алло, Петр Ильич, вы меня слышите? Это я. Да, Лидия Сергеевна, я слушаю вас. Ничего удивительного, Игорь Дмитриевич поехал на важную встречу и, возможно, отключил свой телефон. Нет, нет, я сейчас приехать не смогу. А что случилось? Пожалуйста. Спасибо. А можно еще сахарку? Да, конечно. Я непременно передам Игорю Дмитриевичу, как только дозвонишь до него. И сам подъеду, как только ошибожусь. Извините. Погоди. В чем дело? Нам надо поговорить. У тебя есть здесь своя комната? Простите, я не понимаю. Не понимаешь? Это я ничего не понимаю. Десять дней я тебя ждал. Ни одного звонка. Ни одного ответа на СМС. Что я только не передумал, что мне только в голову не приходило. Ты молчишь, не отвечаешь. За что ты так со мной? За что? Не может быть. Почему ты так говоришь? Лида, да что с тобой? Лида! Стой, подожди, стой! Ты что вытворяешь, а? Лида, подожди! Как тут катушек слетел? Видишь, не до тебя сейчас. Уходи, слышишь? Что-то случилось? Дочь Игоря Дмитриевича сейчас в больнице. У нее поднялась температура. Возможен перенос операции на более поздний срок. Сочувствую. Должен вам заметить, Петр Ильич, информация о вас вполне подтверждается. Простите. Я о вашей роли. Точнее, о вашем месте в семье Пашковых. Вы, уважаемый Петр Ильич, занимаете очень важное место в ней. В семье. Да, семья Игоря Дмитриевича для меня как своя. Не стоит волноваться, Лидия Сергеевна. У девочки всего лишь легкая простуда. Понимаю ваше беспокойство, но операцию лучше перенести на недельку. На недельку? Мы должны подстраховаться, дорогая Лидия Сергеевна. Давайте не будем торопиться. Что случилось? Застудили девочку-работнички. Операции не будет и нам придется платить за лишнюю неделю. Мама, перестань. Это отвратительно. Что? Что это такое? Я слышу. Это отвратительно то, как ты себя ведешь. Я тебя прошу, иди к себе. Лидия, не пытайся мной командовать. Тогда ты хоть сейчас можешь ехать к себе домой. Я приехала сюда, потому что ты меня позвала. Но уеду я только тогда, когда сама захочу. Это ясно? Милые дамы, успокойтесь, прошу вас. Тут все-таки ребенок. Извините. Тамара, пойдемте. Вы знали об интимной связи вашего хозяина Натальи Зверевой? Товарищ майор, в отставке. Я встретился с вами исключительно по двум причинам. Первая – это безусловное уважение к Евгению Александровичу. И сочувствие его горю. Вторая же причина – это уверенность в абсолютной невиновности моего босса к этому ужасному преступлению. К чему вы все это говорите? А к тому, что больше не существует ни одной причины, которая заставила бы меня и моего босса отвечать на ваши неподготовленные, а порой и непристойные вопросы. Теперь понимаю. Я очень рад за вас, майор. Но если у вас появятся какие-то конкретные факты, требующие разъяснения, мы с моим клиентом непременно их дадим. Один вопрос. Я знаю. У моего клиента нет алиби. Он не ночевал дома в ту ночь. Но если вы сможете сформулировать мотив, следуя которому мой босс мог пойти на убийство дочери своего важнейшего компаньона, мы, безусловно, встретимся с вами для дачи показаний. Вы тоже не любите слово «хозяин»? Сожалею. Мне нужно ехать. Извините. Вы что, отнял вас только времени? Благодарю. Адмирал на корабле. Ту-ту. Ой, застряли в Ростове. Протокол опознания. Что это? Смотри, смотри. Савельева и? Это сестры Савельева. Катя и Зоя. Так что, они не близнецы? И ваша версия с подминой летит к черту? Наоборот. Когда избавляешься от иллюзий, обретаешь больше порядка. И что вы намерены делать? Искать Зою. Сестру Екатерины Савельевой. Вы говорили с Прохоровым? Поговорю. Протокол опознания подписал тот же майор Зубов? Какая разница? Есть разница. Когда привезут труп? Сегодня вечером. Или же завтра утром. Надо провести повторную дуктилоскопию, лейтенант. И вызвать на опознание Дарью Прокофьевну Дмитриеву. Мне же только что опознал жених. Опознал. И это, лейтенант, очень интересно. Слава Богу, температура уже спала. Можете пойти отдохнуть. Нет, спасибо. Вдруг она проснется и захочет меня видеть. Хорошо, как хотите. Спит? Не могла бы ты уделить мне пять минут? Посидите с девочкой. Я подойду через минуту. Да, конечно. Проходи. У тебя такая же комната? Здесь все номера стандартные. Угу. Да, как же. Так я и поверила. Наверняка у них есть люкс-номера, приготовленные для вип-клиентов. Просто твой муж решил сэкономить. Мама, здесь не гостиница. Вот что-то в тебе изменилось, а что, не пойму. Ты меня зачем звала? Деньги мне нужны. Но у меня их нет. А я не у тебя прошу. Ты же, как и я, только тратить умеешь. Очень смешно. Я тебя не для веселья позвала. Позвони своему мужу и скажи, чтобы дал мне денег, пока вы не разбежались. Обещаю, я сразу уеду, раз уж я вам так мешаю. А почему мы должны разбежаться? А что, уже передумали? Или ты выдумала про развод, чтобы маму разжалобить? Сама же мне писала, что ты устала, что он тебе надоел. Вы этот вопрос уже обсудили и после операции разбежитесь. Да? Да, я, я поговорю с Игорем. Сколько ты хочешь. Смотри, как ты быстро согласилась. Обрадовалась, что избавишься от матери. Ты сама виновата. Я? Я? На себя посмотри. Ты зачем за него замуж шла? Не из-за денег разве? Как увидела богатенького Буратино, ты так и забыла про своего Илюшу, художника. А кричала, люблю, жить без него не могу. Мам, что ты от меня хочешь? Мужу позвони. Жених опознал твою куклу? Рано веселитесь. Когда тело прибудет в Ярославль, я уже ни на что повлиять не смогу. Сами же говорите, что ярославский следак к овчарке. Что ты предлагаешь? Что я предлагаю? Надо что-нибудь придумать. По дороге. Когда будут везти. Ну, так действуй. Будут расходы. Хорошо. Как интересно. Что-то не так с этим женишком. Побудь пока здесь. Окей. Объясните мне, что произошло? Вы так переживаете перенос операции? Но это всего на одну неделю. Я здесь больше не могу. Меня на каждом шагу ждут ловушки. Я каждую минуту жду разоблачения. Меня здесь все ненавидят. Мать Лидия, Артем, Юля, даже Пашков. Здесь был Артем? Мне уже нервы не выдерживают. Вы понимаете? Я здесь чужая. Но ведь это не так. Девочка же вас приняла. Вы не можете этого не видеть. Как вы не понимаете, что это хуже всего? А что будет с ребенком, когда мне придется уйти? Ну, а теперь представьте себе состояние девочки завтра утром. Света просыпается, зовет маму. А вас рядом нет. Вы не можете бросить начатое. У тебя есть вопрос? Да. Я бы хотел знать, почему я уволен. Почему? Что случилось с камерами наблюдения в офисе и снаружи на фасаде? Они отключились. Сами. Да. Неполадки, так бывает. Почему? Техника отказала. Техника? Да, так бывает. И у тебя есть вопросы, почему я тебя уволяю? Нет, вопросов нет. Тогда ты свободен. Так бывает. Всего доброго. Артем, обедать? Что? Так обед на столе. Ага. Ага. Игорь Дмитриевич сейчас придет. Марсин. Спасибо, я дома пообедаю. До свидания. Послушай, Артем, по старой дружбе оставь в покое Лидию Сергеевну. Это меня что, из-за этого что ли? Нет, Игорь Дмитриевич ничего об этом не знает. Не знает? Почему? Ему сейчас не до этого. Мы договорились? Что-то я не припомню, Петр Ильич, чтобы мы с вами были друзьями. И мне совсем не нравится, что вы скрываете что-то от босса. Какая же ты глупец, Быстров. До свидания, господин адвокат. Ты любишь Артема? Какая вам разница? Ну, разница в том, что он не безразличен. Я замужняя женщина, и у меня есть ребенок. А не поздно вы об этом вспомнили? Главное, что теперь все в прошлом. Теперь я думаю только о Светлане. А к прошлому дороги нет. Ты должна мне верить. Слушаю, Климов. Товарищ капитан, у нас ЧП. Климовая. Докладывайте. Машина с телом Савельевой по дороге к нам вылетела навстречку. Отказала рулевая колонка. Водитель жив? В реанимации. Машина сгорела дотла вместе с телом. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Судя по вашему лицу, Петр Ильич, произошло что-то ужасное. Неприятное во всяком случае. Говорите. Нанятый зверевым детектив майор Соснин все-таки хочет допросить вас. У него что, нашлись какие-то основания? Ему показалось очень подозрительным исчезновение всех записей из подконтрольных нашей службе безопасности камер видеонаблюдения. И? Этот Пронеро нашел записи с видеокамер соседних зданий, расположенных рядом с вашим офисом. На них отчетливо видно, как в ночь покушения Наталья входит в ваш офис. Все как на ладони. И что теперь делать? Я думаю, вам следует рассказать все, как было. Вы что? С ума сошли? Зверев не примет никаких объяснений. Он сейчас в таком состоянии. Любой намек расценет, как прямую улику. Но в таком случае вам нужно рассказать то, что можно. Все отрицать неразумно. Вы что, с Артемом сговорились? Я не имею к покушению никакого отношения. Значит, нам не следует опасаться этой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok 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 У вас что-то случилось? Ничего. Не хотите говорить. А что должно было случиться? Ну, просто у вас такое лицо. Вы все-таки мне не доверяете. Зачем вам это нужно? Ваше доверие? Дело в том, что нам с вами предстоят очень сложные дни, и было бы хорошо заручиться поддержкой друг друга. Я делаю все, что могу. Но если вам не нравится, как я с вами общаюсь, вы можете от меня избавиться точно так же, как избавились от Артема. А что случилось с Артемом? Только не делайте вид, что вы не знаете. Немедленно отвечаете. Что случилось с Артемом? Что с Артемом? Вчера, сразу же после вашего с ним разговора, его выставили на улицу. И теперь он больше не работает на вашу семью. И только не говорите, что это произошло без вашего участия. Ну, мне об этом еще не известно. После этого вы хотите, чтобы я вам доверяла? Да, я вижу, что это вряд ли возможно. Раньше я колебалась, но теперь уж точно после операции и Светочки я тоже уйду, чтобы избежать неожиданностей. Ну, это как вам будет угодно. Странно. Что вам странно? Раньше вы мне никогда не говорили «вы». Очень жаль, что вас это огорчает, Юля. Огорчает? Да вас даже родная мать не узнает. Даже не верится, что из-за Светочки вы так переменились. А вот это вас не касается. Не спорю. Лидия Сергеевна, там к вам ваша подруга приехала. Подруга? Я провожу ее в вашу комнату? Да. Да, проводите. Мне нужно отлучиться в город. К обеду вернусь. Можно? Да. Да, конечно. Ничего не понимаю. Ты совсем пропала. Звоню тебе. В сетях ловлю. Ты что, избегаешь меня? Ты знаешь, мне сейчас не до соцветей. Я с тебя прям в шоке. Можно подумать, твоя Светка только сейчас и заболела. Что за мистика такая дурацкая? Страхи какие-то. Ну, посмотрим, что ты скажешь, когда у тебя свои дети появятся. Слушай, Лидок, ты пропала? А там ведь люди ждут. Ну, да. Извини, я замоталась. Я даже подумала, что ты специально прячешься, чтобы деньги не платить. Я тебе столько раз звонила и на почту писала. Да ничего, я прячусь. Ничего, я не прячусь. Выдумываешь. Ты меня не подставляй, Лидок. Там хоть и друзья, но в вопросе денег друзей не бывает. Ну, да. Я поговорю с Игорем. В смысле? Ну, у меня же нет своих денег. А ты напомни мне, сколько я там должна? Погоди. Ты же обещала. Говорила, что сможешь выжить из своего теления сколько захочешь. Хоть миллион, хоть два. Два миллиона? А что ты так смотришь, Лидочка? Ты же сама меня умоляла, чтобы я с Вадиком Меньшовым договорилась. Подзаработать хотела. Вот я и пошла. Но он все и решил. Поверил мне. И вложил свои деньги. Ну, да. Я поговорю с Игорем, да. Ой, Лида. Мам, ты меня не подводи. Я не хочу в этом деле крайне оказаться. Вот честное слово. Хорошо. Я разберусь. Точно? Да, Викунь, конечно. Я на тебя надеюсь. Только телефон не отключай. Очень тебя прошу. Кофе сделаешь? Да. Так. Продолжение следует... Хочу вас предупредить, у меня мало времени. Дочь в больнице, она меня ждет. Мне Евгений Александрович тоже не дал слишком много времени на поиск убийцы. Присаживайтесь. Благодарю вас. Пожалуйста, задавайте ваши вопросы. Да. Игорь Дмитриевич, какие у вас были отношения с Натальей Евгеньевной Зверевой? Мы были близкими друзьями. Нас познакомил ее отец, Евгений Александрович. На корпоративной вечеринке, кажется, это было с год назад на Рождество. А вы встречались с Натальей Евгеньевной на ночь покушения? Да, мы встречались. Где, если не секрет? У меня в офисе. И вы заранее договорились о столь поздней встрече? Нет. Она сказала, что ехала мимо, увидела свет, решил зайти. Ну, а прежде так бывало, что вот без предупреждения? Нет, она обычно звонила. Да, странно. Фух. А так о чем была ваша встреча? Это была сугубо личная встреча, простите. Такой ответ вас устроит? Конечно, нет. Хорошо. Наталья Евгеньевна хотела купить салон моей жены. А почему же она вела переговоры с вами, а не с вашей супругой? Потому что салон принадлежит мне, но оформлен на жену. А ваша жена в курсе ваших отношений с Натальей Евгеньевной? Это к делу отношения не имеет. Игорь Ильич, и как закончилась ваша встреча? В тот раз без ссор, без взаимных обид? Ну, скажем так, она ушла не в настроении. Почему? Но вы же получили ответ на свой вопрос. Зачем углубляться, в частности? А что такого? Ну, не хотите, не отвечайте. Но если между вами вдруг случилась ссора, ну, мне необходимо об этом знать, учитывая, что утром одного из участников ссоры находят с пулей в голове. Но между мужчиной и женщиной иногда происходят размолвки. Особенно, если кто-то из них не свободен. Вот-вот. И я именно об этом. Сколько времени продолжалась ваша встреча? Буколу-час. Вы не провожали Наталью Евгеньевну? Нет. А что, на записях, которые у вас, не видно этого? А может быть, их вовсе нет? И вы просто блефовали, чтобы получить возможность допросить Игоря Дмитриевича? Сейчас, секунду. Я вот что подумал, а из этого вашего офисного здания нет другого выхода, запасного? Да. На парковку. Там камеры тоже ничего не зафиксировали. Фатум какой-то. Да. Так вот, насчет камер видеонаблюдения ваших соседей. На этих записях ясно видно, как Наталья Евгеньевна входит в офис. Ну, не через полчаса, а не через час, не даже через два она оттуда не выходит. А через четыре часа ее находят на другом конце Москвы, с пулей в голове. Ну, есть еще один запасной выход, хозяйственный, во двор соседнего кафе. Ну, зачем же ей выходить через хозяйственный, если она поставила машину у главного? Логика? Игорь Дмитриевич, скажите мне, у вас есть личное огнестрельное оружие? Нет. Хотите обыскать кабинет? Какой смысл? Раз Игорь Дмитриевич говорит нет, значит нет. В конце концов, настоящий убийца давно бы от него избавился. Прошу меня простить, у меня мало времени. Если у вас больше нет вопросов, то... На сегодня вопросов больше нет. До свидания. Прошу. Игорь Дмитриевич, наша подопечная срочно хочет вас видеть. Прислала сообщение. Едем. Вот мой договор по ипотеке. Я прошу прощения, что с опозданием у меня были неотложные дела. Я проверил, там нет никаких запретов на вторичный залог. Я уже подумала, что вы передумали. С чего бы это? Ну, мало ли. Не захотели рисковать, отдавать свою квартиру под залог. Разве у меня есть вариант? Мне это неизвестно. Зато мне известно. Скажите, когда я могу рассчитывать на получение денег? Обычно это пять рабочих дней на рассмотрение комитета банка. В случае одобрения сразу получите СМС-оповещение. Почти будут ждать. Завтра приходите в банк, будем оформлять заявку на кредит. Ровно в десять утра. Пожалуйста, не опаздывайте. Да, да, конечно. Я в этот раз не опоздаю, обещаю. Я надеюсь. До свидания. Подождите, я... Я не мог вас нигде видеть раньше. Не думаю. Принес? А куда бы он делся? Он теперь у нас в руках со всеми потрохами. Интересно. Сколько сейчас может стоить его хата? Да сколько бы она ни стоила. Выкопить залог он не сможет. А через три месяца окажется на улице. Опасная та женщина, Евгения. Да, меня лучше не трогать. Поехали. Да, лейтенант, говори. Товарищ капитан, вы где? Ну, что за детский сад, Веретеньков? Говори по делу. Просто полковник Прохоров требует вас. Срочно. Ну, скажи ему, что ты меня не нашел. Учись, что у тебя нужно. Не вариант. На набережной нашли труп мужчины. Полковник требует срочно на выезд вас. Никого, конечно, во всем управлении, кроме меня, не нашлось. Я только передаю приказ. Молодец ты, Веретеньков. Ну, мог бы сказать, что я занят. Придумал бы что-нибудь. Товарищ капитан, нам все равно не дадут разматывать это дело. Вон что тебя беспокоит, Веретеньков. Да. Дело закрыто. Да? Даже после того, как мы потеряли неопознанный труп? Не совсем так. Труп опознал жених. И у нас есть отпечатки пальцев. Ясно. Никакое начальство не любит висеков. Хорошо. Сбрось мне адрес на набережной. Зимцов. Минуту. А, это вы? Я Зимцов. Я. Что теперь вам нужно? Правду. Только правду. Слушайте, какая правда? Я же... Я же опознал Катю. Что еще? Скажите, насколько вы уверены, что тело, опознанное вами женщиной, принадлежит вашей невесте, Екатерине Савельевой? Подумайте хорошенько и помните об ответственности за дачу ложных показаний. А почему вы спрашиваете? Да или нет? Мне нужен точный ответ. Ну да. Но только она. Но вы же видели фото. Потом мне же было очень тяжело. Вы должны понимать это. Я вас понимаю. То есть я могу решить, что вы опознали тело невесты в стрессовом состоянии и точной уверенности у вас нет? Ну, у вас же есть там отпечатки пальцев или что? Ну, отпечатки это наше дело. А ваше дело опознать труп близкого вам человека. По комплексу и цвету волос. Узнать человека не составляет труда. Я повторяю, мне было тогда очень тяжело. Но если нужно, я готов опознать ее еще раз, если это необходимо. К сожалению, это невозможно. А почему? Спецмашина, на которую перевозили тело, попала в аварию. Так что трупа больше нет, а осталось только не было. Не может быть. Сегодня же жду вас в управлении и напишите заявление в том, что не уверены, что труп, опознанный вам, предлежит вашей невесте Екатерине Савельевой. Так, подождите, вы думаете, что Кать жива? Жду вас сегодня в управлении. КОНЕЦ 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 Юра? Не ждал? Странный вопрос. Да, дурацкий. Не придумала, что сказать. Ну, проходи. А я ведь у тебя в первый раз. Ну, насколько мне известно, в первый. Ну, как ты? Ты о чем? Я про твое увольнение. Ты что, пришла мне пожалеть? Делать мне больше нечего. Ну, тогда зачем? Я про Лидию Сергеевну. Так, Юль, если ты опять со своей ревностью, то лучше сразу уходи. Мне сейчас не до этого. Очень надо мне ревновать. Очень надо мне ревновать. Я про твои слова. Помнишь, ты сказал, что Игорь Дмитриевич, он мог из-за своей ревности Лидию Сергеевну. Ну, что он мог аварию подстроить. Ты что-то узнала? Нет, я ничего не узнала. Только нашу Лидию Сергеевну будто подменили. Даже родная мать ее не узнает. Говори. Мне кажется, не она это. Я хочу знать, сколько еще неприятных неожиданностей меня ждет. Оказывается, у Лидии Сергеевны была бурная личная жизнь, о которой вы даже ничего не знаете. Катенька, поймите нас. Предусмотреть все мы физически не могли. У нас просто не было на это времени. Петр Ильич, подождите меня в коридоре. Я понимаю ваше положение. Вам приходится нелегко. По нашей вине. Я готов удвоить сумму вашего вознаграждения. А вы действительно думаете, что я затеяла этот разговор за денег? Я так не думаю. Ну и на том спасибо. К этой ситуации никто заранее не готовился. Я хочу, чтобы вы понимали. Ради дочери я готов на все. И создать для вас подавающие условия в этой ситуации, это для меня не самое сложное. Ну, я очень на это надеюсь. Что-нибудь еще? Ваша теща. Вы бы обратили на нее внимание? Я знаю. Она хочет денег. Как всегда. А у вас с ней нет проблем? Ну, она очень странно себя ведет. Я с этим разберусь. Получит деньги. Успокоится. Интересно о семье. Не спорь. Вам нужно поговорить с доктором. Мне кажется, не стоит торопиться с операцией. Я думал, вы от нас хотите поскорее избавиться? Хотите честно? Я очень пожалела, что я во все это ввязалась. И каждый день молю Господу Богу, чтобы это поскорее все закончилось. Но это не касается здоровья ребенка. Нам очень повезло с вами. Маркс, Маркс. Маркс, слушай, надо будет кое-куда съездить. Будь на месте. Понял. Здравствуйте, Юлечка. Здравствуйте, Петр Ильич. Как настроение? Нормально. Ездили куда-то? Я с подругой встречалась. Меня Лидия Сергеевна отпустила. А чего вы так волнуетесь? Я ведь просто спросил. Я не волнуюсь. Извините, мне нужно переодеться. Да, да. Не смею вас задерживать. Вы зайдете к Светлане? Да. Сразу. После доктора приду к вам. Я вам очень благодарен. Спасибо. Черт. Не зря эта Вика крутилась вокруг Лиды. Выходит, я ничего не знал о своей жене. У каждой женщины есть свои таймы. Да, конечно. Но у жены от мужа. А ты уже на семье. Не расстраивайтесь. Слушайте, а что вы предлагали следователю обыск устроить, пистолет у меня поискать? Ну, тут проще простого. Лучше идти с открытым забралом. Вы же видели, он сам отказался. А если бы не отказался? И на шубу у меня пистолет? Ну, это же просто смешно. Какой убийца будет держать у себя орудие убийства? Не в этом случае. Зверев может расценить это по-своему. Приношу свои извинения. Но я был уверен. Давайте впредь обходиться без дешевых эффектов. Я вас понял. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Здравствуйте, Татьяна Аслановна. А, зятек. Здравствуйте. Я говорил с еды. Надо же. Я думала, она не решится. И что же вы мне скажете, мой уважаемый родственник? Вам нужны деньги? Сколько? А я еще не решила, мой милый. Сперва я хочу понять, что тут за семейные тайны образовались в мое отсутствие. Какие тайны? А вас бы не удивило, что муж ни разу не обнял, не поцеловал свою жену. И это в то время, как она неотлучно сидит с ребенком, отдает ему все свое сердце. Позвольте нам самим это решать, Татьяна Васильевна. Ой, не надо. Я знаю, что после операции моей внучки вы собирались развестись. Но это ваше дело. Вы всегда были для меня подозрительной парой. В таком случае не вижу смысла помогать вам финансово в дальнейшем. Все наилучшее. А я не помощи вашей прошу, дорогой зятек. Я собираюсь вас шантажировать. Что вы хотели? Вы ничего не говорили Игорю Дмитриевичу о том, что сюда приезжал начальник службы безопасности его, Артем? Я посчитала, что это не мое дело. Это очень правильно. Игорь Дмитриевич сейчас не в том состоянии, чтобы взвалить на себя еще измену жены. Не беспокойтесь, Петр Ильич, я ему ничего не сказала. Честно сказать, личная жизнь Лидии Сергеевны без того доставляет мне слишком много неприятностей. Вы очень порядочный человек. Спасибо вам. А разве Артема уволили не из-за этого? Нет, нет. Я же говорил, Игорь Дмитриевич ничего не знает. И знать не должен. Понимаете меня? Он все еще любит свою жену. Вы должны помнить об этом. А мы сейчас все должны думать только о здоровье нашей маленькой принцессы. Не буду вам больше мешать. Все хорошо? Аппетит хороший. Ну, слава богу. Нам надо набираться сил. Потому что мне скоро будут делать операцию. Ну, это как нам доктор скажет. А ты боишься? Немного. Но если мне не сделают операцию, я умру. Этого не будет. Ты слышишь меня? Ты будешь жить долго-долго и забудешь про свою операцию. А я буду с тобой рядом. Договорились ничего не бояться? Хорошо, мамочка. Договорились. Ну, кушай. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Куда же вы пропали? Я уж думал писать в Марсель, что отказываюсь сопровождать это дело. Ой, я же говорил вам, Дмитрий Мадестович, наследнице предстоит сложная операция. У нее врожденный порог сердца. Мы сейчас все там. Целыми днями. Да. Говорили, конечно. Мои сочувствия маленькой Светлане. Может, нужна какая-то помощь? Спасибо. Но все необходимое делается. Извините нас еще раз. Значит, дело затягивается? Не слишком. Операция дня через два, максимум три. А как быть с главной проблемой? СМЕХ Ну, Лидия Сергеевна человек вполне здравомыслящий. Она сама меня прислала сюда, к вам, чтобы я за нее изменился. Она чувствует себя крайне неловко. Лидия Сергеевна признает, что погорячилась. И, безусловно, отзывает все свои претензии. С трудом верится. Она была так категорична при нашей последней встрече. Она сама к вам придет, и у вас будет возможность лично в этом убедиться. Ну, это было бы неплохо. Я с трудом уговорил нашего французского коллегу не принимать окончательных мер по завещанию. И подождать, как и обещал вам. Моя клиентка будет вам безмерно благодарна. Бросьте, Петр Ильич. Главное – это здоровье девочки. Да-да, разумеется. Хорошо. Жду вас. До встречи. Где он? Какие люди и не в Голливуде, а? Привет, Тополек. Здорово, Максик. Как жизнь молодая? Ходим, крутим ножками в земной шарик. Сам как? Не женился? Ну, ты же знаешь, я жду королеву и дождусь. Хочешь денег побольше скопить, Макс? Дела-то, видать, неплохо идут? Я под хозяином хожу. Человек серьезный, чистый. Все путем. Всем бы такого пожелал. Все под Богом ходим. Да, это точно. Ничего не попишешь. Тополек, я что, приехал? Денег не будет. Сам знаешь, дамы вне разбора – это закон. Ну, болтнула тетенька со скуки. Захотела по-легкому денежку срубить. Глупая. Дело тухлое. Не мой вопрос, Макс. Сам должен понимать. Я в курсе. Так ты передай своему башку. И забудем. Уважение крепче будет. Не мой вопрос, Макс. Я тут пас реально говорю. Пойми, Влад там сильно на бабки погорел. Что ты о нем напечешься так? Влад еще свое заработает, вернув свою денежку. Это само собой. Только ему не денег, жаль, Макс. Сам по сути, как он теперь перед людьми убил? Не солидно как-то. И люди поймут. Ну, будь здоров ты, полек. Бывай. Давай. Так, ну что, голубчик, как он себя делает? Доктор сказал, что моя невеста чувствует себя очень хорошо. Хочу, чтобы вы постепенно увеличили дозу. Здравствуй, милая моя. Как ты? Моя девочка. Осталось совсем немного. Мы уедем с тобой далеко-далеко. На море. На море. Я куплю тебе много новых, шикарных платьев. Ты будешь самой красивой. Обещаю тебе. Вот увидишь. Вот увидишь. Мама. Я тоже не смогла уснуть. Спит моя куколка. Слава Богу, температуры больше нет. Мам, ты меня прости. Я просто, признаться, сейчас немного не в себе. Хорошенькая. Вся в тебя. И совсем не похожа на твоего мужа. Ничегошеньки общего. Прости, я не понимаю, что ты хочешь этим сказать. Все ты прекрасно понимаешь. Светочка же не дочь Пашкова. Верно, моя милая? Мама, как ты можешь? Она же твоя внучка. Тем более теперь, когда она больна. Ну-ну, не строй себя дурочку. При чем здесь болезнь? Ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю. Она вся в твоего Илюшу художника. Игорь-то знает, что растит чужую дочь. Мама, иди к себе. Я не хочу, чтобы ты сидела рядом с моей девочкой. Значит, не знает. Совсем весело становится бабушке. Ну, спокойной всем ночи. Мама, иди кaufка. Иди курица, иди курица, иди курица, иди курица. Он иди курица. Ну, шуток, иди курица. Привет. Что, даже не разденешься? Давай, говори, что вы там намутили по поводу аварии. А ты у хозяина своего спросил? А я привык с тебя спрашивать. И ты всегда соловьем заливался. А раз привык, должен знать, что без корма птичка не поет. И ни у каждого с ладони клюет. Зубов, ты ж меня знаешь. Я сам десять лет на земле опера проработал. Я же все равно узнаю, что мне надо. А хозяину своему бывшему скажу, что это ты мне напел. Как ты думаешь, скажет он тебе спасибо за то, как ты его деньги отрабатываешь? Тём, вот так пугать не надо. В общем, так. Я ничего не видел и ничего не знаю. Знаешь, Зубов, знаешь. Ты же мне сам говорил, что хозяйская машина в кашу. Хозяйка сгорела. А хозяйка жива, здорова. Да, и машина в гараже стоит, как новенькая. Как это понимать? А то, что не было никакой аварии. Не-бы. И что теперь? А ГИБТТшники? Ты же сам говорил, они оформляли аварию. Должен быть протокол столкновения, дело ДТП. Ничего нет. Ни протокола, ни дела, ни аварии. Не было или уничтожили? Тём, я тебе по старой дружбе скажу. Не лезь ты в это дело. Башку тебе открутят. Да, плотно же тебе купили. Как говорится, ничего личного, дружок. Но я тебя ещё потревожу, дружок. Ты уж извини. Зря стараешься. Гиббоны-то всё равно молчать будут, как рыба в гастрономии. А всех перекупить бабла не хватит. А это мы увидим. Я же всё равно узнаю, что мне нужно. И я не я буду, если не узнаю. Дурачок-то, Тёма. Это ж ведь не мои игры. И ты не можешь этого не знать. Да уж понятное дело, что не твой. У тебя на такие игры мозгов не хватит. Ты ведь просто шкура продажная. У нас всё равно, я не могу. Я не могу поверить тебя. Принципcuы. У меня есть свои игры. Ах, что мы попросим. Продолжение следует... Идите спать. Устали, наверное? Я еще все-таки на работе. Я очень надеюсь, что вы передумаете. Девочка очень к вам привязана. Вам этого так хочется? Я даже готова спросить об этом. Странно. Девочка страдать не должна. Мне всегда казалось, что девочка вам только мешает. Никогда не знаешь, что окажется самым главным в своей жизни. Да, слушаю. Катенька, здравствуй, любимая. Кто это? Не узнаешь? Ведь не так много времени прошло. Я на минуту. Как ты нашел этот номер? Ты забыл, что я старый хакер. Есть куча закрытых баз. Закрытых, но не для меня. Не звони мне больше. Теперь, когда я с таким трудом нашел тебя... Ты больше не рыбишь меня, Катенька, да? А что тебе нужно? Я хочу тебя видеть. Ты же моя невеста. Нет, я больше не твоя невеста. Ты меня предал. Я тоже из-за тебя пришлось кое-что пережить. Мин, ты просто ночую до моего дома. Все, не звони мне больше. Спасибо. Сырники-то понравились? Мама ваша прекрасна, как всегда. Но я и в больницу сделала. Может, там Лидочка поест тоже. Спасибо. Операция-то когда? Доктор говорит, что если все будет хорошо, послезавтра. Ну, дай бог. Плохо, когда детки-то болеют. А наша-то намучилась. Ничего, мама ваша. Выдержу. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Кто это там приехал? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Добрый день. Здравствуйте. А вы к кому? Мне нужна литергиевна Пашкова. Здравствуйте. Я Пашков. Добрый день. Капитан Климов, следственного проблем, Ярославль. Ярославль? Да. Не удивляйтесь. Дело привело к вам. И зачем вам моя жена? Видите ли, есть оперативная информация, что в клинике пластической хирургии, в которой недавно была пациентка ваша жена, одновременно скрывалась убийца и воровка Екатерина Савельева. Убийца? При чем тут моя жена? Ну, я думаю, вы все поймете, взглянув на это фото. Не знаете, кто это? Что за ерунда? Ерунда. Ну, это не ерунда. Это Екатерина Савельева. Десять дней назад она исчезла, совершив убийство у своей квартирной хозяйки. И в последний раз она выходила на связь со своим женихом, именно из клиники профессора Панова. В тот момент там находилась ваша жена. Ну, хорошо. И все-таки что вам нужно от моей жены? Ну, как вы понимаете, у меня есть основания с ней поговорить. У вас есть возражения? Разумеется, есть. У нас серьезно больна дочь. Ей предстоит операция. Как вы понимаете, сейчас не время расспрашивать мою супругу о каких-то там убийцах. Не о каких-то, Игорь Дмитриевич. Вы же видели, убийца как две капли воды похожа на вашу жена. Ну, смешно считать этот факт случайным? Как и тот факт, что они оказались в одной клинике в одно и то же время. Неужели вас это не удивляет? Пока что меня это просто раздражает. Моей женой не будет ни с кем говорить, пока дочери не сделают операцию. И, пожалуйста, не пытайтесь найти ее в больнице. Всего наилучшего. Хорошо, но вы же понимаете, что такой наш сегодняшний разговор не может удовлетворить следствие. Мне все равно. Другого разговора не будет. Пока дочери не сделают операцию, моя жена ни с кем не будет говорить. Тогда мне придется вызвать вашу жену повесткой. Даже не пытайтесь. Слушайте, вам же сказали, она сейчас с вами не может говорить. Что вы за человек такой? Проводи его. Хорошо, спасибо. До свидания. Хорошо, что ты дома был, а то бы я даже не знала, что ему и сказать. Вы и без меня его нормально отбрили. Так я же не знала, что Лидочка в этой пластической… Она чисто по-женски не хотела об этом говорить. Пожалуйста, успокойтесь, Мария Семеновна. Спасибо за завтрак. Петр Ильич, немедленно приезжайте. Я сказал, немедленно. Виталий, машину. Мне надо срочно уехать. Что скажете, как она? Давление очень низкое. Такое бывает, когда меняется график введения препаратов. Нужно перевести больную в интенсивную терапию и временно прекратить уколы. Это обязательно? Ну, если вы не хотите, чтобы у нее взорвалось сердце. Я поговорю с главврачом. Где он сейчас? Он уехал на семинар. Проклятье. Значит так, не спешите с переводом, дождемся его возвращения. Не надо паники. В отсутствии главного врача в клинике за состояние пациентов отвечаю я. Но если вы так настаиваете, я требую, чтобы это была отдельная палата. Не могу обещать, в клинике идет ремонт. Он у вас уже целый год идет. Ни тем ни менее. Дурдом. Тут у нас с вами спора не получится. На два слова. Продолжайте уколы. Вы меня поняли? Даже если ее переведут. Я рассчитываю на вас. И это не последнее вознаграждение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 Здравствуйте. Здравствуйте. Ну ладно. Я с вами с вами. Ты хоть заранее сказала. Я не помню. Юля. Хорошо, что я вас встретил. Здравствуйте. Я в палате. Здравствуйте. Здравствуйте, Игорь Дмитриевич. Как девочка? Хорошо. Мы только что вернулись с прогулки, а сейчас у нас второй завтрак. Где Лидия Сергеевна? Игорь? Юля. Лидия Сергеевна немедленно уезжает, у нее срочные дела. Вы идите к девочке, занимайтесь своими делами, выполняйте свои обязанности. Если что, звоните напрямую мне. Хорошо. Спасибо. Собирайтесь. Больше вы сюда не вернетесь. Что? Не будем терять время. Хорошо. Можно я хотя бы попрощаюсь со Светланой? Это совершенно ни к чему. Поторопитесь. Что за чушь? Какой-то следователь из Ярославля. Какая-то убийца. Ничего не знаю. Игорь Дмитриевич приказал, чтобы вы были дома и никуда не уезжали. Ерунда какая-то. Как ты думаешь, что могло случиться? Да я понятия не имею. Может, это из ночного звонка? Какого звонка? Да я ей кто-то звонил, в среди ночи она очень испугалась. Она отключила телефон. Но суть не в этом. Мне просто странно было видеть, как Пашков ее… Размазывала, она ему даже слова в ответ не сказала. Это наша, это Лидия Сергеевна. Она ему рот открыть не давала, а тут стоит, молчит, как овечка. Не она, это Тема. Хорошо, что ты мне позвонила. Будь там осторожна. Спасибо. На связи. Может быть, вы мне скажете наконец-то, что происходит? Алле, где вы? А как это вообще случилось? Что? Как вы могли допустить, чтоб рядом с моей дочерью находилась убийца? Так, да, так. Я не хочу ничего слышать. Немедленно готовьте документы о разводе, она их подписывает. И больше я ее не хочу видеть, ясно? Все. Я не убийца. Это вы следователю расскажете, когда он вас схватит. Я не убийца. А почему мама не идет с нами гулять? У мамы дела, мама уехала с папой. А почему она мне не сказала? Ну, мама очень торопилась. Ты же знаешь, у взрослых бывают очень срочные, очень важные дела. Ну, вы готовы? Погуляй с бабушкой, деточка. Я не хочу гулять без мамы. Я дождусь, когда она приедет. Ну, деточка, а если мама не приедет? Приедет. Ну, я не была бы так уверена. Ненадолго хватило твоих родителей. Надо погулять, Светочка. Надо, надо. Надо же, как я зятька своего напугала. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добрый день. Буманик готова? Да. Пусть она подпишет, перенесите ко мне в кабинет. Хорошо, Игорь Митович. Зачем вы отключили свой телефон? Я не мог дозвониться. Заберите, он мне больше не нужен. Так, вы должны успокоиться. Я сейчас все уложу. Я хочу, чтобы вы сделали все, чтобы я отсюда уехала и больше не видела ни вас, ни вашего хозяина. Держите себя в руках, на нас смотрят. Идемте в дом. Вы меня слышите? Слышу. Идите в дом. Лидочка, здравствуйте. Как там наша принцесса? Не, называйте меня Лидочкой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Через 10 минут, пожалуйста, принесите ей кофе. Поняла. Через 10 минут принесу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот ваш договор о расторжении брака. Подписывайте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне кажется, даже Лидия Сергеевна не могла бы подписаться лучше. Теперь я свободна? Это не я решаю. Но чтобы вы знали, сюда приезжал ваш следователь, искал вас. Но что самое прискорбное, он искал вас, но в облике Лидии Пашковой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Было отчего впасть в панику вашему шефу? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Игорь Дмитриевич просто ничего не знал о том, что вас преследуют следственные органы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А разве теперь меня это должно интересовать? Я подписала все ваши документы. Меня теперь нет в вашей жизни, а вас нет в моей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Напрасно вы так думаете. Эти бумаги – неизбежная формальность. Но наше главное соглашение с вами останется в силе при любых обстоятельствах. Я не дам вам пожертвовать с таким трудом, достигнутым успехом. И не забывайте, что от этого въедливого следователя защитить вас могу только я. Или вы так хотите вернуться к вашему верному жениху? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не замерзла? Нет. Сейчас будем обедать. Не хочу. Светочка, тебе нельзя бегать. Не беги. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вся в мать. Я не соглашусь. Светочка очень мягкая и добрая девочка. Значит, моя дочь для вас недостаточно хороша? Простите. Я просто хотела сказать, что Света не похожа на вашу дочь. На Лидию Сергеевну. Я о нашем разговоре то, что ваша дочь не похожа на саму себя. О каком разговоре? Не было никакого разговора. И уж, во всяком случае, вашего мнения о моей дочери никто не спрашивает. Что с вами, Татьяна Васильевна, я вас не узнаю. Милочка, вчера вы не узнавали свою хозяйку, сегодня вы не узнаете меня. Вам надо к врачу. Это значит, что вы не познаете вер PLA. Вон, на 2w и 3нциями могут быть 친ersю. Я легенда! В общем, теперь приятной проверка! Какая она? Спасибо. Да не за что. Извините, я… Да ничего, бывает. Нет. А вы знаете, я так скучаю по нашей Светочке. Она тоже. Вот бы мне с вами поехать, повидать ее, миленькую. А что вам мешает? Да вроде ничего не мешает, но у вас там и без меня хлопот хватает. Мама вон ваша приехала. Давно ее и не видела. Ну… Приезжайте. Правда, девочка будет только рада. Вот операцию сделаете, Светочка поправится. Обязательно приеду. А вы не плачете больше. Не надо. Все будет хорошо. Хорошо, я постараюсь. Спускайтесь. Вы спускайтесь. Я сегодня вам любимые ваши котлетки из индейки сделала. Спускайте, спускайтесь. Абсурд. Мы не можем ее сейчас удалять, Игорь Дмитриевич. Это неразумно. Следите со своими словами, Петр Ильич. Катя никого не убивала. Я вам слово даю. О чем вы говорите? Ко мне в этот дом приходил следователь. У него на руках факты. Какие? То, что Катя снимала квартиру в доме убитой, а потом исчезла, потому что мы ее увезли. Здесь он оказался только из-за схожести Кати с Лидией Сергеевной. Да. И вот этот факт возбуждает его в первую очередь. А других у него и нет. Да, риск был с самого начала, но он и сейчас остается. Не скрою, нам пришлось кое-что предпринять, чтобы увезти Катю от расследования. И уверяю вас, это были весомые шаги. Но именно благодаря этим шагам у этого следователя сейчас нет никаких бесспорных фактов на руках. Но это стало возможным именно в силу невиновности Кати. Мы прикрыты со всех сторон. Она больше не будет. Изображать мать моей дочери. Вы меня поняли? Тогда боюсь всему конец. Петр Ильич, один вопрос. Слушаю вас. У меня тогда было как-то не до того. Как вы ее нашли? Ну, здесь на втором этаже хозяйская спальня. Тебе туда не надо, я сама справляюсь. А здесь кабинет Игоря Дмитриевича. Поняла. Ага. Ну, вот тут приходись в основном. Ваш салон, вы вольны поступать, как вам за благорассудие. Мне за благорассудиеся, Петр Ильич, я захочется. Ну, не надо здесь устраивать скотный двор. Лидочка, здравствуйте. Вот показываю новой горничной наш дом. Новый? Вы ее уже приняли? Нет. Ну, испытательный срок. Девушка работала в пятизвездочной гостинице в Выборге. Ну, рекомендации я вам показывала. Не помню. Ладно, проверим, на что ты способна. Марья Семеновна, сделайте мне липовый чай? Хорошо, Лидочка. Не, называйте меня Лидочкой. Устроили из дома детскую песочницу. Ну, чего ты рот-то разявила? Что у вас там? Давайте, давайте. Откуда это у вас? Это моя сестра Катя. Это просто невероятно. Значит, наша бывшая горничная Зоя, сестра Катя. Да, Зоя Савельева. Ну, хорошо, пусть так. А что, если она появилась в нашем доме не случайно? Если у нее были какие-то планы, не допускайте этого. Я тоже так подумал. Но потом я убедился, что это была фантастическая случайность. Не верю я в такие случайности. Нам нужно выдержать всего две-три недели. Верните мне бумаги, Петр Ильич. Да, и вот тебе вопрос с ней. Игорь Дмитриевич, я прошу прощения, но мне кажется, было бы лучше, если бы вы сами принесли свои извинения Кате. для пользы дела. Одна-две дежурные фразы. Будет достаточно ваших. И все же. Идите, Петр Ильич. Идите. Проходи, Петр Ильич. Мария Семеновна, можно мне это чего-нибудь? Чаю? Даже не знаю, моя дорогая. А может, на левочке нашей? Вашковской, домашней. Пожалуй. Ася, принеси-ка на левочке. Хорошо, Мария Семеновна. Хорошо, Мария Семеновна, я чего. А убийца-то это, как две капли воды с нашей Лидочкой похожи. Ну, так бывает, Мария Семеновна. Да, так-то оно так, только я вот не видела, чтобы Лидочка наша хоть раз заплакала. Пожалуйста. О, да тут наливают, как я погляжу. Новый год? А ты, парень, не мылься. Мыться не будешь. Вот, когда не за рулем будешь, тогда и посмотрим на твое поведение. А я и так целый день стою, как пришитый. Не знаю, нужен я, нет? Через десять минут поедем. Понял. Спасибо, Мария Семеновна. Значит, тогда кофейку наперсточка? А че это от тебя последнее время духами-то пахнет? Женится, шуль, собрался? Может, и собрался. А вы с Вахой хотели? Нашел свою королеву, да? Может, и нашел. Скажите, пожалуйста, нашел. А мне нравится, когда от мужчины духами пахнет. Да это вонючка в машине. Дезодорант такой. Игорь Дмитриевич приносит вам свои извинения. Он очень сожалеет о возникшем недоразумении. А вы всегда все делаете за вашего господина. Он напортачит, а вы убираете. Вам нравится ваша такая жизнь? Я поступил на работу в этот дом еще к отцу Игоря Дмитриевича, Дмитрию Константиновичу. Он дал мне все. Здесь мой второй дом, моя семья. Во всяком случае, другой у меня нет. Я могу уйти отсюда в любую минуту. Но я обещал Дмитрию Константиновичу, что никогда не покину его сына сам. Что буду всегда рядом с ним, пока он окончательно не встанет на ноги. И уже больше не будет нуждаться в моих советах, в моей помощи. Возможно, эта минута наступит, когда мы покончим с этим делом. Поехали, Екатерина Андреевна. Девочка ждет. Я еще не поела своих любимых котлет из индзейки. Просто сказочно. Сегодня вы превзошли саму себя, Мария Семеновна. Сколько бы я ни старалась, так я никогда не научусь. Так вам и не надо, голубушка моя, пока я жива. Ешьте на здоровье. Так я для Светочки тоже приготовила, если ей, конечно, можно. Угу. Спасибо. Спасибо. Приятного аппетита. Игорь Дмитриевич, котлетку положить? Нет, нет. У меня просто воды. А вы поедете сегодня больше всего? Пока не знаю. За эти два дня нужно разгрести все дела, чтобы в день операции быть свободным. Тебя может не быть? Я буду. Чего бы мне это не стоило. Чего бы мне это не стоило? Чего бы мне это не стоило? Товарищ лейтенант, разрешите? Здравствуйте, Зимцов. Что у вас? У меня ничего. Меня ваш капитан вызывал. Зачем? Подписали какую-то бумагу о том, что я якобы не опознал труп своей невесты. Что я сомневаюсь. Вы что, сомневаетесь? Я? Нет. Но, по-моему, так думает ваш капитан. Погодите. Вы что, хотите изменить свои показания? Я ничего не хочу. Но, по-моему, этого хочет ваш капитан. Не придумывайте. Вы опознали тело гражданки Савельевой, вашей невесты. Можете утверждать это? Да, я могу. Это была Катя. Абонент временно недоступен. Перезвоните с ней. Перезвоним. Взять, перезвоним. Любовь моя. Если вы захотите мне позвонить, купите новую сим-карту. Почему? Вчера ночью мне звонил Кирилл. Ваш жених, Зимцов? А откуда он узнал ваш номер? Ну, то есть, Лидии Сергеевны? Ну, для него это не проблема. Он работал с системным администратором и считается неплохим программистом. Почему вы сразу не сказали о звонке? Я не успела. Что он хотел от вас? Соскучился. Катя, вы не можете ему доверять. Он сотрудничает с полицией. Не исключено, что сегодняшний визит следователя связан с его звонком. Успокойтесь. Если б я ему верила, я бы вам ничего не рассказала. И уже бы меня здесь не было. Новую сим-карту я вам привезу. Да. И после операции Светочки нужно будет искать новую няню. Юля уходит. Я в этом не виновата. Ну, что? Слушай, этот твой клиент совсем с ума сбежал? Он что, хочет сделку сорвать? Ему вообще деньги нужны? Тихо, тихо. Что случилось? Ты знаешь, сколько он запросил? Ну? Трилляма. Ну? Парень рискует. Значит, надо дать ему то, что он просит. Ты в своем уме? Я не смогу. Банк не даст ему ни копейки. При таком-то залоге я бы на месте кредитного комитета даже не задумывалась бы. Убери. Ну что, закончили заявку? Да, собственно, закончили. Ознакомьтесь. Ну что, все в порядке? Да. Мы сегодня же передадим ваши документы в наш кредитный комитет. Вам позвонят. Ну, буду с нетерпением ждать. Всего наилучшего. Всего наилучшего. До свидания. Давай, любимая, возьми трубку. Говори со мной. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Абонент временно недоступен. Черт. О! Евгения, здрасте. А вы что, пришли меня поддержать? Все в норме. Документы у меня приняли. Я знаю. Вы сильно рискуете. Три миллиона вам могут не дать. А повторно подать заявку мы уже не сможем. Ну, вы же сделаете все, что в ваших силах. Ваше вознаграждение растет. Что-то случилось? Вы очень изменились со вчерашнего дня. Ну, а что в этом такого плохого перемена? Это сама жизнь. Вы думаете, люди могут меняться? Давайте так. У меня есть срочное дело в Москве. Когда я вернусь, мы, во-первых, с вами, надеюсь, отметим удачное завершение нашего предприятия. Мы поговорим об этом. Не против? Почему нет? Если будет повод. А повод есть. Вы должны учесть, что вашу квартиру будет осматривать экспертная комиссия. Они должны будут оценить залог. Так пусть приходят. А когда? Я вас предупрежу. Буду признателен. Ну, почему мне кажется, что мы с вами встретились не случайно? Высоко по веткам скачет. И в дубле орешки прячет. Любит и грибы, и шишки. Пышнохвостая малышка. Мамочка! Солнышко мое! Мамочка моя! Вы от нас уходите, Юлечка? Грустно. Да, я решила вернуться к маме в Брянск. Она у меня уже в возрасте, часто болеет. Она скучает, не хочется оставлять ее одну. Значит, ваше решение не связано с увольнением Артема? Почему вы так решили? Ну, теперь я понимаю, что это не так. Мама – это очень важно. Мы часто забываем о своем долге перед нашими престарелыми родителями. А я как узнал, сразу подумал, может, вас кто-то обидел у нас. Нет. Я ни на кого не обижена. Добрый день, Татьяна Васильевна. Все, шепчетесь? Добрый. Петр Ильич, вы человек серьезный, так вы передайте своему боссу, что я не шучу. Простите, о чем вы? А вы просто передайте ему мои слова. Я говорила, что ты приедешь. Ну, конечно, а куда же я денусь? Я говорила, а бабушка сказала… Что? Что бабушка сказала, маленькая ябеда? Ничего. Нам надо поговорить. Пусть с ребенком побудет сестричка. Скоро придет доктор Литвинов. Нужно успеть сделать еще одну эхограмму перед завтрашней операцией. Да. Операция. Я скоро вернусь, солнышко. Не грусти. Простите. Но мы же еще поговорим, да? Лидия Сергеевна, я вам больше не нужен? Нет. Что тебе? И эта дочь разговаривает с матерью. Хорошо, что никто не слышит. Мам, я тебя слушаю. Я говорила с твоим мужем. О чем? Сказала, что родственных чувств к нему не испытываю. И что кое-что знаю, за что ему придется заплатить. Мам, как ты можешь? Я еще не такое могу, девочка моя. Мам, как ты можешь? Редактор субтитров. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но когда с ребятами приехали, тачка уже дымилась. Вся выгорела. А Урал оставался на месте. А куда ей было деваться? Водитель-то сразу сделал ноги. Сбежал. Так точно. Покинул место происшествия. В Урале дверь нараспашку, а в кабине никого. А что, водителя Урала потом так и не нашли? Тот Урал три дня как в угоне оказался. А кого искать-то? А где сейчас обе тачки? Должны быть на штрафстоянке в Дедово. Как положено. В Дедове? В Дедове. Спасибо. Да, не за что. Только нам про это ДТП распространяться не велено. А ты, вроде как, не послушал. Не лады с начальством, что ли? Я осторожный. Не понял. Ну, не верю, что такое ДТП смогут замолчать. Не хочу потом оказаться крайним. Понял. Правильный ты мужик. Ты там только об этом ни слова, как договаривались. Могила. Будь здоров. Счастливого пути. Слушай, инспектор. А кто сообщил об аварии тебе на пост? Если вы первые приехали, а следаки после, то ты же должен был сообщить? Конечно. Должен поступить сигнал. А сколько у вас эти записи хранятся? Иногда по полгода висят. Брат, привет. Передам. Надо найти способ этого соскаря Ярославского усмирить. Я и так делаю все, что могу. Тебе что, деньги больше не нужны, майор? Да что вы все? Деньги, деньги. Я вам, вы мне. Нормальный бизнес. Вчера Артем этот ваш. Сегодня вы. Вы что, сговорились, что ли? Артем опять был у тебя? Что хотел? Что хотел? Про аварию спрашивал. Была, не была. Не верит он, что ее не было. Наоборот, думает, что я, то есть мы вскрыли все данные об аварии. А вы что? Ну, вы же мне платите. А я не привык гадить там, где питаюсь. И на том спасибо. Слушайте, вам надо что-то с ним делать. Это что вы мне сейчас предлагаете? Я не мыслитель. Я исполнитель. Я и так сделал для вас немало. Если бы вы не стали трепать языком, и не ляпнули ему сначала, что авария была, он бы не стал сейчас так рыть землю. Извините, это не моя промашка. Кто же знал, что он не в курсе? Всегда вроде ваш был. А тут вдруг вывернулся наизнанку. Ладно, с ним мы разберемся. А вы разбирайтесь с Ярославлем. Чтобы этого следака близко не было, возле Пашкова и его жены. У него что, начальства нет? Да есть, начальство, есть. Ладно, порешаем. Решайте. И держите меня в курсе, если Артем снова засветится. Вы сами его не упустите. Поехали. Куда ты опять спешишь? Мне на дачу надо. Что-то ты в последнее время зачистил на свою дачу. Матушка покоя не дает. Цветы гоняет поливать. Цветы, цветочки. Возьмешь Артема на себя. Не чересчур? Если он что-то накопает, всем будет плохо. Вот пусть Игорь Дмитриевич сам решает. Решать будем мы. Он сейчас ни на что не способен. Поехали. Кто там еще? Ты что ли? Здравствуйте. А вы леди Середина Пашкова? Нет ее. А тебе что надо? У меня предложение по косметическим линиям. Вот. Был в салоне мадам Пашкова. Сказали, что ее там нету не будет. Дали адрес, телефон. Ну, телефон такие вопросы не решаются. Вы женщины понимаете. В больнице она. Дочка у нее болеет. Завтра операция. Эй, как же. А где? И не думай. Вот выйдет из больницы, тогда и предлагай свою косметику. Да, вы правы, конечно. Скорейшего выздоровления. До свидания. Вас Прохоров обыскался. Насчет трупа на набережной? Скажи, что я жду заключения экспертизы. Вы мне не доверяете? Да брось, Велетейников. У меня и так голова круга. Что это? Приходил Кирилл Земцов. Оттверждаю, что труп, представленный мне для познания, принадлежит моей невесте Савелье, Савелье, Екатерине Андреевне. А не рано мы его свидетелей запрестали, а? Мысленный соучастник. Не может, вы подельницу выгодно представить нам, как почившие в бозе? Что-то мне не нравится это. Полковник Прохоров дал два дня, чтобы закрыть дело. Или представить неопровержимые доказательства, что Савельева жива. Два дня. Скажи им, что я заболел. Тогда у вас не будет этих двух дней. Велетенников, что с тобой? Я не понимаю, что заставило такую простую, хорошую, всеми любимую домработницу затеять такую хитроумную, многоходовую аферу. Богатство сестры. Одной сестре повезло, вышла замуж за богатого, а вторая мыт полы в таком же доме, в котором живет сестра. На тебе, будь здоров. А почему вы не верите, что Савельева мертва? Если бы труп не был уничтожен перед самой передачей нам, я бы тоже в это поверил. Но кто-то, показав труп, тут же его уничтожил. Грубо, но эффективно. Зубов? Ты о нем совсем забыл. Да не забыл я. Закрытая информация. Нужна санкция от отдела собственной безопасности. А пока особенных оснований нет. Два дня. Будешь крутить Зимцова. Что-то с ним не так. Ну, ответь. Ну, ответь, пожалуйста. Ну, что ж такое? Да что ты будешь делать? Ну, засыпай, моя девочка. А я посижу с тобой. Тебе надо отдохнуть. Потому что завтра операция. Ну, ты же не боишься? Немножко. Ну, немножко и я боюсь. Это не стыдно. Мы же с тобой девочки. Неправда. Ты моя мама. Ну, а разве плохо, когда мама девочка? Очень хорошо. Ты же тоже была маленькая, как я. И выросла в маму. И ты вырастешь. И будешь самой доброй, самой умной, самой красивой и самой счастливой. Теперь поворачивайся на правый пачок и засыпай. Мам! Мам! Ну, Зоя, как тебе не стыдно? Она меня ненавидит. Ведь вы же сестры. Вы должны любить друг друга, играть дружно. Ну, не обижай Катюшу. Вонючка. Субтитры создавал DimaTorzok. Ты мальчик или девочка? Ты мальчик или девочка? Мальчик или девочка? Ты мальчик или девочка? Успокоились! Держи ее! Держи! Успокоились! Прекратили драку! Успокоились! Ну-ка, тихо! Держи ноги! Ноги держи! Давай вперед! Я так больше не могу. Она там, на свободе, а я здесь. Помоги мне выйти отсюда. Это все из-за нее. Я буду тебя любить. Только тебе. Я ведь тебе нравлюсь, Боренька? Я тебе нравлюсь? Это что, заложенную тачку в залог, да? Так, на разговоры нет времени. Ты берешь или нет? А зачем тебе деньги так срочно понадобились? Очень интересно. Очень. Мне в Москву надо позарезать. Нужна машина на ходу. Хочу в аренду взять. Могу под проценты взять. Хочешь? Я из Москвы вернусь, мне денег целый вагон будет. Понятно. Ну, а на электричке прокатиться не вариант? Да пошел вон. Ну, удачи! Алло, да, Женечка, здравствуйте. Оценочная комиссия? Когда? Сегодня? Хорошо, буду дома. Ждите меня внизу, я вас сейчас отвезу. До свидания. До свидания. До свидания. Ты едешь? Я сейчас товарищей отвезу и заеду за тобой. Зачем? Я же на машине. Хорошо. Я в банке. Хорошо, я уже тоже еду. Всего доброго, Кирилл Сергеевич. До свидания. Пока. Счастливо. Ну, как, они не разочарованы? Они не объявляют сразу же своих решений. Ну, я надеюсь, вы их убедите, если они не подводят цену? Ну, я не жду неожиданностей. До свидания. Не торопитесь. Останьтесь. У меня есть бутылка вина. Вы хотите залить какое-то горе? Я не знала, что вы алкоголик. Ну, алкоголь здесь ни при чем. Эта бутылка полна надежд и утешения. А я не нуждаюсь в утешениях. Не верите. Все нуждаются. Послушайте, я понимаю, что вы обожглись со своей невестой. Но я не готова устраивать поминки вместе с вами по вашей семейной жизни. Да у меня нет никакой невесты. Никогда не было. Я в моем ли положении жениться? Знаете, мне до этого нет никакого дела до тебя. Ну, успеши. Ну? Ты же хочешь остаться? Вот как? Ну что, такой знаток женщин? Ну, просто не уходи. Выкинь из головы всю эту пошлую чушь и просто останься. Ой, пусть нашей девочке поможет Бог. Спасибо, мамаша. Ждите нас с хорошими новостями. Ну, доброго пути. Это еще кто? Евгений Александрович. Уже вернулся? Уезжайте вперед, я подъеду. Вы уверены, что я вам не понадоблюсь? Да. И передайте, что обязательно буду. Здравствуйте, Евгений Александрович. С возвращением. Приветствую. Как Наташа? Наташа пришла в себя. Спасибо. Я ничего не буду. А вы? А мне, если можно, чайку с сахаром. С лимоном? С лимоном и с сахаром. Понятно. Ася, слышала? Слышала, Марис Михайловна. Я рад, что ситуация с Наташей изменилась к лучшему. Она еще очень слаба. Врачи занимаются. Говорят, динамика положительная. Иначе бы я ее не оставил. К черту посидела. Вам удалось с ней поговорить? Нет. Она еще не может говорить. Игорь, я хотел бы поговорить с твоей женой. С Лидой? Да, это крайне важно. Ну, она сейчас в больнице. Сегодня в Свете делают операцию, и я тоже собирался в это. Прости. Совсем вылетел из головы. Да. Дети, дети. Ну, хорошо. А что еще случилось-то? Игорь, ты знаешь, как я к тебе отношусь. И как я дорожу нашими дружескими, деловыми отношениями. Ты для меня почти как сын. Евгений Александрович, поверьте, вы для меня тоже очень близкий человек. Игорь, ты должен мне помочь. Я готов. Только скажите. Дело в том, что последний с Наташей говорила твоя жена. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Лида? Так точно, Лидия Сергеевна. Мы наконец-то получили распечатки телефонных звонков. Кстати, это было не так уж просто. Ваша супруга звонила Наталье Евгеньевне перед вашей встречей в офисе и сразу после. То есть, непосредственно перед самым покушением. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА А где папа? Он скоро приедет, детка. Мог бы быть уже здесь. Прекрати немедленно. Если бы ему делали операцию на сердце, обнаружилось бы, что у него его просто нет. Мама! Ну, где наш маленький герой? Где вы ее прячете? Вот он наш. Доброе утро. Доброе утро, Святослав Николаевич. Здравствуйте, дядя Слава. Ну, все хорошо? Мы уже ждем. Ты готова, Светочка? Покажем этой противной болезни, кто сильнее. Мама! Что, солнышко? Я боюсь. Ну, что ты, детка? Можно нам немножко пошептаться? Разумеется. Секретничество, сколько вам будет угодно. Ну, пошли, пошли на выход. Благодарю вас, милая барышня. Пожалуйста. Все здоровье. Мы слушаем вас, слушаем. Ну… Я… Я просто точно не знаю, что сказать. Это как-то… Все довольно неожиданно. Хотя, может быть, они говорили о покупке ледяного салона. Помните, я вам говорил? Вот. Вы же в курсе? Я во всем случае не могу больше предположить, о чем мне могли говорить. Поэтому мы и хотим поговорить с вашей супругой. Простите. Вы что, хотите это сделать прямо сейчас? Да нет, конечно. Я не хочу, чтобы выглядело это так уж чрезвычайно. Лида должна быть и без нас на грани. Мы подождем. Игорь, от всего сердца желаю, чтобы операция прошла успешно. Спасибо. Держитесь. Вам тоже, Евгений Александрович. Терпение. Спасибо. Ну, до вечера. До вечера? Вечером Дьяков дает прием. Мы с тобой должны быть там. Забыли? Да, честно говоря, вообще из головы унесело. Я понимаю, что для вас людей это совершенно не кстати. Но дело на безделие не меняется. Если у нее будут силы, приходите вместе. Просто развеется. Захочет, расскажет о звонках к Наталье. Я пока настаивать не буду. Поговорим попозже? Честно говоря, не думаю, что это должен быть какой-то особенный разговор. Ну, давайте мы вечером, если приедем, поговорите с ней сами. Ну, вот и все, главное. Мы поехали. Я вас прошу. Не ломай девочку. У тебя впереди долгая счастливая жизнь. Скоро придет Новый год. Елочка, Дед Мороз и Снегурочка будут дарить тебе подарки. Но для этого тебе понадобится много сил и крепкое здоровье. Нельзя бояться того, что дальше поможет тебе жить. Ты только закроешь глазки, поспишь, откроешь, увидишь меня с папой и скажешь, привет, а я видела вас во сне. Договорились? Да. И ты больше никогда в жизни не будешь болеть. У тебя будет много друзей. Ты будешь с ними играть, прыгать. Будешь делать все, что ты захочешь. И спать на левом боку? На каком захочешь. Хорошо? Ну, что, посекретничали дамы? Да. Мы готовы. Правда, солнышко? Ну, вот и прекрасно. До вечера. До вечера. Да. Да, кстати, Наталья Евгеньевна, даже если бы могла говорить, не смогла бы назвать стрелявшего. Почему вы так думаете? Конечно. Он же стрелял сзади. Она же не могла его видеть. А почему вы так уверены, что Наташа точно знала того, кто в нее стрелял? Интуиция, Илья Ильич, всего наилучшего. Машину вынимай. Сами поесть. Сам. Я здесь до конца. Но тебя, Артем, не забудь. Да помню я. Будем на связи. Я успею вечером за город смотаться. Опять маминой цветочки поливаете? Мамой цветой. Давно бы уже перевез цветочки в город. Ага. Вот только построй он жерейку себе в нашей с мамой двушке от ваших щедрот. Ну, не прибедняйся. Я и так не знаю, за что я тебе плачу. Сам не знаю. Ладно, на звонке. А с хозяином теперь что? Ты о чем? Дела у него, похоже, совсем не важно. Зверев со следователем уже не зря приехали. А это не твое дело, понял? Ты тут вообще ни при чем. Сейчас главное – здоровье девочки. Все остальное – шелуха, ясно? Ясно, ясно. Артём. Доброе утро. Где Игорь? Не стоит так волноваться. Игорь Дмитриевич задерживается. Здравствуй, гельчонок. Здравствуйте. Выглядишь молодцом. Мы все гордимся тобой. А у папы дела? Он не приехал? Он приедет, солнышко. Обязательно приедет. Ты же знаешь, как папа тебя сильно любит? Ты помнишь, о чем мы с тобой договаривались? Помню. Петр Ильич. Здравствуйте. Ну, поехали, поехали. Имейте в виду, если Пашков не приедет до конца операция… Успокойтесь. У Игоря Дмитриевича действительно очень серьезные проблемы. Иначе он уже был бы здесь, поверьте. Так он не приедет? Я не знаю. Ты кофе нашла? Эй. Считайте, что это была моя инициатива. А лучше считайте, что ничего не было. Дальше вам нельзя. Я с тобой. Ты не моя мама. Так и будешь здесь сидеть? Какой смысл? Ты, если хочешь, можешь идти к себе. Я сама знаю, что мне делать. Мам, только не начинай сейчас, ладно? А этому что здесь надо? Ходит и ходит. На нервы действует. Папочку, что ли, заменяет? Литвинов, хороший хирург. Не беспокойтесь. Здрасьте. А, вот и сам папочка. Здрасьте. Извини. Давно начали? Почти час. Хорошо, что ваши домработницы сюда не привезли. Была бы полная картина вселенской склады. Мама! Не надо. Все хорошо. Петр Ильич, вы тоже можете идти, но после операции вам не будет нужна. Если позволите, я побуду здесь. Как хотите. Да, а вы кто? Я бы хотел поговорить с вами по поводу аварии, которого вы видели 15 ноября. Это ведь вы позвонили в пост, либо людей сообщили о столкновении иномарки и грузовика. Да. Но я звонил в МЧС. Да, вас просто переключили на ближайший пост. Скажите, вы случайно не останавливались возле этой разбитой машины? Ну, чтобы попытаться оказать помощь, либо ради любопытства? Зачем? Я сделал свое дело, я поступил как нормальный гражданин. Ну, да, конечно. Ну, и там возле той машины был какой-то мужчина. Водитель грузовика? Ну, да. А кто же еще? А вы случайно не запомнили его, как он выглядел? Нет. Когда я проезжал, он наклонился. Вероятно, хотел помочь водителю разбитой машины. В лица я его не видел. Было темно. Я промчался мимо них за полсекунды. А потом, после меня, там остановилась какая-то машина. По-моему, седан. Какая машина? Марка? Ну, кажется, серая. Лада Гранта. Лада Гранта. Скажите, а к вам не приезжал следователь, ну, там, побеседовать, расспросить? Вы ведь единственный свидетель случившегося. А разве вы не… Нет, я не следователь. За рулем этой машины была женщина, которую я любил. Спасибо вам. До свидания. Извините меня. Я сделал все, что мог. Я сделал все, что я сделал. ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 Извините, а как… Ну, какая-то странная… Да нет. Она просто занята своим делом. Ну, у нее какое-то лицо странное, ты не заметил. Я просто хотела спросить, все ли в порядке. Она прошла, ничего не сказала. Успокойся, сядь. Сядь. Сейчас нужно только ждать. Успокойся. Юль, принесите что-нибудь. Кофе? Нет, Юль, не надо ничего, спасибо. Идите к себе, вас позовут. Ой, бедная моя девочка. Ох… Не помешал? Вы? Вам что, нечем заняться, Петр Ильич? Вам кажется, мое присутствие здесь неуместно? Неужели вас настолько волнует судьба моей внучки? Вы даже не представляете себе, насколько. Бросьте, чужих детей не любят. Только делают вид. Или имеют какие-то виды. Ну, не спорю. Игорь Дмитриевич очень хочет, чтобы вы уехали. Так, это он поручил вам мне это передать? Нет, это исключительно моя инициатива. Опять врете. Разве у сторожевых псов бывает инициатива? У псов не бывает. Вы ничуть не лучше. Мой зять подослал вас. Надо же, допекла я его. Он же мог просто перестать платить за мою комнату, меня бы вышвырнули отсюда. Но нет, он подослал вас. Слабак. Ну, и сколько я получу, если немедленно соберу чемодан и утром уберусь с Шереметьева? А сколько бы вы хотели? Ну, я женщина одинокая. Мне много не надо. Миллионов десять-пятнадцать на старость. Ну, это не очень разумно, многоуважаемая Татьяна Васильевна. Ну вот, мы все и выяснили. Я думаю, вы передадите хозяину содержание нашего разговора. А заодно и передайте ему, что размер этого содержания я не обсуждаю. Вы намерены шантажировать Игоря Дмитриевича? Но в таком случае я вынужден вас огорчить. Ну, огорчите меня, Петр Ильич. Игорь Дмитриевич знает, что Светлана не его дочь. В самом деле. Представьте себе. Надо же. А еще после того, как Светлану выпишут, Игорь Дмитриевич и Лидия Сергеевна планируют развестись. Я никуда не уеду. Так и передайте своему хозяину. Ни-ку-да. Хорошего нам всем дня. Игорь Дмитрий. Игорь Дмитрий. Игорь Дмитрий. Поехали. Ну, что, молчат? Пока да. Ну, значит, все идет, как надо. Я буду у себя. Зайдешь ко мне, если понадоблюсь? Хорошо. Не буду вам мешать. Как у вас с ней? Мне кажется, ей просто не хватает любви в жизни. И, видимо, она ждала ее от своей дочери. И не дождалась. Что-то у них не сложилось. Вы что думаете, что она могла бы быть другой, если бы в ее жизни была любовь? Конечно. Любовь меняет людей. Когда тебя любят, ты начинаешь любить в ответ. Да? А вот Света вас любит просто так. Я вообще никогда не видел ее такой радостной, веселой, счастливой. Но я могу понять. Она вас любит, потому что вы ее любите. Но ваши-то чувства к ней откуда не понимают. Ну, здесь все просто. Она, как и любой ребенок, просто любит свою мать. Но вы-то не ее мать. Или вы настолько добросовестно отрабатываете свой контракт? На данный момент я ее мать. А по договору или нет, это не важно. Я пойду схожу к Татьяне Васильевне, а то она, мне кажется, у меня немножко преревновала. И для всех может плохо кончится. Кать, будьте осторожны. Лида никогда не была так близка с матерью. Это я уже поняла. Можно? Что там? Оперирует. Твой муж что, уехал? Нет, он здесь. А как же бизнес? Из-за операции он отменил все дела. Не ожидала от него. А для меня ничего удивительного. Он не представляет своей жизни без дочери. Без твоей дочери. Твоей. Мама, я тебя очень прошу, не начинай, ладно? Да брось. Твой муж, оказывается, и без меня уже все знает. Да, не каждый способен любить чужого ребенка, как своего. Так что тебе опять повезло, девочка моя. Откуда ты знаешь? Секреты – часть нашей жизни, но они имеют свойство раскрываться. Не могут не раскрыться. Ты так странно говоришь обо всем этом. Ты была несчастна с папой? Твой папа любил меня до безумия. Он был убил за меня. И этой своей любовью сделал меня самой несчастной женщиной на свете. Так бывает. По-моему, мы с тобой об этом не говорили никогда. И сейчас было ни к чему. Что было, то прошло. Все-таки ты не перестаешь меня удивлять. Или ты такой хитрый способ избавиться от меня? Так что передай своему мужу, что я от своего не отступлюсь. Иногда семейные тайны стоят больших денег. Вряд ли он захочет, чтобы правда его дочери вышла за порог его роскошного дома. А что в этом такого? Ну, если вовремя объявить, то ничего. А если молчать, то значит, не так все просто. И меня это устраивает. Зачем тебе все это нужно? Неужели только из-за денег? Представь себе. Когда вы разбежитесь, ты свое сможешь урвать. А на меня будет всем глубоко наплевать. Так что я думаю о будущем, насколько могу. Пригласите, пожалуйста, старшую медсестру. Может, кого-нибудь из администрации? И с администрацией поговорим, и с вами поговорим, если надо будет. Позже. Сейчас старшую медсестру позовите, пожалуйста. Они обычно в курсе всего. Да, Артем. Операция идет уже час. Все здесь. И Кулагин, и Пашков. Лидия все на нервах. Знаешь, мне даже вдруг стало ее жалко. Да, Юленька, я тоже болею за девочек. Ладно, а об остальном поговорим потом. Субтитры подогнал «Симон» Добрый день, господин председатель. А у вас приемные часы? Свободен. Всего хорошего. Я поговорил с вашей тещей, Игорь Дмитриевич. С телефона Лиды звонили Наташе Звериеву непосредственно перед покушением. Телефон Лиды был у вас. Да. Зачем вы ей звонили? Я хотел создать видимость того, что Ведя Сергеевна жива. Согласитесь, это было бы не лишним. Я просто набрал номер и молчал в трубку. Но в таком случае для Наташи этот звонок был все равно, что анонимным. Какой смысл? Усчитывая ваши отношения с Натальей Евгеньевой, это было бы вполне понятно. Звонок ревнивой женщины нередко бывает анонимным. Только не от Лиды. Наташа слишком хорошо знала ее характер. Но сейчас это уже не важно. Странно, что вы не нашли другого способа. Лучше было бы позвонить Артему? Не наглейте. Прошу прощения. Вы должны были мне сказать. Если бы не это покушение, я бы так и сделал. Оно все изменило. Сейчас любой невинный звонок может выглядеть, как серьезная улика. Меня уже раз спрашивал следователь об этих звонках. Тот, которого нанял Зверев. Я ляпнул сходу, что звонки связаны с купли-продажи салон. Это очень разумно. Поговорим с Катей, она сделает все, как надо. Я сам это сделаю. Хорошо, как скажете. Свободны. Простите. Вы свободны. Садись. Спасибо. Спасибо. Говори. Наш Артем нашел его. Он все на мобилы снимает. Говорил же, давайте этот дурацкий Урал заныкаем куда-нибудь. Ну, что ж, пусть теперь наш умник сам все разгребает. Типа, бросься Артема. Не понял, он так все раскопает. Теперь это проблема, Игорь Дмитриевич. Сами разберутся. Ну, хорошо, а мне что делать? Ты же хотел ехать на даче цветочек поливать? Ну, типа. Ну, так делай, что говорят. Отвезешь меня и свободен. Ну, везунчик, живи пока. Значит, Пашковых у вас тут полный комплект. И мам с папой, и бабушка, и семейный адвокат. И няня. Ее, кстати, видел, кажется. Светленькая такая, да? Да-да, она, Юлечка. С Лидией Сергеевной вам сейчас, я считаю, вряд ли удастся поговорить. А вот ее я, возможно, могу позвать вам. Не о нем. Ну, к сожалению, я больше ничем не смогу вам помочь. Вы же понимаете, что это не совсем этично. В такой день беспокоит людей. Ну, да. Совсем, конечно, не этично. Вот я рада, что вы меня поняли. А во сколько закончилась операция? Вот вопрос не ко мне, это к хирургу. Ага. Потом операция только началась. А бабушка, это мать Игоря Дмитриевича Пашкова? Нет. Татьяна Васильевна, она мать Лидии Пашковой. Она приехала из Питера, живет у нас. А можете ее позвать? Ну, ненадолго, минут на десять. Серафим Загарин, ну, чего спрашиваю. Придумайте, как-нибудь. Ну, я сейчас узнаю у девочек. Возможно, она у себя в комнате или на прогулке в парке. Катя! Спасибо. Только я предупреждаю, у нее характер. Ну, характер. Характер это замечательно. Катя, пойдем. Принес, мой родной. Что тут у нас? Посмотрим. Какой-то старушечный гардероб. Ну, ничего. Все купим. Все купим. Так, обед уже начался. Нам нужно тогда торопиться. Нужно торопиться. Уходите. Ты должен успеть вернуться. Потому что никто не заметил твоего отсутствия. Нужно торопиться. Все. Товарищ, к вам. Здравствуйте, Татьяна Васильевна. Здравствуйте. Ну, не буду вам мешать. Спасибо. В чем дело? Вы кто? Капитан Климов. Ярославское следственное управление. Ярославское? Вы что, из Ярославля? Так точно. И что вам от меня надо? Хочу предупредить, я не люблю вашего брата. Ну, брата у меня нет, а ищу я вот эту женщину. Она тоже из Ярославля, вы можете ее знать. Кто это? Савельева Екатерина Андреевна. Она вам знакома? Что с вами? Позвать сестру? Может, присядьте. Ничего не надо. Я ее не знаю. Я почему-то так и не думаю, Татьяна Васильевна. Взгляните еще раз. Сережа, ты слышишь? Ты слышишь, она плачет. Она зовет меня. Ну, почему ты не слышишь? Данечка, родная, тебе показалось. Лидочка спит. Сейчас тебе сделают укол, и ты тоже уснем. Я не хочу спать, Сережа. Я хочу, чтобы мне принесли мою девочку, мою Лидочку. Господи, ну почему ты не слышишь, как она плачет? Я слышу, слышу, Татьюшка, слышу. Ты видел, ты видел, какая она крошка? Ее ведь нельзя оставлять надолго без мамы. Ты попроси врача, пусть мне ее принесут. Сейчас. Они тебя послушают. Сережа, ну пусть мне ее принесут. Но она ведь плачет! Татьяна Васильевна, вам плохо? Милая моя хорошая, пожалуйста, мне нужно срочно отсюда уехать. Вы можете вызвать меня такси? Это возможно? Я вас очень прошу. Да-да-да, конечно-конечно. Сейчас мы вызовем вам машину. Не переживайте, не переживайте. Татьяна Васильевна, миленькая, с вами все в порядке? Со мной все хорошо. Мне просто срочно нужно отсюда уехать. Хорошо, я сейчас позову Лидию Сергеевну. Нет-нет, никого не надо звать. Я ей потом сама позвоню. Мне просто сейчас нужно собраться. Хорошо, я вам помогу. Да, спасибо, моя хорошая. Спасибо. Не переживайте. Моя мама. Катя, слышите меня? Угу. Что с вами? Мне кажется, Светочка на меня обиделась. Она так смотрела, когда ее повезли в операционную. Не обращайте внимания. Она ребенка. Болеющие дети быстро взрослеют. После операции, когда все будет позади, она поймет, что вы всегда желали ей только добра. Лиду. Лиду. Или вас. Даже знать не важно. Она очень любит. Мне кажется, что для каждого ребенка мама должна обладать набором самых прекрасных качеств. И ни один ребенок не простит, если мама причиняет ему боль. А, вы здесь? Ну, а где же нам еще быть? Ну, и напрасно вы так волновались. Она у вас просто молодец. Помогала мне, как могла. Когда она выйдет из наркоза, можете сказать ей об этом. Значит, все хорошо? Все хорошо. Теперь у вашей дочери будет здоровенькой и очень трудолюбивое сердце. Можете не сомневаться. Два-три месяца реабилитации и можете отдавать свою дочь в любую спортивную секцию. Спасибо, Святослав Николаевич. Не волнуйтесь за меня, Юленька. Теперь самолеты в Петербург летают каждые полчаса. Да, я знаю. Счастливо вам. Вы простите меня за все. Напрасно я обижала вас. Ну, что вы, не думайте об этом. До свидания. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Хотите со мной поговорить? А вы будете? Вы же по поводу моей хозяйки, Лидии Сергеевны. Откуда вы знаете? Может быть, потому что я вас тоже ждала. Знала, что вы рано или поздно появитесь. Даже так? Интересно. Где вы хотите говорить? Я ничего здесь не знаю. Говорите вы куда идти? Пойдемте ко мне в комнату. Теперь она будет спать до утра. Мои анестезиологи будут наблюдать ее, пока она не проснется. Да, я... Я буду здесь. Как хотите. Но сейчас это вовсе не обязательно. Вам тоже нужно отдохнуть после такого напряжения. Спасибо, Святослав Николаевич. Знаете, мы с Лидой действительно, наверное, отъедем часами три-четыре. Мой партнер пригласил нас на прием. Прекрасно. Вам нужно немного развеяться. Вы хоть родители, но еще очень молодые люди. Поезжайте. Я настаиваю. Не беспокойтесь, я побуду с девочкой. Ну, пойдемте. Ну, я не знаю. Милая, выйдем на минуту? Вы мне извините, но я не поеду. Ну, а потом, зачем я вам там? Как вам объяснить? Этого требует протокол. Я должен быть с супругой. А... К тому же, у меня к вам две просьбы. Вы должны будете подтвердить, что звонили дочери моего компаньона. Разумеется, от лица Лидии. А зачем я ей звонила? Вам только надо будет подтвердить, что вы звонили, и говори о предстоящей сделке только всего. Наталья такой зовут. Покупает салон Лидии Сергеевны. Все детали я расскажу вам по дороге. Поверьте. Для меня это важно. А вторая просьба? Я просто хочу, чтобы вы немного отдохнули. Диеков мой компаньон. У нас готовится большой контракт. Он устраивает прием в честь этого события. Ничего применительного, поверьте. Ну, я даже не знаю, как я смогу отдыхать, когда Светлана здесь. Лида бы просто сказала, что ей нечего надеть. Няня будет работать на нас, так что скоро я получу отпечатки пальцев Лидии Пашковой. Но это ведь не законно, товарищ капитан. Это называется негласное снятие отпечатков, лейтенант. Если мои опасения подтвердятся, мы сможем выжать Пашкову и официально взять у нее отпечатки. Там она уже не отвертится. Катя Савельева жива в этом, я уверен. А вот куда подевалась Пашкова, это вопрос-вопрос. Вы думаете, от нее избавились? Страшно даже подумать. Но, похоже, пахнет крупным сговором, которого влечены и Пашков, и адвокат Кулагин. Помнишь, как он вступился за Пашковым в клинике пластической хирургии. Так что становится жарко, лейтенант. Как там Зимцов? У него какие-то проблемы. Целый день мечется по городу, сейчас в банке. Я поднял тут его финансовые дела. У него все заложено. И квартира, и машина. Квартиру он пытается заложить заново, под новый кредит. Думаешь, собирается рвать когти? Интересная информация. Кстати, могу тебя порадовать. Мать Лидии Пашковой опознала Екатерину Савельеву. Пока не официально и без подробностей. Но она знала, что на фотографии, которую показала не Лидия Пашкова. Это точно. Значит, они все-таки сестры с Катей Савельевой? Похоже, что в детстве их развела судьба. Вы возвращаетесь? Да. Увидимся в управлении. Принято. ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 Понимаю, ты удивлена? Да уж. Настолько, что едва узнала. Обидно. Вот я рад тебя видеть. Бордовая Роза? Розу узнал. Значит, все помнишь. Что с тобой случилось, Кирюш? Прости, а ты не пригласишь меня к себе? Или дочь снова устроит скандал? Моя дочь давно живет отдельно. Она выросла. Видишь, сколько времени прошло? Да. Совсем не изменилось. Судя по твоему сомнительному комплименту, у тебя проблемы? Да, я не хотел на тебя все это перекладывать, но в последнее время выяснилось, что у меня так уж и много хороших друзей. А мы теперь друзья. Ладно, Дмитрий, если ты против, я могу уйти. Холодно. Виталий, через час быть готов. Понял. Ну, и правильно, что решили пойти погулять. Да. Добрый день, Мария Семеновна. Ага. Мама, Маша, поможете Лидочке? А как же, у меня твой костюм тоже готов. Отлично. Да, это был следователь из Ярославля. Он хочет, чтобы я добыла ему какой-нибудь предмет с отпечатками Лидии. Но это ведь не сложно сделать, верно? Если наши подозрения верны, это поможет все разрешить. Мне страшно, Артем. Вдруг-то, правда, не Лидия Сергеевна, а кто-то другой. Это нужно узнать точно. Ты хоть понимаешь, как это важно? Сделай все, как просит следователь. А если это все-таки Лидия? Не думай об этом. Просто сделай все, как просит следователь. Я знаю, ты сразу же вернешься к ней. Нет, Юль. Уже не вернусь. Хотя, что я спрашиваю, мне все равно. Ладно, позвони, когда появится новая информация. И помни, будь осторожна. Школа Хагина. Да, я поняла. Пока. Петр Ильич? Да, я вернулся. Переживаю за нашу девочку. Как прошла операция? С ней все хорошо. Станислав Николаевич очень доволен. Она спит. Игорь Дмитриевич с Лидией Сергеевной уехали. Да, я в курсе. А вы, значит, остались на посту? Да, мне нужно к девочке. Меня сейчас к ней не пустят? Нет. Поехали к хозяину. Вы обещали отпустить. Успеешь к своим цветочкам. Какое платье вы сегодня наденете? Выбирайте. Это не нравится. Это? Вы уверены? Уверена. Ну, пойдемте. Пойдемте. Может, теперь ты скажешь, зачем пришел? Не для того же, чтобы меня согреть. Почему бы нет? Говори, я тебя насквозь вижу. Ты не поверишь, но я пришел остаться. Ну, вот как. Это ты сейчас придумал? Пожалуйста. Смени то. Но ты же тоже не хочешь ссориться. Ты зачем пришел, Зимцов? Просто потому, что мне нужна помощь. Сейчас мне нужна машина. Мне нужно решить кое-какие вопросы. Через два-три дня я вернусь, и мы с тобой обо всем поговорим. Пожалуйста, поверь мне, если ты меня хотя бы немного еще любишь. Разумеется, я тебе не верю. Ну, тогда прогони меня. Теперь же навсегда. Просто я хочу, чтобы ты знал, той влюбленной дурочке, которую ты бросил, больше нет. Очень жаль. Иди сюда. К. КОНЕЦ 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 Сколько можно заседать? Вы там что, краевой бюджет обсуждали? Не знаю, что ты задумала, но банк сожрет твоего клиента без соли. Что вы решили? Кредитный комитет выдвинуло ему условия. 31% годовых, ежемесячный платеж 70 тысяч и кредит на 5 лет. Он останется без квартиры, если подпишете. Меня это не касается. Ну, что с тобой? Ты в своем уме? Готовь тебе договор. Слушай, что он тебе сделал? Даже мне становится его жаль. Получишь свои деньги, остальное не твое дело. Ты страшная женщина. Я буду тебя обходить стороной. Не бойся, тебя не трону. Надеюсь. Что скажете? Ну, что сказать? О новом к лицу. Что, это не так? Почему вы так смотрите? А что же вы его раньше не носили? Раньше я одевала другие платья. А теперь пришло время и этого. А я вспомнила. Что? Ася, ты пойти посмотри. Игорь Дмитриевич запонки нашел? Товарища Семеновна. Вспомнила. У вас на спине родинка была. Там, между лопатками. А вырез-то большой. Вы потому и не носили. А теперь вроде как от вашей родинки свет простыл. Ну, как и не бывало. Чудеса, да и только. Лидия Сергеевна. Или нет? Давай рассказывай. Я уж и сама все поняла. Садись. Спасибо. Двести джамм российского. Спасибо. Двести джамм российского. Двести джамм. Спасибо. Боренька! Пришел мой хороший, мой дорогой, мой спаситель! Телефончик! Мой дорогой, спасибо! Все. Теперь я не дам этой стрекозе праздновать надо мной. Теперь я на свободе. Бедная Лидочка. Простите. Да ты-то чем виновата, милая моя? И кто ж это такое придумал, чтоб ты Леточку заменял? Я не знаю. Это только Петру Ильичу могло такое в голову прийти. Это все только ради Светочки. Ну, это понятно. Вот бы к ней на могилку-то сходить, так, наверное, сейчас нельзя. Наверное. А где же ее похоронили-то? Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Оттрате significa РChrюотику. Уи как ясные дады не wrap это волной теоретично, как вокруг. Конец элионяций. Я не знаю. Продолжение следует... 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 Зачем? Что зачем? Вы зачем меня спасли? А я дал себе слово, что моей женщиной будет только настоящая королева. А я слов на ветер никогда не бросаю. А что же дальше-то? Как Светочка станет на ноги, я не уйду. Ой, горе-горе, а. Да. Ну? Куколка? Наденет. Хорошо. Я вызвал Гелуин, они помогут с прической. А мы успеем? Успеем. Не волнуйся, ты... Ты сегодня будешь самая обворожительная. Они настоящая? Конечно. Ты у них будешь как принцесса. Господи, у меня таких не было никогда. Да. Послушайте. Будете столько плакать, потеряете свою красоту. Подурнеете. И я перестану вас любить. А это будет совсем нехорошо. А что, если я не смогу вас полюбить? Когда мы станем с вами богачами, полюбиться. Вы что имеете ввиду? Сами знаете. А мне пора, меня мама ждет. Вы уезжаете? А вы хотите, чтобы я остался? Мне страшно. Вам тут нечего бояться. Крысы и мышей я давно вывел. А из людей здесь никого не бывает. Можете ничего не бояться. Завтра я приду. Спите. Добрый вечер, Петр Ильич. Добрый. Как прошла операция девочки Башковых? Успешно, спасибо. Хирург остался доволен. Приятно слышать. Если вас интересует мой босс, он скоро будет. С супругой? Надеюсь, что да. Во всяком случае, собирались прийти вдвоем. А вы намерены допрашивать Лидию Сергеевну прямо здесь? А вы уже в курсе. А вы как думаете? Ну, конечно, не самое лучшее место. Но служба есть служба. Есть новости о Наталье Евгении? Ей намного лучше. Евгений Александрович хочет до католического Рождества привезти ее в Москву. Хорошая новость. А вот и господин Пашков с супругой. Седой слева – Зверев Евгений Александрович. Евгений Александрович. Рядом с ним, в Красном, Дьяков Иван Иванович. Шампанский – его жена Лера. Ну, Валерия. Я подумала, что это его дочь. У них двое детей. Мальчик и девочка. Три года и шесть лет. Молодцы. Валерий и Иван Иванович. Дьяков порода лучше этого. Вообще, работягам редкие. У него двести больше грезных фургонов. Возят по всему миру. Ну, да. Я заметила. Логотип на входе. Вообще, у нас простых. Сам бывший юбиленоводчик. Так что не удивляйтесь его привычками. Как бы он моим не удивился. Все будет хорошо. Игорь Дмитриевич, Лидочка, красавица. Добро пожаловать только вас и ждем. Здравствуйте, Иван Иванович. Как дочь? Все хорошо. Операция прошла успешно. Слава Богу, Рад. Ну, слава Богу. Здравствуйте, Лидия Сергеевна. Здравствуйте, Евгений Александрович. И чтобы ни один бокал не был пустой, понятно? Привет. С Игорем мы сегодня встречались. Да, он мне говорил, что вы к нам заезжали. Очень не жаль, что он мне не говорил. Лидочка! Лида! Прекрасно выглядишь. Игорь. Здравствуйте, Лера. А я у вас украду ее, товарищи капиталисты. Пойдем, пойдем. Пошепчемся. И вот, значит, они бы здесь все вот так вот украшали. Смотри, вот здесь вот, чтобы все было. Садись, садись. Так как красиво у нас жены. Я не люблю эти подносы. Все с такими компотами, с трубочками. И все это вот цветопейство. Водочка, вот что я люблю. Евгений Александрович. Вы не могли бы поговорить с Лидой сами? Ну, без этого вашего следователя. Прошу. Она же про Наташу не знает, а это дело деликатное. Игорь, знаешь, я подумал, мне и твоих слов будет достаточно. Это следователь землю родит. Но ничего, я его на место поставлю. Мне что теперь? Твою жену начать подозревать? Она вон и так сидит в заботах о твоей дочери. Забудь. Так, ну все, хватит шептаться. Дело на безделье не меня. Вперед, мужики. Иванович, ты же знаешь. Так, ну я так и думал. А если бы я тебе как Петр Первый приказал выпить, то как? А ты у нас к другому первый. Ты наш транспортный бог. Ты не хитрее, Евгений Александрович, не хитрее. Меня этим не купишь. Ну а ты? Я? Да. А, нет, мне же еще в больницу возвращаться, Иван Иванович. Так. Ну и что вы за партнеры такие? Вы что, сговорились? Мне к чертям разорвать наш контракт, так? Не валяй дурака, Иванович. Пей сам. Не водка нас скрепила. И не водки нас растут. Прошу прощения. А вот я с кем выпил. Адвокат. Попробуй только отказаться. Ну, с этого я уж тебе точно не прощу. С удовольствием, дорогой Иван Иванович. А? Наш человек, ну, как приказывал Петр Первый, до дна. За успех. За удачу. За то, чтобы только пыль летела из-под наших колес. Будем. За удачу. А? Силен бродяга. Пред буду думать, с кем пить до упадов. Петро Ильича спиртное не берет. Сочувствую. Сочувствую. Есть хорошие новости, Игорь Ильич. Ваша теща нас покинула. Когда? Пока шла операция. Собрала свои вещи и уехала в Шереметьево. Спасибо. Тут нет моей заслуги. Наш следователь приезжал в медицинский центр. Вот после беседы с ним она и сорвалась. А о чем они разговаривали? Неизвестно. Но он умудрился запугать нашу Нью-Йорк. То есть? Она обещала ему добыть отпечатки пальцев нашего предопечника. Надо ее немедленно удалить. Зачем? Можно и подкинуть чужие отпечатки. Тогда он точно отстанет. Хорошо. А Лидия Сергеевна сегодня просто обворожительная. Знаешь, Лид, так жалко твою кархатулю. Ну прям до слез. Все уже позади. Да. А как твои малыши? Ой, да что с ними будет. Растут себе. Слушай, Лид, у тебя такое ожерелье просто отпад. Игорь подарил? Игорь? А. Да, да. А ты покрасуйся перед моим деревянычем. Пусть меня тоже такой купит. Он сам до этого не додумался. Извините, что отвлекаю. Разреши тебя пригласить. Мама мия, вы что, танцевать будете? Если ты, конечно, не устала. Она не устала? Лира, мы недолго. А ну что вы, что вы танцуете сколько хотите. А я издалека позавидую. Кстати, ожерелье оценила. Игорь, вы монстр. Спасибо. Интересно. Что? То, что вы сказали про Светина слова перед операцией. Ты не моя мама. А что тут интересного? Вы совсем не насторожили, что она разоблачила вас как Кать Савельева. Скорее стало немного обидно, как ее матери. Вот так. Ну, я как-то в этом не подумала. Видите, вы с ней так сблизились, что вы забыли обо всем, кроме ее болезни. Честно говоря, все это происходит как будто не со мной. Может быть, если бы Света была моей родной дочерью, я бы так не преувеличивал рулем матери. Мне кажется, я не должна к ней так себе привязываться, и девочку привязывать к себе будет очень больно расстаться. Я тоже об этом чувствую. А у твоего шифра что, второй медовый месяц? Похоже, что так. Это правильно. Русский бизнесмен должен содержать семью в порядке. Евгений Станович, не хотите присутствовать при допросе по школе? Сегодня оставьте ей в покое. Как скажете. Лида очень изменилась за последние годы. Бумаги о разводе, которые вы подписали, были готовы довывать. А Светка? Светка стала для меня как чудом настоящее. Может быть, это самое лучшее, что произошло в нашей следы жизни, когда родилась Света. Ради нее она все готова. Даже на то, чего я от себя никогда не ожидал. Ты очень добрый. Правда. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Добрый вечер. Здрасте. А что же вы не проходите? А вас не приглашали. Тогда зачем вы здесь? Пришел посмотреть. И что увидели? Логотип у вас тут очень приметный. На мой взгляд, пошловат. Я бы дизайнеру не дал ни гроша. Тем хуже для вас. Вы же теперь компаньоны, общий бизнес. Надо же, какая информированность. А есть возражения? Нет, есть вопросы. Могу я вам чем-то помочь? Ну, даже не знаю. А ты подумай. Интересно? Ну, тогда ладно. На одной штрафстоянке под Москвой стоит Урал. Под снегом. И хозяин не спешит его забрать. Ну, это понятно. Дело хозяйское. Только вот не так давно этот Урал размазал одну известную вам иномарку. Надо же, какое совпадение. И стоит этот Урал никому не нужный. А иномарка целая и невредимая. У Башкова в гараже. Никаких последствий, никакого расследования. И что? Какие выводы? А то, что вам с Игорем Дмитриевичем не удастся спрятать концы в воду. Удачи. Если вам что-нибудь будет нужно помимо нашего договора, скажите только слово. Спасибо. Но об этом я буду думать, когда со Светчика будет все в порядке. Я прошу помнить о моих словах. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Прости. Маленькие женские секреты Пожалуйста Я не исключаю не знала Пять сек Ты что творишь, подруга? Ты о чем? Ты почему телефон опять отключила? Извини мне было не до этого сегодня Светлану оперировали Да? А ты это видела? Боже мой, что случилось? Это я еще гримом замазала Вадик Меньшов приласкал За что? За что? Она еще спрашивает Сказал, что ты включила какие-то ресурсы Разборки начала из-за этих проклятых денег Теперь и он тоже на тропе войны А я крайняя Ну, Кулагин же сказал, что он все уладит Вот он и уладил Меньшов так завелся, он же психопат Боже мой Вик, прости Правда Господи, а что теперь делать-то? Деньги Вадику нужны деньги Зачем ты вообще пожаловалась своим мужикам? Надо было просто взять денег у них и все Я поняла Лида, не шути с ним Я тебя умоляю Пусть лучше твой муж заплатит Хорошо Хорошо Хорошо, я поговорю с Игорем Все, я побежала Решай, Лидуся, решай Иначе они меня реально в снегу закопают Макс, ты мне нужен Приезжай Я у Игоря Дмитриевича Да, сейчас А что, нельзя было решить вопрос Меньшовым лично? Зачем вмешивать такое деликатное дело Макса? У Макса были там какие-то свои завязки С этим бандитом нельзя говорить цивилизованным языком Он его не понимает И потом Я не считал разумным платить ему такие деньги В конце концов Это был обычный для него риск Он же помешан на тотализатор Будем платить Катя перепугана Завтра закройте этот вопрос Хорошо Зачем ты целы? Мне надо ехать к Светочке Даже чаю не выпила Спасибо, Мария Семеновна Уже поздно Ты Луф себя чувствуешь? Нет Ничего Я Просто давно не пила вина Сейчас подышала воздухом Все хорошо Я готов ехать Так я тебя отвезу Игорь Дмитриевич, я прошу прощения Пусть Людей Сергеевны отвезет Виталику В чем дело? Есть вопросы, которые нам нужно срочно обсудить Поверьте, это очень важно Хорошо Так я Виталику скажу? Да Ты Вы когда приедете, обязательно мне позвоните Хорошо До свидания До свидания Я жду вашего звонка Да Игорь Спасибо за вечер И вам Что ты у нас заделал? Я сегодня говорил с Артемом Он был в клубе Ну и что? Он откуда-то узнал, что на машину Лидии Сергеевны наехал трак С логотипом компании Дьякова Что ему это дало? Он уверен, что вы причастны К убийству вашей жены Уехал Юля, добрый вечер Здравствуйте Как Светлана? Все хорошо, она спит А Святослав Николаевич был у нее час назад Хорошо Я тогда сейчас умоюсь, приведу себя в порядок Так я подменю вас Хорошо Котенок Кирилл Как же я по тебе соскучился Что ты тут делаешь? А я тебя нашел Ты что, мне не рада? Слушай, тебя могут увидеть Тебе лучше уйти Тебе здесь нельзя А что здесь такого? Ты моя невеста? Нет, я Я уже не твоя невеста А, новости Разреши поинтересоваться Почему? Я не могу тебе сейчас все объяснить Поговорим потом, ладно? А сейчас уходи А почему не сейчас? Может быть, потому что ты теперь Лидия Пашкова? Ты откуда знаешь? Знаю Я знаю Я знаю, что у тебя теперь совершенно другая жизнь Что я остался в прошлом И что я теперь отработанный материал, так? Нет, не так А как, милая, как? Как? Меня полиция ищет Я подозреваю, что я тебя укрываю Я подозреваю в том, что я с тобой вместе Убил твою ведьму Мартыновну Ограбил ее Забрал у нее подушку с драгоценностями А потом одно из ее кальчиков Нашли у меня в машине Случайно, не ты подбросила? Ты что, хотел, чтобы у меня были неприятности? Я делаю то, что? Я вообще не понимаю, про что ты говоришь Понимаешь? Ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю Потому что теперь больше нет Моей катистины А есть Лидия Пашкова Жена-миллионер Что ты говоришь? Я прекрасно знаю, о чем я говорю Я был на опознании твоего бездыханного тела Молодой женщины похожи на тебя Что? И знаешь, они сняли отпечатки пальцев с той несчастной Они совпали с твоими Ты мне не можешь объяснить, почему? Я клянусь, я ничего не понимаю Кстати, я вам хочу кое-что предложить Я думаю, что после этого он отстанет от вас навсегда Что я должна сделать? Нам надо будет снять ваши отпечатки пальцев А что, если я пойду к Брауну капитану Климову И скажу, что ты жива? Что нашлась? Вот тут стоишь, вот она ты Зачем? Потому что пока он тебя не поймает Он ее тоже не будет в покое Из-за тебя я потерял работу Банк хочет забрать у меня квартиру И Климов, кто его знает, может хочет меня посадить уже Я обещаю, что вернусь, просто не сейчас Ты что, думаешь, что я ничего не понимаю? Потому что я не понимаю, почему ты влезла в шкур этой богачки? Ты вообще идиот? Нет, ты не понимаешь Да, я тебя совсем не знал Ты вдруг тратил из домработницы в богачку Ну, ты что, я же не против твоей радости Но мой покой, так как и твой, стоит денег Каких денег? Ты о чем? Хороших, Катя, денег Ты мне должна Я из-за тебя все потерял А у меня ничего нет А у Игоря Пашкова есть 22 миллиона ежегодного дохода В зеленых Отчет перед советом директоров Все это при умелом использовании интернета Можно этим придется делиться Кирилл Кто здесь? Что? Не смей выключать телефон Не надо меня зрить Я еще позвоню Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Извините, вы не поможете Донести мне вещи до квартиры Я вам заплачу Это третий этаж А что, встретить некому? Что за вопросы? Я просто прошу донести чемоданы Вас женщина просит Не могу, заказ Спешу Счастливо Ну да, конечно Хам Я к Вадиму Анатольевичу Он вас ждет Оставайся здесь Рахмат Игорь Дмитриевич Игорь Дмитриевич приносит свои извинения И готов выплатить всю необходимую сумму Прошу дать мне ваш банковский реквизит Это хорошо Речь шла о пятистах тысячах, насколько мне известно Вас обманули, Петр Ильич Разве? Я жду от вашего босса в десять раз больше Это за нанесенную обиду Простите, пять миллионов рублей? Если деньги не поступят завтра Вы будете должны пять с половиной Итак, за каждый просроченный день Я буду прибавлять к вашему штрафу сумму первоначального долга Но, насколько мне известно У вас нет никаких подтверждающих долг документов Долговых расписок А вы зачем приехали, Петр Ильич? Решать вопрос? Или его запутывать? Я ведь вас не звал Вы сами захотели встретиться Ну, не надо так, уважаемый Вадим Анатольевич Ну, сболтнула одна баба, другой не подумал А мужики начнут из-за этого друг другу насыпить Давайте мы с вами решим все-таки, как порядочные люди Как мужчины Этот ваш Пашков слишком задрал свой нос Сначала прислал какого-то гопника, теперь вас Не обижайтесь, но у меня тоже есть свое самоуважение А за свою женщину должен отвечать он Женщин надо держать в руках Иначе они могут принести немало неприятностей Значит, дело вы, Игорь Дмитриевич? Деньги мне обещала его жена Ну, что ж Я вас понял Поверьте, мы не хотели такого исхода Что поделать? Мне жаль, на денег не будет То есть? Ну, вообще, ни копейки У нас ведь тоже есть самоуважение Всего наилучшего Не договорились? Поехали отсюда Может, я попробую? Не лезь не в свое дело Поехали, я сказал Мария Семеновна Что, елку привезли? Да нет, там женщина какая-то вас спрашивает Что за женщина? Не знаю, спросила вас Посмотрите Ася, я сейчас приду Хорошо, Мария Семеновна Зоя Здрасте, тетя Маша Господи Как ты здесь? Мы же думали, что ты уехала Как уехала, так и приехала Как вы тут Да вроде все нормально Ну, давай, заходи Не-не, я только на минутку вас проведать Да господи, холодно же Давай, проходи А дома кто-нибудь еще есть? А тебе кто нужен? Никто, кроме вас Так вот, кроме меня никого и нет На что все в больнице А, в больнице? А ты же ничего не знаешь Давай, я тебе поднем расскажу Все, Владимир Значит, и Артем уволился Действительно, много у вас новостей Да Хорошо, что девочку удачно пооперировали Так вот, готовимся к ее встрече Из больницы Елку живую заказали Ты знаешь, Лидия Сергеевна придумала Говорит, пусть в этом году Елка живая будет Лидия Сергеевна А как она? Да, что с ней? Переживает, конечно, из-за святочки Это понятно Ну, молодец, держится А Лидия Сергеевна все время в больнице со святочкой проводит? Да, все время Ну и правда, молодец Да, ну а ты как? Собираешься к нам вернуться-то? А что, возьмете? Ну, это не я решаю Ты как-то неожиданно сорвалась Уехала Так вышло Вышло Я боюсь мужик какой-нибудь с панталыку-то сбил, а? Ну, что говорить Тетя Машенька, у меня к вам просьба Вы можете никому не говорить, что я появлялась в доме? Охранник новый, он меня не знает, не скажет Ну, ладно Не скажу, если не хочешь Ой, молодость, молодость ваша Мне нужен букет Вы знаете, только без всяких там глупостей Шишек, ленточек Добрый день Да Простой и нежный Хочу порадовать Людей Сергеевны О цветах не беспокойтесь Цветы, это хорошо, это правильно Для поддержания легенды Что с Меньшовым? Там все плохо, Игорь Дмитриевич Я приложил все необходимые усилия, но Мне так и не удалось с ним договориться Нужны радикальные меры Мам, у тебя были гости? Да какие там гости, господи Захотелось бокальчик? У тебя что, кто-то появился? Жень, ну кто у меня может появиться? Алло Такси? Да А где вы стоите? А, вижу, вижу, да Вижу вас Буду через две минуты Спасибо Ты вызвала такси? А что с твоей машиной? Моя машина не завелась Почему мне не сказала, я бы тебя подвезла? Не сказала, не сказала, ну не сказала Мам, что ты скрываешь от меня? Женя, что я могу от тебя скрывать? Женя, что я могу от тебя скрывать? Алло Добрый день Здравствуй, Берлянка Вам сегодня нужно заехать в банк Подписать договор Вам одобрен кредит Два миллиона пятьсот тысяч О, моя милая Да ты волшебница? Да, я буду ждать вас в банке В час дня К сожалению, сегодня не могу Почему? Мне пришлось по неотложным делам Поехать в Москву У вас нашлись дела более срочные, чем ваш кредит? Удивили Мне казалось, что ваше положение достаточно критично Женечка, зачем ты так строго? Ну, это так все получилось неожиданно Я даже машину отвел же у друзей Я думаю, ты звонишь, потому что соскучилась Выкиньте это из головы Не хочу Вы понимаете, что вы меня подводите? Я людям обещала Хорошо Евгений, передайте вашим людям, что я приеду завтра Молодой человек, что вы себе позволяете? Кофе вы сдрянет Продолжение следует... ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ты же просил меня выключать телефон. Извини. Извинения приняты. Ну, что решила? Боюсь, мое решение тебе не понравится. Что тогда звонить-то? Я сама найду Климова. Погоди, ты что, розыгрыш, что ли? Или ты меня кидаешь? Мне сейчас не до этого. Я тебя очень прошу, в память о наших с тобой отношениях. Откажись от своего намерения. Я не буду просить деньги у Игоря. Он мне не сделал ничего плохого. Вот как ты заговорил. У Игоря. Тебе я не сделала ничего плохого тоже, если ты помнишь. Катенька, ты идиотка. Климов тебе засадет за решетку лет на 20. Ты понимаешь это? Пусть будет все это. Мне нечего бояться. Я ни в чем не виновата. А, во, что ты изобрела, что ты денег не платит. Я понял. Но следующий шаг будет за мной. Ты это понимаешь, да? Ты не будешь обижаться. Да? То есть без денег, Пашкова, я тебе не нужна? Тебе нет. Ты помнишь это? Тебя? Нет. Это возвращение ни к чему. А вот деньги мне очень нужны. Тетя Пристик, Игорь. А у меня другое такое возможность взять отженец своей. Больше не будет. Мне очень жаль. Так, я не понял, ты что? Все решила, да? Я не буду брать деньги у Игоря. У вас там что? Любовь, что ли, образовалась на стыдном месте-то, а? Это все. Да нет. Не все, любовь моя. Нам очень жаль. Вам жаль? Да я вас порошок сотру. Вы у меня фельдшером вшивым нигде не сможете устроиться. Если в течение часа не найдете мне Зою. Вы меня поняли? Мы уже два дня ее ищем. Кто видел ее последней? Вы? Вы? Это санитары. Они не имеют отношения к охране. Ты? Где она? С кем она ушла? Она же шевельнуться не могла после твоих уколов. Ты же и колол слоновью дозу. Или не колол? Где она, дебил? Что вы творите? Борис тут ни при чем. Он вообще не отвечает за режим клиники. Вам же сказали. Беглянку ищем. Подключаем полицию. Полицию не надо. Вы должны понять мою горячность. Я просто очень переживаю за свою невесту. А полицию никакой не надо. Вам же не нужна огласка? Ну, а зачем вы все мне это рассказываете? Я же веду совсем другое расследование. Да потому что оба этих дела касаются одного и того же человека. Игоря Пашкова. Да. У меня есть данные, что Игорь Пашков считает гибель своей жены в аварии, которую сам же и подстроил. Простите. Жену Пашкова мы вчера видели на приеме. Живой и здоровой. Это не Лидия Сергеевна. Пашков скрывает гибель жены, чтобы не обнаружилась подмена. Простите. Лидию Сергеевну подменяет ее двойник. Зачем? Я и хочу, чтобы вы узнали зачем. У вас другие возможности. Ну, вы их, несомненно, преувеличиваете. У вас есть ресурс. Евгений Александрович Зверев. Евгений Александрович Зверев нанял меня, чтобы я нашел того, кто покушался на его дочь. Это я вам напоминаю на всякий случай. Но вы ведь подозреваете в покушении Пашкова. Допустим. Наталья могла подозревать Пашкова в убийстве его жены. Поэтому он пытался от нее избавиться? Да, это ведь возможно мотив. Ну, хорошо. Вот у меня есть данные, что вы и Лидия Сергеевна Пашкова были любовниками. К тому же у вас зуб. Но Пашкова, он же вас уволил. Вот это тоже мотив. Даже два. Ну, и что же я? А вы? Ничего. Путаетесь под ногами. Делаете конспирологические предположения, чтобы навредить своему бывшему боссу. Ну, и вызывайте меня на встречу, чтобы увести мое расследование в сторону. Значит, вы не хотите объединить эти два дела? Какие у вас есть факты? Давайте обсудим это. Главное, чтобы не стало поздно. Ну, так вперед. Я нашел Урал, который снес машину Лидии Сергеевны. Этот Урал числится на фирме Ивана Дьякова. А Дьяков, партнер Игоря Пашкова. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. На здоровье, солнышко. Возьмите ее. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Не помешаю? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Юленька, как я устал? Да, я вас понимаю. Нам всем пришлось нелегко. Приятно. Когда тебя понимают, приятно. Вы-то должны понимать меня лучше других. Вы ведь так же одинокие, как я. Верно? Почему бы нам с вами не сходить куда-нибудь? Мне надо с вами о многом поговорить. О чем о многом? О нас с вами. Простите, я должна идти. С чего вы испугались? Я ведь для вас не слишком стар. Я вас не понимаю. Уходите. Пожалуйста. Я теперь всегда буду рядом с тобой. Глаз с тебя не спущу. Говори, говори. Похоже, вы были правы насчет Земцова, товарищ капитан. Хорошо начинаешь. Продолжай. Пропал Земцов. Как пропал? Куда? А вот так. Его нигде нет. Нигде это где. Говори конкретней. Сколько тебя учить-то можно? Упустил его, так и скажи. Я его вчера до двух ночи пас возле подъезда. А если он в три пришел? Не приходил. Я вместо себя Татарчука оставил. Ты говоришь, у меня два дня. Прохоров на месте? Был у себя. Жди. Не помешаю? Проходите. Давненько мы с вами не общались, Катенька. Да вроде бы вчера виделись. Ну, а разве вчера можно было к вам подступить? Вы так тесно общались с Игорем Дмитриевичем. Таким его никто не помнит. Каким? Хороший вопрос. О духотворенном. Нам действительно нужно поговорить, Петр Ильич. Давайте поговорим. Операция позади. Светочка идет на поправку. Нас скоро выпишут. Прекрасно. Когда все закончится, я хотела бы получить назад свой паспорт и уехать домой. Домой? Хотите сдаться полиции? Я все обдумала, Петр Ильич. Понимаете, я не могу всю жизнь бегать от своего имени. Я не смогу жить чужую жизнью. Я хочу прожить свою жизнь, какая бы она ни была. Милая моя, что вас так ослепило? Может быть, наоборот, у меня... Открылись глаза. Ну, бросьте, Катенька, бросьте. Я ведь тоже не слепой. Вчера на приеме вы слегка переиграли. Оба. Я не понимаю, о чем вы. Все вы прекрасно понимаете. Любовь между вами и Игорем Дмитриевичем не входит в наш контракт. Какая любовь, Петр Ильич? Я надеюсь, вы еще способны реально смотреть на вещи? Поверьте, вы не знаете Пашкова. Вы с ним слишком разные. И будущее у вас разное. Не сомневайтесь. Я знаю свое место. Надеюсь. Да, и вот я к вам зачем. Не доверяйте няне Юле. Она сотрудничает со следователем. Будьте осторожны с предметами. Климова достаточно ваших отпечатков, чтобы засадить вас за решетку. Я вижу, что вас это не пугает, но наше соглашение еще не закончено. Поэтому будьте осторожны. Пожалуйста. Ну, вы гигант, товарищ капитан. 180 градусов на три метра. Да я и не пророс. Я таким полковника Прохорова никогда не видел. Аргументы у вас, как гильотина. Надо еще отпечатки получить. Хоть и в вечном холоде живут, но хорошо-то, как им тут. В студеной ледяной воде они плескались целый день и накупались от души. Извините, я на минутку. Тюлени, котики. Маржи. Правильно. Видишь, они на севере живут, где много снега. Мама, скоро же Новый год. Да, солнышко, скоро Новый год. Да, я вас слушаю. Прошу прощения, что побеспокоил, но вы понимаете, почему. Понимаю. Приезжайте и забирайте свои отпечатки. Огромное спасибо. Только, пожалуйста, побыстрее, пока я не передумала. Выезжай, анимир. Тарелочка из голубой каемочки? Она сняла отпечатки Лидии Сергеевны Башковой. Кажется, я становлюсь почетным автомобилистом трассы Ярославль-Москова, чтобы Прохоров бензин оплатил. Подними вопрос. Как быть с Зимцовым? Бери, пресуй. Все не время, пока не подтвердится, что Савельева жива. Понял. А в прошлом году Снегурочка у нас была такая грустная. Правда? А ты ничего не путаешь? Разве Снегурочки могут быть грустными? Да, она вышла из дома и плакала на улице. На крылечке я видела. Ну, ты ее утешила? Нет. Почему? Потому что ты меня спать вела. Ну, наверное, было уже поздно. Нет. Ты просто с тетей Викой собиралась в гости. Значит, ты все помнишь. Хватит здесь слезы, Лидия. Настроение всем портить. Снегурочка. Я не потерплю, чтобы за моей спиной в моем доме прислуга снюхивалась. Простите, Лидия Сергеевна. Простите. Танцуй со своим дедушкой Морозом. Еще раз увижу, что ты около Артема дрешься. Я тебе ноги повыдергиваю и не посмотрю, что у тебя мама в Брянске болеет. Ты у меня вмиг на улице окажешься. Дрянь. Лидуся, пойдем. Там Нанка уже два раза звонила. Успеем. Я Артему скажу, он нас миг дамчит. Шумахер. Артем? Да ладно, а Игорь? А кто его слушать-то будет? Пойдем, поможет мне Светку уважить. Это сейчас начнется. Прости меня, Светочка. Прости, пожалуйста. А я знаю, кто была эта Снегурочка. Ну, Снегурочка и есть Снегурочка. Нет, это была Аня, не Юля. Ах, вот оно как. Артем. Тема. Что случилось, Юль? Ты меня слышишь? Да, да, слышу. Говори. Я все сделала так, как просил следователь. Молодец. Молодец, Юлечка. Чашка с отпечатками у меня в комнате. Он уже едет за ними. Хорошо. А с тобой что? Это, конечно, не она. Не Лидия. Но мне не верится то, что она преступница. Не укладывается это у меня в голове. Да откуда ты знаешь? Она, может, хитрее тебя. Да я скорее поверила бы, что это наша Лидия убийца, чем это. Она перед девочкой прощения просит за то, чего она не совершала. Понимаешь? Ну и что ты намерена делать? Не знаю. Юля. Послушай меня. Только ты одна сможешь распутать этот улыбок. Понимаешь? Это нужно сделать обязательно. Юль. Я позвоню. Что это со Светочкой? Она мне рассказала, что Снегурочка каждую зиму болевая. Она перепутала. Я знаю, что сейчас вас беспокоит. Откуда? Не важно. Придет время, я сама все решу. Только сейчас не мешайте мне, пожалуйста. Руки за голову. Руки за голову. Пошел! 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 Забрейший денючий, граждане. Убедительная просьба, без моего разрешения, помещение не покидать. Гражданин Меньшов. В чем дело? А дела пока нет. Ну, вот-вот созреет. Все финансовые документы ко мне в багаже. Сейф. Откройте, пожалуйста. Я надеюсь, у вас есть ордер на ваши действия. А как же, гражданин Меньшов? Свеженапечатанный. Разборчивый. Организация подпольного казино. Вымогательство. Думаю, не надо все перечислять. Вот и отлично. Ерунда какая-то. Набери полковнику Усачева, майор. Все и разъяснится. Звонит. Ты действительно это выходишь? Думаешь, он обрадуется, когда узнает, что ты назвал его имя? Как только тебе с обыском-то пришли. Ты прав, майор. Ни слова больше не скажу. Без адвоката. Это очень правильное решение. Значит так. Ищем наличку, оружие. Из компьютера вынимаем жесткие диски. Поживее, парни, поживее. Ах, Пашков, Пашков. Зачем же ты так со мной? Ты теперь в беде. Оставь эту шалупонь. Пакуйте эту. Ну, в общем, клиент упакован. Как говорится, готов к новым заданиям партия. Молодец, молодец. Я сейчас занят, перезвоню. Вот, держите. Спасибо, капитан. За мной. У меня хорошие новости, Дмитрий Модестович. Операция девочки прошла успешно. Так что недели через две мы сможем быть у вас для подписания договора. В присутствии матери. Разумеется. Когда вы уточните сроки, я отправлю официальное приглашение господину Кляши в Париж. Я дам вам знать. Да, слава богу, с нашей девочкой все в порядке. Ой, мы просто все вздохнули с облегчением. Мир кажется несправедливым, когда дети молеют. Мои поздравления. Надеюсь, что в скором будущем наследство Ильи Соколова найдет своего законного наследника. Я сделаю все возможное, что от меня зависит. Вы выглядите усталым, Петр Ильич. Ничего. Скоро отдохну. Скоро мы все отдохнем. Я ведь догадывался, что у тебя с Наташей что-то есть. По ней чувствовал. Но сейчас не о том, как я к этому относился и отношусь. Ты сам понимаешь. Любой следователь обратил бы на это внимание. Тем более ушла она от тебя. Камеры видеонаблюдения отключены. И этот салон... Юрий Александрович, я все понимаю. Да не понимаешь ты ни черта! Вы оба мне близкие люди. Она моя единственная дочь. Ты сын моего друга. А следователь говорит, что... Ты мог ее... И что у тебя мог быть мотив. Но ведь это не ты, Игорь. Это ведь не можешь быть ты. Евгений Александрович... Только одно слово. Ты? И не ты. Не я. Как доказать, не знаю. У меня и твоего слова достаточно. Да работа моя. Бениамин Денисович, завтра вечером я возвращаюсь. Мы должны поговорить с вами очень серьезно. Ну, разумеется. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Дюй, я хотела пораньше, пока Игорь Дмитриевич не приехал. Вы только не думайте, что это из-за вас. Ну, тогда я вообще ничего не понимаю. Мне казалось, мы только с вами нашли общий язык, нет? Да, нашли. Ну, а в чем тогда дело? Не спрашивайте. Спасибо вам. Юль. А как насчет следователя? Об этом не беспокойтесь. Я вам не помешаю. Можно я вас не миную? Спасибо вам. Простите меня. Да вас-то за что? За Ликой Сергеевной. Молодой человек, меня зачем сюда опять притащили, а? У меня срочное дело в банке. Ну, на что мы тратим время опять? Повод очень простой. Мы должны произвести обыск у вас на квартире. Такая вот процессуальная норма. Подождите, это из какой стати? Вы подозреваетесь в соучастии ограблений и убийства гражданки Никифоровой Виктории Мартыновны. Да елки-палки, ну, что бы вас все черти побрали? Опять? Ну, опять? Ну, мы же вроде проехали, то уже забыли. Я понимаю, что вам бы этого хотелось, но, как видите, не забыли. Так вы же выяснили, что у меня алиби было железное. Я там сам чуть кони не двинул, пока вас что-то Мартыновну убивали и грабили. Я повторяю, вы подозреваетесь, как сообщник. Чей сообщник? Вашей невесты Савельевой Екатерины Андреевны. Расследование продолжается так же, как и розыск гражданки Савельевой. Подписывайте. А это что? Подписка о невыезде. Что? С сегодняшнего дня вам запрещено покидать пределы города. А я с ним подпишу. Ну, тогда мы будем вынуждены задержать вас. Все, я могу идти? Конечно же, нет. Сейчас мы ее проследуем на вашу квартиру и произведем в нее обыск. Отставить. Комисс капитан. Можете быть свободны, Зимчев. Ну, хорошая новость. Нас машина ждет. Идите, идите. Благодарю. Всяческих вам успехов, господа сыщики. Вы были у Прохорова? Отпечатки пальцев принадлежат неизвестному лицу, а не гражданке Екатерине Савельевой. Все. Больше Кати Савельевой нет, и мы ее не ищем. Катя, сейчас с тобой поговорит Петр Ильич. О чем? Он тебе все объяснит. Хорошо. Хорошо. Мы вас ждем. Послушаю вас. Красивый букет. Да, мне тоже нравится. Зима, а он так пахнет. Голова не закружилась? А что, не должна? А вы, оказывается, совсем не так просты, как мне виделось с самого начала, Катя Савельева. Что вы имеете в виду? Знаете, о чем меня попросил с вами поговорить, Игорь Дмитриевич? О чем? Я должен узнать у вас детали вашего преступления. Моего? А знаете, почему он мне дал это задание? Он мне не верит. А вы как думали? Сделали ангельские глазки. Влюбили в себя больную девочку. Мило. Многообещающе улыбнулись одинокому папочке. Что, все? Дело сделано? Я вас поняла. Передайте Игор Дмитриевичу, что мне нечем доказать свою невиновность. Это все? Даже не думайте строить с ним планы. Это будет самое сильное в вашей жизни разочарование. Катя, я один несу за вас ответственность. И только я. И я все вижу. Вы даже не представляете, в каком обществе вы оказались. Да, Игорь Дмитриевич сейчас окрылен. Здоровье девочки его больше не тревожит. Вы напоминаете ему первые счастливые дни с Лидией Сергеевной. Так приятно увлечься, забыться. И вам многое может показаться невероятно искренним, надежным, даже спасительным. Но это мираж. Ваша главная цель в ближайшем будущем – исчезнуть. Девочка вернется домой. Вы получите новое имя, новую жизнь, солидное содержание. Вы обещали. Помните? Да. И не возвращайтесь в Ярославль. Вас посадят. Но если вы посчитаете справедливым это, то я вынужден буду усомниться в здравости вашего рассудка. Нас ждет на прогулке. Ну, ты знаешь, возможно, у Юлии изменились планы. Почему она со мной не попрощалась? Ну, разные бывают обстоятельства. Может быть, просто не хотела тебя расстраивать? Ну, вот, когда ты болела, она же не уезжала. А сейчас ты у нас молодец, вот она и собралась уехать. Перед операцией она же тебя не бросила. Значит, она тебя любит. А она мне позвонит? Конечно. Я думаю, что обязательно. А мама тоже расстроилась. Похоже на это. А папа Маша теперь с нами останется? Ну, это ты у нее спроси, как она захочет. Останешься? Светка сейчас будет отдыхать. Может быть, съездим куда-нибудь по обедам? У меня время есть. Я тоже хочу отдохнуть. Что у нас теперь с Негорочкой вместо Юли будет? Может, тогда вечером? Секрет. Секрет, моя дорогая. Ну, ты позвони, как освободишься. Что с ней? Ну, возможно, переживает нахлынувшие на нее малоприятные подробности. Какие еще подробности? Я ее расспрашивал, чтобы она вспомнила какие-нибудь детали, которые могли бы ее оправдать. Возможно, они всплыли в ее памяти и расстроили. Так вы должны были ее успокоить? Сказать, что все, что мы делаем, это только для ее блага? Я пытался, но она замкнулась. Потом почему-то вспомнила про своего жениха, с которым была счастлива. Какой жених. Ну, он тоже проходил под подозрением, как подельник. У него в машине даже нашли что-то из похищенного. Еще и жених. Так, да, Игорь Ильич, это дело непростое. Чтобы выполнить вашу просьбу, придется тащить ее. Я уж не говорю о том, что мы от всех скрыли гибель Лидии Сергеевны. А если мы сейчас начнем полноценное расследование, то неизбежно всплывет и это. В таком случае она навсегда останется Лидией Пашковой. Как Лидией Пашковой? А что? Вы создали идеальную копию. Все ее приняли безоговорочно. Дочь в ней души не чает. Мария Семеновна. Все. А если она захочет вернуться к своему жениху? И об этом я поговорю с ней вечером сам. Сам. Спасибо. Все готовы. Давайте посмотрим. Здравствуйте. Прошу прощения. Одну минутку. Он меня достал, Жень. Просит дать ему ознакомиться с кредитным договором. Это его право? Он крутит нами как хочет. Это никогда не закончится. Не психуй. Кирилл, погодите. Что мы можем уже вот так открыто общаться? Уже конспирация никому не нужна. Все. Кредит одобрили. Клиент в наших руках. Правильно? Что вы задумали? Ты о чем? А, в смысле, ты об этом, да? Да. Задумал отдать специалисту на экспертизу. Все-таки немалая сумма. Хочется быть уверенным. А что, тебя это изумляет? Еще час назад вы собирались прийти в банк с чемоданом. Что могло случиться за этот час? У вас пропала срочность получения денег. Вы ведете себя так, как будто они вам вообще не нужны. Очень нужны, Женечка. Очень. Но по секрету я могу сказать, что в последний момент вмешался очень близкий мне человек и отговорил меня от поспешного решения. Тогда понятно. Это радует. Теперь еще раз будешь думать, прежде чем уйти, не попрощавшись. Я этого не люблю. Алло, мам. Да, что случилось, дочь? Да нет, ничего. Все нормально. Ты забрала свою машину из сервиса? А нет. Сегодня обещали. А что? Да нет, ничего. Просто увидела аварию на дороге и вспомнила, что у тебя проблемы с машиной. Вот испугалась. Нет, не волнуйся. Я в порядке. Спасибо. Ладно, мам. Извини. Люблю тебя. И я тебя. Может быть, я заеду вечером? Ты знаешь, сегодня не получится. Я сегодня после работы иду в салон. В салон? Лере? Нет. Я даже не помню название. Это новые партнеры одарили. Ну, что-то типа тестовых процедур для новых клиентов. Везет. Да я тебе сама позвоню. Хорошо, мам. Да. Я тебя люблю. Давай, пока. Пока. Целую. Угу. Ух, и отменный у тебя вкус, Игорь Дмитриевич. Нет, я про кабинет, про партнеров. Стараемся. И правильно. Никого не слушай, только себя. А? Правила у нас в России, матушки, не писаны. Не понимают они нас. Да ладно. Вы без этих правил миру утяжите. На своих трехах будь здоров. Да, это я притворяюсь. А знаешь, больше всего им моя фамилия нравится. Особенно на Востоке. Дякают меня через каждое слово. А? Да. И мы, нам у вас еще учиться, Иван Иванович. Ну, ладно. Хватит патоки, Игорь Дмитриевич. Я ведь не просто так ради безделия пришел. Я вас слушаю, Иван Иванович. Ты меня извини, я человек прямой, как палец. Да, и за кого-то мне этим не привык? За это уважают. Ну, я сейчас не об этом. Ты ведь давно со Зверевым в бизнесе? Евгений Александрович компанию с моим отцом начинал? Они гружили. Значит, это я ему чем-то не угодил. Вы? Вы бросите. Что, он тогда с вами выпить не захотел? Да бог с ним. Ну, не выпил, ему же хуже. Ко мне его человек приходил. Ну, этот следователь. Интересовался Уралом, который у меня в угоне числется, ну, около полутора месяцев. А что именно за дело до вашего Урала? Я откуда знаю. Но это человек Зверева. И знаешь, зачем я к тебе пришел? А? Он ведь и тобой интересовался. И это следователь намекал, что, дескать, этот Урал был не совсем в угоне. И что замешан он в происшествии, да еще с человеческими жертвами. И выходит, это мы с тобой выпрячем? Мы с вами? Представил. А каким боком он ко мне этот Урал прислонил? Вот ты сам его змея из России. Жалко времени и слов. А мне и подавно. А хотите мое мнение, Иван Иванович? Ради него и пришел. Так вот, Евгений Александрович относится к вам с уважением и доверяет вам абсолютно. А то, что этот следователь копает, так это извините его работа? Ну, меня это дело сильно расстроило. Если у тебя есть вопросы к партнеру, говори прямо, а не подсылай своих опричников. Верно я рассуждаю? Сегодня вечером Евгений Александрович возвращается из Женевы. Я с ним обязательно переговорю. Я понимаю, повод пустой. Но это лучше в лоб, в глаза. Тут и говорить не о чем. Я думаю, что Снену про Урал доложил Артем. Но это ничего не меняет, может и не тревожится. Все это недоказуемо. Теперь бы я не был так спокоен. Ваш Зубов очень грязно сработал. Кстати, Зубов у нас появился через Артем. Это его бывший сослуживец. Это сейчас-то уже не имеет значения. Действовать надо? Я предлагаю вам как можно скорее вывести Катю из игры, как вы и планировали. С самого начала. Вечером поговорим. Смотри, вот он твой клиент. Бычок какой. А что, нельзя к нему сразу на хату нагрянуть? Ну, а вдруг он ее в другом месте прячет? Ну, вариант. Она тогда совсем на дно ляжет. Мне надо железно убедиться. Ясно. Ясно. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Юль, я на месте жду вас Хорошо, я сейчас выйду Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот, возьмите Спасибо вам, вы нам очень помогли До свидания А на той кружке я оставила свои отпечатки Да следователю это безразлично Он пытался через тебя получить отпечатки Кати Савельевой А твои отпечатки или еще кого Ему не помогут Только запутают Но не смогла я Совесть не позволила Ты бы видел ее, она как Загнанный зверек Она и к Светочке так жмется, будто защиты для себя самой ищет Больше рассчитывать-то не на кого Я нашу Лидию такой Добрый, такой светлый Но никогда не видела Прости За что? Откуда мне знать, может Ты к ней еще не остыл? Сейчас это не важно Главное, мы с тобой знаем точно, что Лидию Сергеевну подменили Я пойду Куда ты сейчас? На вокзал, там, на автобусы до Брянска Так поздно? Ну, да нет Они постоянно ходят Автобусы? Сомневалась Подожди Ты что, только для этого пришла? Чтобы объяснить мне, для чего ты подменила отпечатки? Ну, да Ну, а то ты подумаешь, что это я специальная, что тебе больнее сделать Мол, пости все думают, что это Лидия Ведь Катя тебе чужая Да глупость Ну, почему же? Ты же мучаешься, бегаешь, ищешь ее Значит, все еще ее любишь Смешно это Просто нельзя так поступать с людьми, как Игорь Пашков поступает Нельзя А как Лидия можно? Ты сейчас не смешивай все в одну кучу Совершено преступление Я пошла Подожди У тебя ведь есть новый номер мобильного, Лидия? О, Катя А тебе зачем? Признаться, Петр Ильич, не ожидал вашего звонка Напрашно Думающие люди не должны исключать ни одного варианта развития событий Даже самых парадоксальных Но после того, что вы сделали с моим клиентом Трудно было спрогнозировать такой поворот Согласитесь, это был перебор Меньшов обложен со всех сторон Пашков отрезал ему все пути Да Мера моего клиента была исключительная Неадекватная Ну да Насколько я понимаю Вы хотели бы исправить его ошибку Да, вы правильно меня поняли Если вы договоритесь со своим клиентом Я посодействую кардинальному изменению ситуации Меньшов пойдет на любое соглашение, чтобы выйти на свободу Прекрасно Значит, я вам расскажу свое предложение А вы, надеюсь, в точности доведете его до вашего клиента В этом вы можете совершенно не сомневаться И вот еще Игорь Дмитриевич не в курсе нашей встречи Действительно Надеюсь, теперь вы понимаете всю серьезность нашего разговора Да-да, безусловно И у меня будет еще одно непременное условие Я внимательно слушаю вас, Петр Ильич Субтитры создавал DimaTorzok Я слушаю Это Юля Юля Как хорошо, что вы позвонили Вы уже добрались до мамы? Еще нет С вами хочет поговорить Артем Артем? Алло Здрасте, Кать Только, пожалуйста, не бросайте трубку А? Зачем вы звоните? Катя, вам грозит серьезная опасность Что вы имеете в виду? У меня есть доказательство, что Лидия Сергеевна погибла не в результате аварии Ее убили Кто? Отключилась Ты напугал ее Не надо было так сразу Да, наверное Мне надо с ней встретиться Она теперь совсем закроется Она и мне доверять не будет Теперь это не важно Мы знаем про нее все Ничего мы про нее не знаем Во всяком случае, она ключ ко всему И этим ключом нельзя не воспользоваться Судя по всему, твоя новая хозяйка тоже жертва Игорь, это ты? Кать, ты еще не спишь? Уже легла А А Не хочешь прокатиться? Нет, спасибо Я очень устала Жаль Спокойной ночи Хороших снов До свидания До свидания Ладно Пойду я, Артем Знаешь что Не надо тебе Никуда уходить Не надо Не надо Ты ведь потом жалеть будешь Я жалею только об одном Что раньше тебя не разглядел А теперь Разглядел? Начинаю Я заспешил Просто страшно стало Ты сейчас уйдешь Я Больше никогда тебе не увижу Отвлечешься? Ой, с радостью Транспортная компания Дьякова И что тебя в ней так заинтересовало? Да вот изучаю Хочу предложить им Новый интерфейс Это ж какой-то Камень век Ну изучай А ты договор подсчитала? А ты? Аль, ну ты же знаешь Я в этом Ну не разбираюсь Мне помогают Заинтересованные В вознаграждении Специально обученные люди Ну с этими Все понятно Получат свое Им хоть трава не расти Ты хоть обратил Внимание На свой годовой процент? А что с ним? Что? Там вместе С обязательной страховкой 31% в год Ну и что? Это Типа Ужасно много? Балда Ты не сможешь Платить такие проценты У тебя отберут Квартиру Если ты, конечно Сам не решил Избавиться от нее Таким экзотическим Способом Да Вот и верь После этого людям Но Мне Очень Нужны были деньги Очень Понимаешь? Позарез А квартиру Все равно отнимут У тебя задолженность По ипотеке? Два месяца Ты не можешь Согласиться С такими условиями Кредита Тогда не знаю Что делать Кирюша Неужели ты не понимаешь Что если ты Подпишешь этот договор Твоя квартира В тот же день Перейдет к банку И уже на следующий день Ты должен будешь Банку Большую сумму Которая будет Увеличиваться кратно С каждым днем Этот договор Такая же ловушка Как и всякий договор С быстрыми деньгами Вот такие у тебя советчики Советчики Есть ни при чем Я сам им сказал Что я сразу готов На все Ну конечно Ни при чем Я тебе помогу Я покажу этот договор Знающему человеку Его нужно просто Привести в порядок А сколько займет Времени Это все Ну я думаю Дня два Три А ты опять Хочешь куда-то уехать Ну да Конечно Я же Я же в Москве Все бросил Из этого кредита Взял сорвался Уехал назад А что у тебя там За дело Я же тебе обещал Что я тебе все расскажу Но потом Пока рано Обещал Извини Алло Алло Мама, привет А ты дома? Нет, я не дома Я на процедуре Ты забыла? Поняла Я перезвоню Целую пока Мама Мамочка Она тебя не слышит Девочка Она умерла? Нет Твоей маме Девочка не удалось Как твоя мама Не старалась У нее ничего не получилось Мамочка Вот до чего Мужики доводят Мамочка Девочка Не плачь Мы пока Твою маму С собой заберем У тебя есть С кем остаться Я с мамой Поеду С мамой Девочка Нельзя Тогда я никуда Ее не отпущу Она дома Останется Ереша Мама Ереша Мамочка Тебе больно? Я не знаю Мама Не думай о нем Никогда Я его не прощу Когда он опять К нам придет Я его прогоню Он больше никогда Не прощу Никогда не прощу То, что вы задумали Напоминает мне Бомбу замедленного действия Оставить Катю В вашем доме Под видом Лидии Сергеевны Я не хочу это обсуждать Петр Ильич Я просто хочу Чтобы так было Я не вижу Другого способа Отблагодарить Катю За то, что она сделала Для меня И для Светланы Ну, таковы были условия Нашего с ней договора Это не важно Простите, но Я никак не могу избавиться От некоего Опереточного привкуса От всей этой ситуации Как вам угодно Игорь Дмитриевич Игорь Возьмите себя в руки У вас столько проблем А вы хотите взвалить на себя Еще одну С криминальным оттенком Ну, неужели Эта провинциальная девочка Настолько вас взволновала Я не хочу об этом говорить Нам Хорошо, вам Удалось убедить всех Что Катя – это Лидия Пусть так и Остается А чтобы У вас не осталось сомнений Вот договор о разводе Не делайте За меня ее не стало Я ее вернул в эту жизнь Поверить не могу А если это Ловушка Если Пашков просто хочет Грохнуть меня на воле А этот Кулагин Только рисует нам Перевертыша Зачем тогда ему вас освобождать Простите Он мог это сделать и раньше И вообще А Петр Ильич Правильный человек И очень авторитетный Но он же не может не понимать того Что как только я отсюда выйду Пашкову лучше вешаться Потому что я его И его жену Никогда не прощу Наверное понимает Но я так понял Что между ними черная кошка Пробежала Вот он и решил Нашими руками Хозяина своего похоронить Да нам то что Главное что они завтра же Все прямые улики из дела Удалят И вы будете на свободе Ладно Действуй адвокат А там посмотрим Как фишки лягут Только у него одно условие Говори Кулагин просил Только об одном Не трогать жену Пашкова И его дочь Это хорошо Что вы Больше не плачете Лидия Сергеевна У вас сразу Лицо разгладилось Оно стало Таким же нежным Как и прежде Ничего я потерплю Я дольше терпел Пока и вас не заполучил Таился от всех Мечтал Мучился С тех самых пор Как вас увидел Вы должны понять Что отсюда вас вывести Могу только я Больше не одна живая душа Значит выйти мы отсюда Должны с вами вместе Рука об руку Я поняла Вы меня тоже должны понять Я просто беспокоюсь о Светочке Ну не надо переживать С ней все хорошо Операция прошла успешно Ее прооперировали? Да Три денечка уже Все довольны И доктор доволен Как говорят сестрички Даже швы уже подсохли Но с ней же не было рядом матери Как Игорь мог такое допустить? Ну почему же не было матери? Была мать Что вы имеете ввиду? Она и сейчас Рядом с вашей дочкой Какая мать? Ты что несешь? Какая мать? А вы посмотрите в зеркало Лидии Сергеевны И увидите Ты меня что разыгрываешь? Посмотрите в зеркало Лидии Сергеевны И она вам все скажет Спокойной ночи Лидии Сергеевны Алло, Твиташечка Это я Лидии Сергеевны Слушаю, Климов Кто? Да, Дарья Проховьевна Слушаю вас внимательно Что? Когда? Вы уверены, что это была Катя? А вы можете к нам приехать прямо сейчас? Нет, завтра С утра Сразу Хорошо Очень вас жду Что, Лидия Сергеевна Вам что-то нужно? Нет, просто не спится Вы если хотите Идите Можете отдохнуть А я побуду со Светочкой Спасибо, Лидия Сергеевна Нам не положено С ней все хорошо Святослав Николаевич Сказал, что в понедельник Уже можно будет выписывать Понедельник Да Ей осталось терпеть нас Всего два дня Вызови мне такси Не понял Ты куда собралась? Побаловались и хватит Хорошего понемножку А теперь мне надо ехать Побаловались? Ну я не знаю Как это обычно у вас там называется А мне ехать надо Я маму предупредила Она Она волноваться будет Я не понял Ты мне мстишь, что ли? Нет Я просто уезжаю Ты мне вызовешь такси или нет? Так а ну сядь Не командуй Сядь, я сказал А я не понимаю Что тебе не нравится? Лидия тебя бросила Ты остался один Затасковал Я под руку подвернулась Ну что? Ну почему? Я же не против Пожалуйста А теперь мне пора Мне нужно ехать Все Ты ненормальная А что ты думал? Ты пригрел меня разочек А я стала твоей собачкой Два года Два года я ждала Я плакала Я мучилась Я плакала и утиралась Я плакала и утиралась Ты это все видел И делал вид, что меня просто не существует Теперь ты мучайся Так все, хватит Ладно, все Я признаю Я был дураком Был глуп Все, извини Никогда не прощу Пожалуйста, ну Только не уходи Давай утром и говорим Не о чем разговаривать Прошу Ну не уходи сейчас Когда ты все сказала Не все Хорошо Остальное скажешь утром Договорились? Ну правда, поздно уже Я не буду спать с тобой в одной постели Как будто мы с тобой муж и жена Хорошо, я Я на диване посплю Спокойной ночи Лидия Сергеевна У вас цветы в дверях Как бы не сосохли совсем Да, я видимо уснула Не слышала, когда муж приходил Я вам сейчас еще одну вазочку для них принесла Он у вас такой внимательный В нашем центре вам все просто обзавидовались Да Он такой Петр Ильич Зачем вы хотите выпустить Меньшова? Сегодня же И безо всяких условий С вашей стороны Петр Ильич Вы очень рискуете Меньшов сейчас как голодный зверь Не боитесь последствий Особенно для нашего босса Это не ваша забота, звуф Ну что ж Воля ваша Да, вы правы, моя Насчет вашего Ярославского истребка Оперативка с утра пришла Дело Савельевы закрыто Признано выбывшей из состава живых А вот за это большое спасибо Ну спасибо-то на хлеб не намажешь Мое намажешь Хлебнете вы с этим Меньшовым Он же беспредельщик Спасибо, что напомнили Закрой дверь Извините Дарья Прокофьевна А Катя не сказала, где она сейчас? Не сказала Сказала только, что с ней все хорошо Но я-то по голосу слышу, что не все хорошо Вот я к вам и пришла, чтобы понять Что же с ней такое Почему, за что Ведь я ее с детства знаю Да что с детства Еще до рождения Когда Надя, подруга моя Ее с сестрой под сердцем носила Подождите С какой еще сестрой? Так они же двойней носились Катенька и ее сестра Только сестра мертвой родилась Сестра-близнец? Ну да Надя беременна была двойней Но, слава богу, Катя выжила Здоровенькой родилась Сестре не суждено было Теперь тебе ясно, что дело нельзя закрывать? Бегом к Прохору Какое дело? Дарья Прокофьевна Давайте еще раз Поподробнее Во сколько вам позвонила Катя И о беременности вашей подруги? Ну что, с машинкой разобралась? С машинкой разбираются Они там что, и крылья что ли приделывают? Крылья, крылья И плавники Вот, посмотри-ка Что это? Это кредитный договор одного моего партнера Из салона? Нет Другого А имя есть у этого партнера? А то здесь все зачеркнуто, перечеркнуто Жень, ну зачем тебе имя? Ты посмотри Здесь банк Абсолютно фашистские условия предлагает Нужно все проверить Все почистить Ну, сумму кредита можно уменьшить А что, у партнера нет своего юриста? Тебе что, для матери жалко? Да нет Для мамы не жалко Девочка моя Денька за два сделаешь? Хорошо, сделаю Это все? Ну, мы можем с тобой сегодня пойти куда-нибудь выпить А процедур в твоем новом салоне сегодня нет? А ты думаешь, что каждый день такая халява? Размечталась? Нет, не думаю Петр Ильич? А мы не могли бы с вами увидеться? Кто вы? Откуда у вас мой телефон? Я очень близкий знакомый Кате Савельевой Точнее, жених Поздравляю Но я не знаю, кто это А, да, простите Она же теперь Лидия Сергеевна Пашкова Да? Ну, ее-то вы не можете мне знать Это же жена вашего хозяина Ну, в принципе, это не мое дело Но ее по какой-то причине заменяет Моя невеста Катя И если вы, пусть так дальше, продолжаете делать вид, что Ничего не происходит, что я круглый идиот То вы об этом очень сильно пожалеете Только не надо меня пугать Чего вы хотите? А я вам скажу Скажу только лично Лично при встрече Если встреча не состоится То я пойду в полицию Напишу заявление, что знаю, где находится моя невеста Катя Ну, а заодно они уже потом заинтересуются судьбой настоящей Лидии Сергеевны Пашковой Ну что, встречаемся? Ну, только если бы опасство Говорите, где? Ну, чтобы вы не проломили мне голову Лучше, конечно, какое-нибудь людное место Так мне будет как спокойнее и комфортнее Может быть, тогда в Мавзолей Смешно, смешно Хорошо, как я вас узнаю? А ваш помощник очень хорошо знает меня в лицо Он же подсыпал мне наркотики в кофе Ну, если не вспомнит, я не гордый, я представлюсь Да, в принципе, все ваши патрыты хорошо знают Не знал, что мы так популярны Так, ждите звонка Вот так, господа Любопытно Проблемы? Привыкай, Макс Чем ближе к концу, тем тоже узел Ваша комната все больше становится похожа на будуар Примадонны Когда вы вернете мой паспорт? Все документы вы получите, как только Светлана вернется домой И что-то произошло? Как погибла Лидия? Я вам уже говорил Она погибла в аварии Вы говорите мне правду? А откуда ваши сомнения? Вы говорили мне, что отношения Игоря с Лидией расстроились из-за Артема Да А после этого она погибла Ну, неужели вы думаете, что Игорь Дмитриевич Причастен к гибели своей жены? Я просто хочу, чтобы мне вернули поскорее паспорт Это все, что мне надо Это все, что мне надо Добрый день Мне помешал? Нет, нет, ну что вы Это тебе Игорь Дмитриевич, а он больше не нужен? Не уезжает никуда Хорошо Мне показалось, или он тебя с чем-то обидел? Тебе показалось? У меня для тебя есть подарок Какой подарок? Я говорил со Святославом Михайловичем Он рекомендовал поехать отдохнуть со Светой На море Я взял билеты для всех нас в Испанию Сразу после Рождества Игорь Дмитриевич, спасибо, но я бы хотела поскорее уехать Уехать? Да Я очень прошу, не надо строить на меня никаких планов Я всем довольна И если вы хотите сделать что-то хорошее для меня Я вас очень прошу, не задерживайте меня, пожалуйста Ты Ты сама не знаешь, чего говоришь и просишь Пожалуйста, не торопись Дай время Дай время мне и себе Пожалуйста Ради нее я на все готов Даже на то, чего я от себя никогда не ожидал Я очень устала Я хочу, чтобы Петр Ильич поскорее вернул мой паспорт Я хочу уйти Пока ты не объяснишь, в чем дело Об этом не может быть и речи Извините, мы можем кормить девочку? Или вы подойдете сами? Да, я иду, сейчас подойду Я ее не узнаю Но в сущности вы ее никогда и не знали Если быть на конце откровенным Почему это у вас так радует? Ну, потому что мы наконец-то говорим трезво Вы задаетесь вопросами, которые сами же и создали Наконец-то у меня появилась надежда, что это ваше увлечение очень скоро пройдет Меня что? Должна тронуть ваша забота? Пока я во всем сам окончательно не разберусь Я свое решение не изменю Но в таком случае вы должны знать, что жених Кати пытается меня шантажировать Он вам звонил? Да, он настаивает навстречу На эту встречу я пойду сон Хорошо Как только он назначит место и время, я вам сообщу Мама, у тебя плохое настроение Нет, доченька, все, все нормально Ты говоришь правду? Да, просто спала плохо Мне тоже тут надоело Скорее бы домой, да, мамочка? Да Мне и так хочется скорее начать наряжать нашу елочку Ну, недолго осталось Папа! Здравствуй, доченька Привет А ты уже придумал, кто у нас будет Снегурочкой? Да Ну, знаешь, это такой непростый вопрос Я должен посоветоваться с Дедом Морозом Посекретничать Хорошо, можешь секретничать Спасибо С возвращением, Владимир Анатольевич Мне нужна эта дрянь, Вика Достань ее хоть из-под земли Сделаю И собери своих ребят Они обещали поискать архивы роддома, где родилась Кать Савельева Ну, надежд мало Слишком много времени прошло Избирательные оцифровки каждый раз как пожар Понятно А где второй? Я же говорил, никуда не ходить Здесь же документы Ничего, нормально Ну вот, все, что нашлось по вашему запросу Истории болезни, увы, не сохранились Есть только перечень документов, которые после оцифровки уничтожались Фамилия Рожениц, полуребенка Если ребенка крестили, может, сохранилась запись в церковных книгах Это вряд ли А врачи, фамилия Акушеров? Должны быть Давайте, лейтенант Впрягайтесь Желаю успеха Спасибо А что, если я не смогу вас полюбить? Когда мы станем с вами богачами, полюбиться Что за секретная с Людей Сергеевны? Вы должны дать мне слово, что никто не узнает о том, что я вам сейчас скажу Даже Артем? Никто Ну, в таком случае вы можете быть абсолютно уверены О нашем разговоре не узнает ни одна душа На днях я получила вот это письмо Оно из Франции Отметка юниор коллегии Вы получили наследство Я не знал, что у вас родственники за границей Не у меня, а у Светы У Светы? Да Умер ее родной отец Отец Светы? Не делайте вид, что вы у меня были в курсе Игорь об этом знал еще до свадьбы А разумеется, я об этом ничего не знал Ладно, это не важно Почитайте письмо, вы все поймете И я хочу, чтобы мы с вами съездили к этому консультанту Он пустое место, я ему что, девочка, так со мной разговаривать? Лидия Сергеевна, он говорил с вами нормально, но таковы условия завещания Ваша дочь может вступить в права наследования только по достижению ее совершеннолетия До этого вы, как опекун, можете иметь годовое содержание, прописанное в завещании Сто тысяч евро И что я смогу сделать на эти деньги? Девочке предстоит сложнейшая операция Бог знает, сколько я ей буду еще возить по курортам, восстанавливать А ее еще нужно воспитать, а дети дать образование Ну, все претензии к завещателю, отцу Светочки Вот толкаш этот Заколов Даже после смерти он мне не может просить, что я вышла не за него, а за Пашкова Зато он завещал все свое состояние вашей дочери Которую не видел никогда в жизни Ну, это уже не имеет значения Найдите способ обойти эти дурацкие условия завещания, Петр Ильич Но вы же умный, вы же все можете Не даром же я обратилась к вам, а не к своему мужу Вам придется согласиться на условия завещания Иначе все 30 миллионов евро останутся за границей А я не ожидала от вас такой близорукости Не вопрос, я найду другого адвоката А вы уж будьте мужчиной, держите язык за зубами Я не хочу, чтобы Игорь узнал о завещании Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Кулагин Субтитры Алексею Дубровскому! Данечка Любимая Пройдет совсем немного времени И ты не сможешь выпустить ее из рук Ты будешь любить ее, как собственную дочь Все платьишко И игрушки, которые ты приготовила для Лидушки Пригодятся для нее Мы воспитаем ее И у нас будет такая же семья, как у всех Ты, я и наша дочь Лида Я хочу ее видеть Мне нужна моя девочка Это моя Лидочка Это моя ледочка И я хочу, чтобы не было Субтитры создавал DimaTorzok Алло? Да, Лидия Сергеевна. Простите, Катя. Ничего. Юля, у меня к тебе просьба. Могу ли я поговорить с Артемом? Не по телефону. Вы хотите с ним встретиться? Да. У меня к нему важные вопросы. Я думаю, он будет не против. Сегодня вечером сможете? Конечно, он приедет. Нет, подъезжайте вдвоем. Я сейчас не знаю, кому мне верить. Хорошо, мы приедем вдвоем. Вы как подъедете, наберите. Я за вами спущусь и проведу сюда, в комнату. Чтоб без лишних глаз. Конечно. До вечера. Ну, до вечера. Ну, вот. А я же тебе говорила, что она в их играх не участвует. Ну, об этом мы вечером вдвоем узнаем. Какой ты беспокойный. Ну, да. Или ты меня уже простила? Погоди еще. Скорик скажешь, только я буду гадить. Никуда не отпущу. Это очень хорошие новости. И все-таки хотелось бы понять причину, почему так резко изменила свое решение Лидия Сергеевна. Она ведь и слышать не хотела об опекунстве. Видите ли, Дмитрий Модестович, я думаю, что очень сильное эмоциональное влияние оказало на мою клиентку болезнь девочки. Операция. Она вдруг прониклась ценностью ее жизни. Должен признать, они удивительно сблизились за это время. Дочь и мать. Многое открыли друг в друге. То есть, условно говоря, на будущей неделе мы смогли бы пригласить нашего французского коллегу в Москву. Верно я вас понимаю? Ну, зачем же условностей? Господин Кляши и так очень долго ждал. Девочку выписывают в понедельник. Ну, если занятость нашего коллеги позволит, мы могли бы назначить нашу встречу на вторник. Отлично. Тогда я предлагаю, чтобы все документы были подписаны к нашей встрече. Я все подготовлю. Наконец-то дух господина Соколова утешится, и его завещание вступит в законную силу. Очень надеюсь на это. Ах, вы извините, но мне надо спешить. Понимаю. Ты замерзла? Нет. О чем думаешь? Папа сказал мне, чтобы я уговорила тебе поехать на море. Он сказал, что ты не хочешь. Это правда? Я просто считаю, что тебе пока рано лететь на самолете. Нужно окрепнуть. Но дядя доктор Литвинов сказал, что через месяц я забуду про операцию. Ну, хорошо. Тогда и посмотрим. Ты что надулась-то? Ты опять стала такой, какой была раньше, до операции. Какой? Чужой. Доченька, ну просто лизею бывает разное настроение. Сегодня одно, завтра другое, послезавтра третье. Тебе просто меня больше не жалко. Зачем тебе моя жалость, когда я тебя очень сильно люблю? А это больше, чем жалость? Ну, конечно. Я тебя тоже очень люблю, мамочка. Я буду очень стараться, чтобы поскорее выздороветь. И полететь на море. Все втроем. Либо у папы не было много дел. Алло. Господа, я уже рядом. Быстро вы. Так ведь делать на миллион. Но это мы еще посмотрим. Что-то не нравится мне ваше настроение, Петр Ильич. Вы хотели бы, чтобы я успел или сплясал? Так, господа, все, шутки закончились. Если вы этого еще не понимаете, я вас всех пущу под откос. Понятно? Но без шуток так без шуток. Говорите, где и когда встречаемся. Записывайте адрес. Я запомню. Вы вообще в курсе, что в Москве пробки? А мы за городом. Само собой. Я вам по этому времени даю полчаса. Только я вас умоляю, господа. Давайте вот по-взрослому, вот без этих ваших ловушек. Ладно? Могли бы не предупреждать. Отлично. Еще раз. На всякий случай. Не надо меня высматривать. Я вас сам найду. Если я почувствую хоть что-нибудь некомфортное, встреча отменяется. Я уже понял, что вы предпочитаете комфорт. Увидимся. В центре, ровно через час. Успеем. Где ваш Макс? Отъехал по делам. Пойдем мы в Италию. Игорь Дмитриевич, что вы намерены делать? Что вы имеете в виду? Но мы все-таки едем на важную встречу. Может быть, у вас есть план? Есть. Плюнуть ему в лицо. Боюсь, это малоэффективный шаг. Вы что, предлагаете его пристрелить? Я пойду с вами. В таком случае, я бы вам настоятельно рекомендовал, по крайней мере, не участвовать в этом разговоре самому, а понаблюдать со стороны. Что думаете, они способны вести разумный диалог? А вы сами как считаете? Вы сейчас едете с открытым забралом, чтобы сразиться в открытом бою с женихом женщины, которые увлечены. Отчасти вами руководит ревность. Разговор должен вестись с холодной головой. С пониманием всей ситуации в целом. Поймите, мы же не знаем его аргументов. Давайте я выслушаю их, вернусь и доложу их вам. Решу по дороге. Ознакомился? Ну да. Знал бы он, что договор, сделав круг, вернется к тебе. Значит, это судьба у него такая? Угу. Судьба. Что будем делать? Задача та же, раздеть его. Надо только проценты спрятать. Штрафные санкции, просрочки платежей. Сделаем. А мы, что, специально так далеко встали? Да. Предлагаю вам с Виталиком пойти вперед. Возьмите столик. Я зайду чуть попозже. Время пока позволяет. Хорошо. Пошли. Да. Игорь Дмитриевич, майор Соснид вас беспокоит. Тот, который в отставке. Помните такого? Да, конечно, прекрасно помню. Евгений Александрович вернулся. И хочет вас видеть. Хорошо, я вечером заеду. Пап, Евгений Александрович просит приехать сейчас. Срочно. Срочно? Хорошо, я сейчас заеду. Скажите, а как Наталья Евгеньевна? Спасибо. Ей намного лучше. Эти швейцарские врачи настоящие волшебники. Евгению Александровичу даже удалось поговорить с Натальей Евгеньевной. Ну, что же, я рад, правда. Я скоро буду. Зверев хочет меня видеть. Что-то случилось? Не знаю. Почему ты мне сам позвонил? Он через твоего следователя. Может, Ваня-то? Какая тебе разница? В любом случае, по вашему вышло. Дома увидимся. Хорошо. Поехали. Сейчас приедет. Добрый вечер. Вас ожидают? Надеюсь. Проходите, пожалуйста. Спасибо. Добрый день. Благодарю вас. Да? Приятная фактуальность. Намерены поиграть в шпионов? Ну, кто вас знает? Ну, не сходите с ума. Я приехал один. Вижу, вижу. Так мы будем говорить? Конечно, будем. Слушаю. Мне нравится ваш деловой тон. Давайте его поддерживать. Мне нужны деньги. Один миллион долларов. На личном. Насмотрели сериалов? Петр Ильич, я же все знаю. И про Катю, и про старушку, которую вы грохнули, а потом ограбили. Я уж не говорил про мой отравленный кофе. Это же все вы. Вы и ваш подручный. Я его тоже узнал. Поздравляю. И? Давайте покончим совсем с этим. Если вы и дальше будете делать вид, что ничего не происходит, то я сейчас встану, выйду и проинформирую капитана Климову обо всем, что знаю. К сожалению, молодой человек, но вы опоздали. Дело вашей невесты закрыто еще вчера. Я уж не говорю о том, что она горит желанием сдаться в следствие. Она же у вас борет за справедливостью. Я в курсе. Но в вашем-то положении это ничего не меняет. Достаточно просто поднять вопрос. А куда, собственно говоря, подевалась жена Игоря Дмитриевича Пашкова? Вы ничего не боитесь? Один миллион долларов. Я еще позвоню. В последний раз. Минуточку, господин Жених. Присядьте, пожалуйста. Теперь послушайте меня. Значит, завтра в следственный комитет вашего города на стол капитана Климова ляжет письмо. Письмо такому содержанию. Соучастник убийства гражданки такой-то, гражданин Зимцов, прячет награбленную в своей квартире с указанием места, где находится тайны. Бред какой-то. Я никого не убивал, это никого мне нет. Он ничего не докажется. Даже не сомневайтесь. Вы-то с вашими мозгами должны были понять наши возможности. Вы сами определили соучастницу в покойнице. Когда познали ее в морге, помните? А значит, формально. Вы один будете нести всю ответственность. Это я вам как юрист говорю. Вы окажетесь за решеткой надолго. Я от всего откажусь. А Климова вы покупать не сможете. Знаете что? Поезжайте к себе домой. Найдите самый дальний угол. Забейтесь в него. И не высорывайтесь оттуда. А о Кате забудьте навсегда. Желаю вам всех доступных благ. Желаю вам всех доступных благ. Все точно. Девочка, сестра-близнец Кати Савельевой. Родилась мертвой. А кто подписывал акта смерти новорожденной? Старший кушер Родионова ТС. Нужно найти ее. Так что она помнит. Почти 30 лет прошло. А и посмотри, нет ли в списке роженец Осиповой Татьяны Васильевны? Осиповой? Да, это девичья фамилия Лидии Пашковой. Осипова Татьяна Васильевна, это ее мать. Здравствуйте, Игорь Александрович. Здравствуй, Игорь. Мне Вениамин Денич сказал, что Наташа пришла с тебя. Вам даже удалось с ней поговорить? Да. Все остальное тебе расскажет со сне. Прошу вас. Я слушаю. Внимательно. Видите ли, Игорь Дмитриевич, Наталья Евгеньевна окончательно пришла в сознание и вполне адекватно реагирует на происходящее. Ну что же, я рад, я поздравляю. Но она отрицает, что в ту ночь говорила по телефону с вашей женой. Так я и не утверждал. Я просто сделал предположение. Я точно не знаю, был ли такой разговор. А может быть, может, Лида просто случайно набрала номер Наташи? Два раза. Бывает? Бывает. Но только оба разговора длились один минуту и десять секунд, а другой почти две минуты. Я к тому, что есть время понять, что ошибка. Тогда не знаю. Вот и мы не знаем. Наталья Евгеньевна отказывается сказать, с кем она говорила. Почему? Ну, такова ее позиция, наверное. Странно. Да, но это ее право. И мы вынуждены поговорить с вашей супругой. А. Да. А может, она кому-то передавала телефон? Ведь так же бывает. Случайно, безо всякой причины, просто там дала телефон водителю или приятельнице. Я сомневаюсь. Никогда за ней такого не замечал. Потом, кому? Ночью. А, кстати, вы не вспомните, где той ночью находилась ваша жена? Она оставалась дома. Это точно? Да. Я поехал в офис. Лида пошла спать. Ну, да. Когда она утром, на следующий день переехала к дочери в медицинский центр. У Светы была назначена операция, и Лида хотела быть ближе к дочери. Это нормально. Ну, конечно, конечно. Ну, а, собственно, нам осталось только договориться о встрече с Лидией Сергеевной. Это Игорь Митич организует. Да, да. Конечно, конечно. Я устал. До свидания. До свидания, Евгений Александрович. Все. Ну, я жду вашего звонка. Послезавтра мы перевозим девочку из больницы домой. Давайте лучше дома. Давайте дома. Значит, договорились. В понедельник вечерочком я у вас дома. Решено. Будем ждать. Нашел. Тихо, тихо. Все-таки в храме истории. Нашел. Держи. Спасибо. Нашел, товарищ капитан. Вот. Осипова Татьяна Васильевна родила девочку на один день раньше Савельевой. Рост 52, вес 3-100. Вот. Будем искать старшую акушерку Родионова. Она принимала роды. Акушерка твоя. А я пойду в Питер. Угу. Посыпой. Угу. Там дам сложный, а тебе не по зубам. Ну. Как прикажете. Пожалуйста. Следующий. Мой хороший. Чего так рано? Мой котик. Макс! Нежданчик? Выследил. А как же? За тобой приехала красота моя неземная. Собирайся. Я с тобой не поеду. Поедешь. Велен тебя за волосы тащить. Если не уговорю. Давай не шути со мной. Ты меня знаешь. Не бойся, Зоненька. Очнется твой буром по утра. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Нападавший? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Нападавший в глубокой коме. Гантель в голову прилетела. Был вооружен пистолетом Макарова. Хозяин квартиры полный невменько. Тем более немой. Ну, вернется человечка с комы. Допросим. А. На связи. Игоря Дмитриевича еще нет? У нас тут с Максом беда. Что такое? Я и сам толком не знаю. В больнице он не от ложки. Марья Семеновна разговаривала с полицией. Игорь Дмитриевич, я здесь. Петр Ильич, о чем вы говорили с Натальей, когда звонили из телефона людей? Зачем вы ей звонили? Ну, потому что этого хотели вы сами, Игорь Дмитриевич. Не помню, чтобы я давал такое распоряжение. В прямой нет. Но я же видел, что она вам мешает. А в нашей ситуации она могла бы все испортить. Я ей только позвонил и попросил больше вас не беспокоить. Я и предположить не мог, что все так и вернется. Мне очень жаль, что вам приходится оправдываться. Простите меня. Сколько они ночи? А что с договором о разводе? Мне готовить новые экземпляры? А я еще ничего не решил. Не надо, Игорь Дмитриевич. Я прошу вас, не связывайтесь с ней. Через три дня, но максимум неделю, она исчезнет из вашей жизни навсегда. До свидания. Ну, допустим, вас уговорили, ну, убедили заменить трагически погибшую мать. И вы согласились. Ради ребенка. А что значит допустим? У меня не было никаких других причин. И нет. Совсем никаких? Артем. Извините. Просто я не могу понять одного. Почему они скрыли факт гибели Лидии Сергеевны от всех? Они боялись, что эта информация дойдет до девочки. А ее нельзя было волновать перед операцией. Чтобы маленькая девочка могла что-то понять по поведению взрослых. Много ты понимаешь. Я, когда была маленькая, я все чувствовала и про маму, и про отчима. Все видела и все понимала. От меня ничего нельзя было скрыть. Допустим. Хотя вы меня не убедили. Артем, вы в чем-то подозреваете Игоря Дмитриевича? Я не могу это доказать. Ну, тогда не надо наговаривать на человека. Да. На Игоря Дмитриевича это не похоже. Скажите, а все переговоры с вами великолаген? Я сказала вам достаточно. Все остальное не моя тайна. Полиция пыталась выяснить, как он оказался на месте происшествия с однестрельным оружием. У него есть разрешение. Он работает в службе безопасности. Ну, это уж они сами пускай разбираются. Он выкарабкается? Как вам сказать? Нелегко ему придется. Все, что будет необходимо, говорите. Доставим. Скажем. Я завтра приду. Ну, приходите. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ты где? Куда-то подевался? Я свое обещание выполнил. Ваш клиент на свободе. А что с моим условием? Ну, я надеюсь на вашу порядочность, господин Курашев. Еще раз извините за поздний звонок. Счастливых снов. Не доверяют нам Петр Ильич. По себе людей мерит. И то правда. Мы ему обещали. Ну, не трясись так. Если Пашков все сделает правильно, то с ее головы и волос не упадет. Очень надеюсь, что так и будет. Виктория. Кукла моя американская. Что такое, Вадик? Я не понимаю. Твои парни хватают, тащат куда-то. Ночь на дворе. Тебе совершенно нечего бояться. Ты у меня в гостях. Сядь, отдышись. Принеси что-нибудь выпить нашей ночной гости. Ну, так никто не делает, Вадик. Ну, не сердись. Мы же друзья. Да? И что тебе нужно? Мне очень нужна твоя помощь, Викуля. Дружеская. Чем я могу быть тебе полезна? Даже смешно. Кто я, кто ты. Ну, напрасно ты так себя низко ценишь. Ты же в своем роде абсолютно незаменима. Не нравится мне все это. Между друзьями так и бывает. Не нравится, а ради дружбы делаешь. Катя, Катюшечка, доченька моя, солнышко, Катюшечка, Катя, Зоечка, ну что ты там стоишь? Ну, иди сюда, ну, посмотри, это твоя сестреночка, Катюшка. Хочешь ее поцеловать? Нет, не хочу. Ты ведь будешь ее любить, правда? Конечно. Это же ее сестренка, да? Смотри, какая она крохотулечка. Молчая. Ой, 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 ой. Катенька, как лошадь. Ну, Катенька, ну, солнышко мое, ну что ты клачешься? Ну, что у тебя болит, скажи маме. Ну, не плачь, Катюша. Может, скучает по сестренке? Такое бывает. Ничего по ней не скучает? Ну, не стыдно, зольчиком. Она там все время и будет овать. Зоя, Катя сейчас успокоится и будет спать. Ребенок болеет. Ура. Ребенок болеет. Зоя, ну что ты наделала? Зоя, зачем ты окрала крыло на улице мороз? Катюша совсем раздета, она может заболеть. Зоя, какая ты противная девочка, как тебе только не стыдно. Погоди, а как так получилось, что они нашли Катю за такое короткое время? Почти за несколько часов. Ну, интернет. Там сейчас столько всяких программ. Да погоди, ты меня не понимаешь. А что, если они нашли Катю, когда Лидия была еще жива? Да ты что? Это совершенно развязывало им руки. Здравствуйте, братцы. Зоя? Боже, Зоя. Откуда ты? Артем, мне очень нужна твоя помощь. Ну, пойдем? Спасибо. Спасибо. В общем, я узнала, что тебя выгнали с работы у Пашкова, и поэтому решил прийти. Извини, мне просто некуда было деваться. Мы оказались с тобой одной пострадавшей стороной. Нет, если бы я знала, что вы с Юлей, я, конечно, не пришла бы. Ну, я, правда, ребят, я до завтра, максимум послезавтра. Не понимаю, чем ты могла насолить Кулагину? Он обещал нам не жениться. Кулагин? Да. Потом в его планах что-то резко поменялось, и он решил избавиться от меня таким способом. Я бы и так не стала виснуть у него на шее. Мне кажется, он теперь везде меня ищет. Тебе надо было сразу в полицию. Не-не-не, полиция, я боюсь. У него же там связи. Да нет, у него там особо никаких связей. Один продажный майор, да и все. Нет, ну, в полицию все равно не хочу. Если честно, я бы поговорила с Лидией Сергеевной. Мне кажется, она могла бы меня защитить. Ты уверена? Да. Я знаю, что она сейчас в больнице со Светочкой, и, по-моему, у нее телефон изменился. Только я бы на нее так не рассчитывала. Почему? Есть причины. Но я бы все равно с ней поговорила. Так, ладно. Ты давай отдыхай пока, а мы решим, чем тебе можно помочь. Пойду принесу тебе белье. Спасибо. Ну, что скажешь? Всегда знала, что у нее шашня с Кулагиным. Она как у Пашковых появилась, у них так сразу все и началось. И что? Ну, что-то я не верю в ее эти россказни. Думаешь, Кулагин на такое не способен? Не в этом дело. Кулагин вообще темная лошадка. Но вот то, что она так рассчитывает на помощь Лидии Сергеевны, то это странно. Пашкова ее всегда с трудом переваривала. Она ее считала неряхой, лентяйкой. Но грозилась ее уволить. Ну, в любом случае, нам нужно будет ей сказать, что Лидия Сергеевна теперь не совсем Лидия Сергеевна. Слушай, а у тебя самого с ней ничего не было? Чего-то она к тебе так прибежала, адрес твой знает. Юн, давай только не начинай, ладно? Ты чего? Ну, просто меня Виталик меня как-то подвозил, и она тоже куда-то ехала. Вот и все. Мне все равно. Точно? Юн. Откуда это у вас? Это моя сестра Катя. Зачем вы здесь? Я хочу работать. Я пришла по объявлению. Вы никогда раньше не видели Лидию Сергеевну? Никогда, поверьте. А чего ты так испугалась? Вы так на меня смотрите? Не надо ничего бояться. Просто эту фотографию никто не должен видеть. Договорились? Конечно. Умница. Ну, пожалуйста. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА На, Маш. А сохранился мой Дед Мороз, которого мама Свердловский покупала? Ну, а как же. Все игрушки вытащила, поперечистила, приготовила. Ждут, когда Светочка приедет, вот елку наряжать будет. А Ледочка? Ее Катей зовут. Красивое имя, Катя. Она... Уходит, мамыш. Вот вернуться из больницы и все. Что ж, сама уходит? Или что-то не нравится? Ничего не нравится. Ну, ничего не нравится. Так не бывает, чтобы ничего не нравилось. Нет, ну... Светку она любит. Очень. Ну вот. А говорят, что чужих детей не любят. Любят. Да. В этом мы с ней похожи. Ну, это ж не мало. И шо ж теперь, ее не остановить? Все не так просто. Может, и хорошо, что не просто. Когда просто-то, оно я как бы... Не заслужила. Нет. Тут я, пожалуй, заслужил. По полной. Ладно. Сам разберешься. А не разберешься, так я еще живая. Не сиди на холоде долго. Спасибо. Спасибо, муж. СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ Любитушка Д previous night Не разбудил? Хотел пожелать тебе спокойного ночи. Спасибо. Что делаешь? Смотри на елку. Здорово. Красивая. Сама увидишь, недолго осталась. После этого поможешь Светке нарядить ее. У вас получится, ну, фантастически. Игорь, ну, какой же ты коварный, а? Да, я такой. Сначала Светочку поговорил про море, теперь елка. У меня нет выбора. У меня остался всего один путь влияния на тебя. Я даже боялся, что теперь лишь на вы. Спасибо, что позвонил. Целую. Что? Спокойной ночи. Погоди, погоди. Ты что сказал перед этим? Спокойной ночи. Нет, перед спокойной ночью ты что сказал? Целую. Спокойной ночи. Спасибо. Спокойной ночи. 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 Ася, ты в детскую убралась? Убралась, Мария Семеновна. А у Лиды Сергеевны? Убралась. Молодец. Доброе утро. Здравствуй, милый, здравствуй. Что происходит? Прямо врал какой-то на Адмиральском судне. Ну, наши же завтра из больницы возвращаются. Игорь Дмитриевич приказал, чтоб все блестело. Вот как? И в детской, и у Лиды Сергеевны в комнате? Ага, и в детской, и у Лиды Сергеевны в комнате. Ясно. А сам-то где? В Москву зачем-то поехал. Не к Светочке? В Москву, говорю. Ну, если у тебя дело-то есть, сам и позвони. Чего же его беспокоить-то буду? Он, наверное, сюрприз готовит для своих женщин. Ну, вот уж не знаю. Зато я почти уверен. Ладно, поеду по делам. Буду нужен позвонить. Ты сейчас сам за рулем-то? Ничего, Мария Семеновна, ничего. Ну, что, принцесса, бросаешь меня, старика? Вы не старик. А вот не будешь больше болеть, так и я не буду долго стареть. Привык я к тебе, маме твоей. А мы разве завтра не увидимся? Завтра нет. Ночью лечу в Красноярск. В командировку? Да. И мы больше не увидимся. Ну, почему же не увидимся? Вот пройдет Рождество. И милости прошу на осмотр. А папа же собирался куда-то с вами лететь, насколько я знаю. Да, на море. Ну, вот. Так что, хорошего вам Нового года, Рождества. А это мой тебе новогодний подарок, Светуля. Танечка! Мама, птичка! Нравится? Очень, очень. А она теперь с нами жить будет? Конечно. А как ее зовут? Птичку зовут? Не знаю. Пока ее никак не зовут. А вот ты сама ее и назови. А это мальчик или девочка? Девочка. Тогда пусть будет Маша. Чудесное имя. Спасибо вам, Святослав Николаевич. Здравствуй, Маша. Я все. Садись. Артем где? А Артем где? В качалку свою ушел. В качалку свою ушел. Давно у вас с ним? В качалку свою ушел. Хорошо. Ну, будет видно, хорошо или так себе. А значит, с Лидией у Артема все. Тебе-то какое дело? Радуюсь за вас. Спасибо. Завтракать садись. Я в душ. Я тебя подожду. Как знаешь. Готовьте девочку к прогулке. Я пойду оденусь. Хорошо, Лидия Сергеевна? А птички с нами можно? Боюсь, что вряд ли. Там мороз. Все, Маша, сиди здесь и жди нас. Юля? Нет, Катенька, это не Юля. А кто? Не узнаешь, сестрица? Зоя? Ну вот, узнала, какое счастье. Я думала, придется напрягать твою память. Удачи. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Татьяна Васильевна, следователь Климов Это, конечно, вы Я так и знала, что вы от меня не отстанете Спасибо За что? За то, что ждали Тапочки надевайте Спасибо Значит, у нее есть Сестра-близняц Да Матери мы сказали, что один из близняшек родился мертвым Мертвым? Это так жестоко Танюш, милая Неужели ты считаешь нас совсем бессердечными? Там очень простая семья Муж инвалид второй группы У них уже есть маленький ребенок Тоже девочка Им было бы трудно поднимать троих Можно даже сказать Что ребеночку повезло Вашей семье она будет в несравненно лучших условиях Кто-то говорить не о чем А если они встретятся когда-нибудь? Когда вырастут? Ну, это наивное Можно даже сказать Фантастическое предположение Один шанс из десятков тысяч Танюш Ну, вряд ли мы здесь надолго задержимся Сама понимаешь, я могу получить назначение по службе в другой город Значит, мы украли этого ребенка Да, Сережа? Этот ребенок ваш шанс Возможно, последний Позволит ли ваше здоровье вам снова забеременеть? Большой вопрос Все, чем мы можем оплатить ей Надо постараться сделать ее счастливой Виточка А вы не знаете фамилию женщины, чью дочь передали вам? Я не интересовалась По понятным причинам Вероятно, мой муж дал старшей акушерке какие-то деньги, чтобы она подменила Мою умершую дочь, чтобы молчала потом Не знаю, я не вникала Ясно Да, не вникала Скажете, что так не бывает, что я эгоистичная гадина Нет, не скажу Так бывает А вы не помните фамилию старшей акушерки? Вот вы женаты, капитан? Нет Не успел Понимаю Работа Не знаю, сможете ли вы тогда понять меня Мой муж Очень любил меня Иначе бы никогда не пошел на такое Без сомнения Значит, их пути все-таки пересеклись И где же сейчас Лида? Мы ее ищем И, честно говоря, очень надеюсь на вашу помощь Совершенно напрасно Я ничем не могу вам помочь Я даже плохо представляю, чем Но уверена, что без Пашкова здесь не обошлось Никогда не поверишь, что он принял Светочку Как свою родную дочь Хоть и делает вид Чужих детей не любят Неужели вы тоже не любили Лидию? Видит Бог, я старалась Всеми силами Делала все, чтобы она ни в чем не нуждалась Чтобы росла не хуже других детей А вы сможете повторить ваш рассказ на суде? Дать показания? Даже не подумаю Разбирайтесь сами Ну... Вас, наверное, можно понять Прощайте, Татьяна Васильевна Фамилию Акушерки я не помню Но звали ее Тамара Степановна Спасибо Здравствуйте Вы Тамара Степановна Родионова? Я лейтенант Веретельников Я вам звонил сегодня утром Веретельников? Да Я звонил утром Вы сказали, что гуляете здесь в это время Не помню Ну как же, Тамара Степановна Оставьте меня в покое, у меня очень болит голова Мне даже сидеть тяжело Может вас проводить домой? Не надо Меня отведет Нина Нина? Это ваша дочь? У меня нет детей Не было никогда Нина – патронажная сестра Она ушла за молоком, за гречкой А я должна ждать ее здесь и никуда не уходить Иначе она меня потеряет И опять будет ругаться Она курит Она ругает меня старой кошелкой И другими нехорошими словами А это обидно, согласитесь, молодой человек Она ведь не имеет права Но никто кроме нее не соглашается сидеть со мной Если бы у меня были дети, все было бы по-другому А у меня их нет Сначала я сама не хотела спешить От меня ушел муж А потом было уже поздно Что, уже вы ходите? Нет, я посижу с вами Здравствуйте, Дмитрий Мадостович Здравствуйте, Петр Ильич Можете сейчас говорить? Да, конечно, рад вас слышать Ну так у меня добрые новости Накануне ночью я говорил с нашим французом Представляете, он уже взял билет И во вторник утром будет в Москве Прекрасные новости Я поспешил напомнить вам о документах, необходимых для нашей встречи Все уже готово Ваших клиентов выписывают завтра, насколько я помню Да, все идет по плану Дай Бог нам удачи Ну, нам тоже придется немножко постараться Безусловно До встречи, Петр Ильич До встречи Катя, я вижу, что вы устали Потерпите еще два-три дня Скоро все закончится У меня есть к вам еще одно дело Какое? Ничего сверхъестественного Вам надо будет со мной навестить адвоката Вместе со Светочкой Зачем? Вы должны будете подписать кое-какие документы Я должна их буду подписать, как Лидия Сергеевна? Ну, разумеется Лидия Сергеевна все время откладывала с этим Чем очень злила Игоря Дмитриевича Это просьба Игоря Дмитриевича Конечно Хорошо, я подпишу Благодарю вас Виктория Здравствуйте Здравствуйте. Петр Ильич, здравствуйте. Приехали навестить подругу? Да. К ней можно? Никаких запретов. Спасибо. У вас все нормально? Меньшов оставил вас в покое? Да. У меня все в порядке. Слава Богу. Всего доброго. Счастливо. Светочку не узнать. Вся такая свеженькая, праздничная. Да. Ну, молодец. Завтра домой, да? Да. После завтрака. Этого сколько? Часов в десять за нами, Игорь заедет. Здорово. Я тоже могу завтра приехать за компанию. Хочешь, Светланка? Ладно. А как там вопрос с Меньшовым? Разрешился? Да. Там уже все нормально. Мужчины разобрались. Ну, это хорошо. Так я приеду завтра? Ну, приезжай. Макс, ты меня слышишь? Открой глаза. Ты же мужик. Встань. Ты мне сейчас очень нужен. Макс. Макс. Сволочь! Сволочь! Куда ты по дивам-то? Зоя заболела. А что с ней? У нее озноб ее все колотит. Кажется, высокая температура. Привет. Ребята, извините, что-то я совсем развалилась. У тебя что-то болит? Что-то все болит. Кости ломит. Наверное, переохладилась вчера, когда по улицам моталась. Ну, ничего, я полежу, посплю и поеду. Ну-ка, покажи, сколько там у тебя. Тридцать девять и два. Куда она поедет? Не пройдет. А у тебя есть что-нибудь? Мед, малина? Ну, мед вроде бы был. Надо посмотреть. Если что, я могу в аптеку сгонять. Только мне надо сказать, что купить. Мы пойдем, а ты поспи. Все, ребят. Отдыхай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Диана, дебил! Что вы творите? Борис тут ни при чем. Он вообще не отвечает за режим клиники. Вам же сказали. Беглянку ищем. Подключаем полицию. Полицию не надо. Вы должны понять мою горячность. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дочь? Заходи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Он мне у тебя решила договор забросить. Не помешаю? Да что ты, проходи, конечно. А вот, принимай работу. Твой клиент пусть заполняет пустые графы, подписывает, ну и может припрыжку в банк нести. Быстро-то как. Спасибо. Для родной мамы старалась. Меня причитать. Пройдешь? Да нет, нет, нет. Я поеду. За рулем. Как с твоим, кстати. С кем? С рулем. Да я тебя не сразу поняла. Докопаются. Помощь не нужна. Если до завтра не отдадут, я обращусь. Прости, а где моя фотография? Где? Ну вот здесь висела моя фотография после диплома. А, да, наверное, фенечка убирала пыль, протирала. И, наверное, куда-то перевесила. Ну вот, я для нее стараюсь, она мою фотографию перевешивает. Ну ладно. А может быть и скромности, мама, чтобы твой партнер не узнал, какая у тебя взрослая дочь? Ну вот, ты меня застукала. Ничего, ты меня не скроешь. Я венчике скажу, чтобы повесила обратно на место. Ладно, шучу. Я пойду. Ну, потом посмотришь, что я там в договоре поменяла. Ну, что я буду после тебя проверять? Какую сумму поставили? Полтора миллиона. Извини, больше не получается. Ну и будет с него. Мама, у тебя точно все в порядке? Почему ты спросила? Просто люблю тебя. И я тебя тоже люблю. Ты береги себя, пожалуйста. Я правда очень хочу, чтобы ты была счастлива. Даже больше, чем я сама. Что ты такое говоришь? Я сейчас оплачу. Ладно, не буду, не буду. Я пойду фотографию. Я прошу тебя вернуть на прежнее место. А не судьи, я скажу, скажу, сама повешу. Ну, все. Люблю тебя. Я тебя. Приедешь домой, позвони. Обязательно, мама. Целую. Пока. Я пытался поговорить с ее сиделкой, но она только подтвердила, что у Родионова Альцгеймер. Последняя стадия. Она не то, что 30 лет назад, что сегодня утром было, не помнит. Сейчас уже это не имеет значения. Извините, Прохоров ждет от нас нового плана действий в связи с новооткрывшимися обстоятельствами. Ждет. Хорошо, что ждет. Значит, завтра не будет пытаться опять закрыть это проклятое дело. Нет, судя по всему, теперь не закроют. Пока мы опять не встанем. Слушай, лейтенант, найди-ка мне на завтра Кирилла Земцова. Начнем все сначала и по порядку. А ну где? Дома его нет. Уже несколько дней. Веретянников. Кто? Конечно, веди, Каноненко. А ловца и зверь бежит. Кто там? Сейчас увидите. Добро пожаловать, гражданин Земцов. Не помешаю? Да нет. Это мы вот тут сидим и в очередной раз надеемся, что это вы нам чем-нибудь поможете. А я, кстати, могу. Ну и что привело вас в такое позднее время? Ну, говори, Сахаревич, что у вас? Жуки, достали уже эти ваши подозрения. А можно по делу? Можно. Я сделал вашу работу, нашел мужчину, который меня травил. Как там у вас говорят? Пакуйте. Зоя, мы с Артемом решили прогуляться. Тебе что-нибудь нужно? Кажется, спит. Ну, пускай спит. Пошли. 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 Да, слушаю. Ну, что ж ты сестренка в трубки бросаешь? Ты мне не рада? Неужели не хочешь со мной поговорить? А я в последнее время не знаю, с кем я могу говорить и кому доверять. Тем более, ты звонила с телефона Юлии, которой я тоже, кажется, зря верила. Что плохого в том, что Юля дала мне свой телефон позвонить. Мне кажется, она тебя не подвела. С тех пор, как я стала Лидией Пашковой, многое изменилось. Ладно, бог с ней с Юлией. Я не могу понять, зачем ты мне звонишь и что тебе от меня надо. Зачем? А ты никогда не думала, как Кулагин тебя нашел? Погоди секунду. Посидите, пожалуйста, с девочкой. Да нет. Не может быть. Так это ты ему сказала? Нет, он сам догадался. Увидел тебя на нашем совместном фото с поминок. Теперь понятно. Кать, мне нужно с тобой увидеться и поговорить. Мне нужно предостеречь тебя от опасных и необдуманных шагов. Каких шагов? Положение, в котором ты оказалась, не такое простое. Ну да, это я уже поняла. Слушай меня внимательно. Тебе нужно быть очень осторожной. Не верь никому. Только тебе. Оставь свою иронию, Катя. Да, у нас были разные времена. Разные? А по-моему, они всегда были одинаковые. Не напоминай мне, Катя. Очень тебя прошу. Не напоминать? То есть ты уже забыла о том, как ты меня всю жизнь ненавидела и пыталась от меня избавиться? И о том, как ты сдала меня в лечебницу для алкоголиков и вышвырнула меня из квартиры. А теперь еще, оказывается, по твоей милости я влявалась в эту ужасную историю. Ты ничего не поняла. Мне было три года, когда я уже никому не была нужна. Потому что появилась ты. Всегда и всюду только ты. Катя, Катенька, Катюша. Катя плохо поела. Катя плохо спала. А Катеньке нужно заботиться. Катю нужно любить. У Кати нельзя ничего отбирать. А мне тоже нужны были родительские любовь и забота. Но все это было отдано только тебе. А мне было всего три года, понимаешь? Но меня как будто не существовало. Так что не надо, Катя, меня винить. Я этого не хотела. Я знаю. Ты даже не представляешь, какая опасность тебя подстерегает, и кто за этим стоит. Послушай. И хватит меня пугать. Выйдешь из больницы, и мы с тобой поговорим. Сама примешь решение. Помни только, что я просто хочу открыть тебе глаза. Хорошо. Это тебе еще поможет. Мы же родные сестры. Да. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Не могли узнать. По крайней мере, сразу. Человек в таких обстоятельствах до последнего надеется. А вы сразу сказали, это она, моя Катя. Вы же любили. Неужели сразу смирились с потерей? Я, честно говоря, в таких обстоятельствах никогда не был, и не знаю, как себя правильно должен уйти человек. Ага. Но на мой вопрос вы все-таки не ответили. На какой? Любили вы свою невесту? Или нет? Конечно, любил. Значит, зачем бы я к вам пришел? Ну, чтобы себя защитить. Ну, это что, противоестественно? Я вас все равно не пущу, земцов. Удачи, капитан. Порядок. Сейчас будем смотреть кино. Я скачал полтора часа от указанного вами времени, чтобы про запас. Вот вы заходите в кафе. Время 14.09. Ваш отравитель пришел после вас через минуту. Смотрите внимательно. Вот он. Время 14.09. Вы уверены, что это он? Да, это он. Дарья Прокофьевна, узнаете его? Этот человек приносил вам деньги за Катю Савельеву? Да. Он приносил. Еще Катенькиным женихом назвался. Поймали? Ну, теперь поймаем. Извините, что потревожил вас такое позднее время. Да ничего, раз надо, так надо. Спасибо вам. Главное, Катенька бы побыстрее нашлась. Да, нам тоже этого очень хочется. До свидания. До свидания. Доброе вам утро, господа. С чем могу помочь? Я к Игорю Дмитриевичу. Игорь Дмитриевич уезжает. А вы скажите ему, что его очень хочет видеть Вадим Меньшов. По какому вы вопросу? Он знает. Подождите здесь. Черт. Не вовремя. Зови. Понял. Что ему надо? Сейчас узнаем. Прошу сюда. Какой у вас прекрасный дом, Игорь Дмитриевич. Жаль, что не пришлось побывать в нем раньше. Сразу видно. Старинная, фундаментальная школа. Очень уважаю. Я сегодня забираю дочь после операции. Она меня уже ждет. Понимаю. Времени у меня мало. Так мы вас не ждали? Да, я забыл, что надо бы вас предупредить. Но и вы ведь тоже меня не предупредили о последнем вашем визите. Более того, сами не пришли. Писали полицейских. Наверное, были очень заняты. Наверное. Не помню. Зато я помню. Вика. Ты уже здесь? Да. Меня приятель подбросил на джипике. Я к тебе заходила. У тебя закрыто было. Да. Я с медсестрами прощалась. Мама, а папа уже приехал? Солнышко, папа задерживается. Только что прислал мне смс. Татьяна, вы не одеваете пока ребенка полностью, хорошо? Я хочу ждать на воздухе. Солнышко, я же тебе сказала, папа задерживается и неизвестно, сколько это займет времени. Ну, не весь же день, ведуся. Чего тут иду хотеть делать? Ребенку воздух нужен. Мне нужен воздух. Хорошо. Будем ждать на воздухе. Только твою Машу придется оставить здесь. Ей на морозе точно не понравится. Хорошо. Ты не скучай, Машечка. Скоро домой поедем. У вас ко мне разговор? Да. У меня есть к вам деловое предложение. Слушаю вас внимательно. Знаете, я решил кардинальным образом изменить свое финансовое положение. Решил прекратить эту игру с фортуной. Знаете, все время ждать, как фишка ряжет. Это утомляет. Так, насколько я помню, фишки-то у вас всегда были послушными и ложились так, как вам удобно. Случай. Ну? И чем же вы теперь хотите заняться? С чем? За ней я долго думал и вот что решил. Мне нравится ваш бизнес. Вы ведь занимаетесь транспортными перевозками? Да. Это дело основал мой отец. Отличное дело. А где папа? Он скоро приедет, доченька. Не хочешь ты звонить? Давай я ему позвоню. Зачем? Чтобы напомнить отцу, что его дочь выписывается из больницы? Давай мы поедем в джипике моего друга. А Игорь вещи потом заберет. Может, ему хотя бы стыдно станет. Я хочу домой. Чего тут думать? Вот же машина стоит. Ты едешь и дашь им всем по башке. Деловым. Я так понял, вы с нами хотите посоветоваться? Нет. Мне не нужны советы. Тогда что вам нужно? Я хочу, чтобы вы подарили мне вашу компанию. Мою компанию. И все ваши активы. И этот дивный домик. Это что? Шутка такая. Шутка такая. Ну, я вижу, что не нашел должного понимания. А можно мне чашку чаю на дорожку? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Простите, а в чем дело? Сидите спокойно, Лидия Сергеевна. И думайте о вашей дочери. Мария Семеновна! А почему он забрал твой телефон? Он мне просто пока не нужен. А если папа позвонит? Если папа позвонит, мне дядя его отдаст. Правда, дядя? Само собой. Вот видишь? А вы не хотите составить мне компанию? О, каламбур. Петр Ильич, позвоните, пожалуйста, Лидии Сергеевне. Скажите, что мы уже уезжаем. Хорошо. Что-нибудь еще, Игорь Дмитриевич? Спасибо. Наверняка беспокоится. Вы о чем? О вашей жене. Беспокоится, что вы не едите? Какое вам дело до моей жены? Да никакого. Но должен вам заметить, что слишком много воли в последнее время получили дамы. Как правило, ни к чему хорошему это не приводит. Так, может быть, нужно быть к ним более терпимыми и снисходительными, а не устраивать сыр-борж из-за дешевой мужской специи. Ну да, ну да. Позвонили? Телефон Лидии Сергеевны не отвечает. Что значит не отвечает? Звоните еще раз. Я набирал два раза. Нужно послать вперед, Виталий. Я вижу, у вас неотложные дела. Пойду я по своим. О бизнесе, я так понимаю, поговорим в другой раз и в другой обстановке. Вадим Анатольевич, давайте забудем об этом странном разговоре. Не хочу вас обидеть, но мне он кажется несерьезным. Если у вас будут другие предложения, вот, милости просим, передайте через Петра Ильича. Мы рассмотрим. Нет. Других предложений у меня нет. Жаль. И мне. Поехали, Виталий. Всего хорошего. Догоняйте. Хорошо. Всего хорошего. Ну, что, так ничего я не понял? Он, кажется, принял меня за сумасшедшего, а, Петр Ильич? Владимир Анатольевич, мы так не договаривались. Конечно, не договаривались. Только теперь будем договариваться. Как взрослые мужчины. Я уже говорил, женщина вне разбора. За все будет отвечать мужчина. Только пусть ваш петушок не делает глупостей. Полиция, то, все. Не надо. В этот раз я не отступлю. Спасибо за чай. Вадим Анатольевич, подождите. Девочка еще не совсем здоровая. Ей нужен специальный уход. Значит, вопрос будете решать оперативно. Условия вы знаете. Мне нужно все. Все. Я хочу, чтобы ваш патрон остался голеньким, как в день своего рождения. или он никогда не увидит ни своей жены, ни дочери. Вадим Анатольевич, ну, это нереально. Такие контракты проходят регистрацию неделями. Нельзя просто взять и передать все сразу. Ничего. Вы достаточно опытный юрист. Я уверен, вы найдете способ. Бывайте. 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 Добрый день, Петр Ильич. Что вам угодно? Нам нужен ваш родитель, Максим Дерюгин. Зачем он вам? Не слишком ли плотная опека над вашим подчиненным? У следствия к нему есть несколько вопросов, если уж вам так любопытно. Я спросил, потому что Максим сейчас находится в реанимации. Он в коме. Его жизнь висит на волоске. И, ей-богу, мне сейчас не до вас. ясно. 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 Ирина Экспорта. снамя. Продолжение следует... 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 Здравствуйте, Игорь Дмитриевич. Деньшов. Продолжение следует... Вадим Анатольевич плохо себя чувствует... После СИЗО уехал на юг... С вами будет вести дела его адвокат... Господин Курашов... Твари... У меня дочь после операции... С ней все будет в порядке... Господин Пашков... Даю вам слово... А остальное зависит только от вас... Передай своему, что он очень ошибся... Я передам... Прошу прощения... В 90-е это называлось беспределом... Я ничего не мог с ним поделать... Поверьте, Петр Ильич... У него настолько взыграло самолюбие... Такой человек... Послушайте, коллега... Если с девочкой хоть что-нибудь случится... Пусть Вадим Анатольевич сразу ищет место, где спрятаться... И лучше на другой планете... Ну, что тут поделаешь... Передайте Вадим Анатольевичу... Что мой клиент готов сделать все... Что потребуется для освобождения своей жены и дочери... Но вы должны понимать... Чтобы вывести из бизнеса свои активы... Ему необходимо ввести в курс своих партнеров... А для этого нужно время... Вы-то хоть это понимаете... За два дня это не сделать... Я понимаю... Что касается той части имущества... Которая лично принадлежит Игорю Дмитриевичу... То передача состоится в самое ближайшее время... Надо ждать... Нет, вы не понимаете... Надо освободить девочку... Сегодня же... Она ведь совсем ребенок... У вас у самого дети... Увы... Условия остаются неизменными... Петр Ильич... Все... До свидания... А где Макс? Петр Ильич... Пойдемте, товарищи... А он придет в себя, он сможет говорить? Надеюсь, что да... У него будут очевидные проблемы с опорно-двигательной системой... Со зрением... А вот про речевые рефлексы я бы с такой уверенностью пока не говорил... Про речи не может быть и речи... Извините за каламбур... Послушайте меня внимательно, доктор... Вы должны будете мне первому сообщить, когда он придет в себя и сможет говорить... Ну, хорошо, сообщу... Нет, доктор, вы не поняли товарища капитана... Вы должны будете сообщить ни его хозяину, ни маме, ни жене, ни соседу... А лично, товарищу капитану... лично... Ну, конечно... Я все понял... Кстати, хозяин бывает у него по два раза в день... А вот это не порядок, товарищ врач... Ну, господи боже мой, где у нас порядок? А вы не пускайте к тяжелобольному посторонних и будет у вас порядок... Кстати, о матери Дерюльгина... Она до сих пор так ни разу к нему не приходила... Что, неужели она до сих пор не в курсе? А вот об этом попросил его хозяин... Как его... Кулагин? Петр Ильич... Сказал, что у старушки слабое сердце, что лучше пока ничего не знать... Какой заботливый... А гардероб... Внизу... Не прощаемся... Остальное все заполните сами... Это дом... Квартира одна... Квартира другая... Машины... Это и автонок, возьми... Не знаю, что там еще придет в голову... Довольно было бы одной... Генеральное доверие нести... Наверное... Просто как-то об этом не подумал... Мне поехать с вами к Евгению Александровичу? Нет-нет... У вас... У самого дел по горлу... Но с остальным адвоката Зверева и Диакова я думаю справится... Я почему-то чувствую себя виноват... Во всем этом... Ерунда... Правда, это... Это все она... Это все... Шлейф от леди... Она насмирилась... Пытается взять свое... Даже... Даже с того света... А здесь нет ничего, что бы ей принадлежало? Или благодаря ей... Появилось? Займитесь делом, Петр Ильич... Как только будут новости, я обязательно позвоню... Звони, я буду ждать... Мама Маша... И очень прошу... Никому ни слова... Ни одному человеку... Да кому же я скажу-то, господи? Звозника... Поехали! Передайте Евгению Александровичу, что Игорь Дмитриевич выехал к вам... Благодарю вас, Петр Ильич... Выехал, скоро будет здесь... Ваши полицейские готовы? Будут... Ваши полицейские готовы... Субтитры сделал... Осталось... Ваши полицейские готовы... Субтитры сделал... Жду, зови. Здравствуйте, Евгений Александрович. Здравствуйте. Я отказываюсь верить. Неужели это правда? Увы. Да, поразительно. Что происходит с людьми? Оповедовать не скажешь, такой приличный человек. Хотите что-нибудь выпить? Хочу ли я? Прошу вас. Благодарю. Ну, послушай меня. Ты должна ему позвонить обязательно. Юля, ему нужны мои факты. Ну, позвонить после того, как я его обманула и подменила отпечатки? Да это не важно. Это тебе не важно. А ему важно. Он меня слушать не станет. Да не важно. Ты все ему объяснишь. Я уверен, он тебя поймет. Тем более, что теперь ты можешь реально помочь ему разоблачить и Пашкова, и Кулакина разом. Не помешаю? Проходи, садись. Как ты себя чувствуешь? Жить буду. А о чем вы тут спорили? Ни о чем. Завтракать будешь? Секрет? Нет здесь никакого секрета. Юль, я не Светочка, а ты не моя няня. И если я о чем-то спрашиваю, значит, я имею для этого основания. Вы говорили о Кулагине и о каком-то следователе? Не обращай внимания. Тебя это не касается. А почему вы в этом так уверены? Ты что-то знаешь? Только то, что мне стоит опасаться Кулагина. Он желает зла конкретно мне. Поэтому я имею право знать, о чем вы тут говорите. Где-то здесь и мое место. Ну, если, конечно, вы не хотите мне помочь, то я попрошу защиты у Лидии Сергеевны. А вот это уже не имеет никакого смысла. Почему ты так думаешь? Да потому что Лидии Сергеевны нет. Лидии Сергеевны нет. Я вынужден прекратить наше сотрудничество и вывести свои активы из всех наших общих проектов. Сейчас это вопрос жизни и смерти. Ну, с Меньшовым мы разберемся. Я… Мы хотели поговорить с тобой о другом. Евгений Александрович, у Меньшова моя дочь и жена. Сейчас дорога каждую минуту, правда? Я же тебе сказал, с ним мы разберемся. Меня интересует сейчас другое. Я хочу поговорить о моей дочери. О Наталии. Евгений Александрович, я очень сочувствую, но сейчас не время, а правда. Прошу меня понять. Не хочешь говорить о Наташи? Простите, но я, честное слово, не пойму, что здесь происходит, черт возьми, а? Сейчас поймешь. Наташа! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуй, любимый. Ты уже прилетела из Швейцарии. Я никуда не улетала. Я все время была здесь. В Москве. Евгений Александрович решил не рисковать, чтобы не давать шансов для повторного покушения. И объявил всем, что Наталия Евгеньевна улетела в Швейцарию. Игорь, что еще не хочешь говорить? Дан Климов считает, что Пашков и Кулагин с какими-то неизвестными целями подменили Лидию Сергеевну на ее двойника. Зачем? Это я и хочу узнать. Мы все хотим узнать. Для этого мне и нужен следователь Климов. Я не понимаю, а где тогда настоящая Лидия Сергеевна? Есть подозрение, что ее убили. Подстроив ДТП. Нет, не может быть. Не может быть, Петр Ильич. Неужели он на это способен? Я… Да нет, конечно. Один нет. Без благословения и поддержки Пашкова это провернуть невозможно. Но тянуть нельзя. Очень может быть, что добившись своего, они захотят избавиться и от Кати. Какой Кати? Так зовут двойника Лидии Сергеевны. Но она здесь ни при чем. И вы обо всем этом собираетесь сообщить вашему следователю? Их надо остановить. Что за представление, Евгений Александрович? Вы уж извините, Игорь Дмитриевич. Возможно, для вас и все дальнейшее будет выглядеть как представление. Но полицейские, наручники и следственный изолятор будут самыми, что ненастоящее. Что за ерунда? Какие наручники, я не понимаю. Да? А для меня с самого начала была полная ясность. Помните, я вас спрашивал, есть ли у вас личные огнестрельные оружия? По глазам вижу, что помните. Надеюсь, учитывая ваши отношения, вы же не будете настаивать на соблюдении процессуальных норм. Вам же не важно, как мы его добыли. Согласен? Лейтенант! Ну, долго тебя ждать? Вот, Игорь Дмитриевич. Это ваш пистолет, и на нем ваши отпечатки пальцев. Ну, к этому мы еще вернемся. А сейчас... Унеси. Игорь Дмитриевич, вы можете нам сказать, где ваша жена, Лидия Сергеевна Пашкова? Нас всех очень интересует этот вопрос. Лидия Сергеевна Пашкова. Лидия Сергеевна Пашкова. Лидия Сергеевна Пашкова. Лидия Сергеевна Пашкова. Мама, что это за речка? Это... Не знаю. Ну, скорее всего, Москва-река. Мамочка, почему тетя Вика все время плачет? Потому что тетя Вика сделала большую пакость людям. И теперь об этом очень сожалеет. А когда папа за нами придет? Ну, как только узнает, что нас здесь держат, он сразу за нами приедет. Хватит. Прекрати врать ребенку. Невозможно это все слушать. Ты про что? Не прикидывайся дурой. Нам не выбраться отсюда. Ну, если ты хочешь, то можешь здесь оставаться. А мы со Светочкой поедем домой. Правда? Угу. Почему вам к моему сыну можно, а мне его матери нельзя? Дело в том, Ирина Сергеевна, что к нему вообще никого не пускают. Не обижайтесь. Нам тоже не особо можно. Но мы полиция, мы расследуем нападение на вашего сына. Поэтому на нас распространяются некоторые исключения. Вы же хотите, чтобы мы поскорее нашли того, кто ранил вашего сына? Вы говорите так, чтобы я не жаловалась. Жаловаться не в моих правилах. Но если я имею право, я им воспользуюсь. Все верно. Вам не стоит беспокоиться. Мы обязательно поспособствуем тому, чтобы вас пустили к вашему сыну. Спасибо, но я постараюсь повидать своего сына благодаря собственным усилиям. Куда вы? Что вы ищете? Ничего, ничего. Клянусь. Только посмотрел одним глазком. А где комната вашего сына? Ну, у него же есть своя комната. Максим не любит, когда кто-то входит в его комнату без его ведома. Может быть, мы найдем ниточку, которая выведет нас на преступников? Ну, разве вас удержишь? Смотрите. Только он будет ругаться, когда он выйдет из больницы. Неужели он посмеет на мать голос повысить? Всем бы быть такими сынами, как мой Максим. Значит, он вас очень любит, Ирина Сергеевна. Уважает. Любовь это для маменькиных сынков. Я ему еще с детства говорила. Ты единственная моя надежда и защита. Вот он таким вырос. Настоящим мужчиной. Я не удивлюсь, что и сейчас он пострадал, защищая эти идеалы. Да. Это достойно уважения. Прошу прощения, Ирина Сергеевна. Да, Юль, я слушаю вас очень внимательно. Да, это я. Что скажете? Виктор Игоревич, когда мы можем с вами встретиться? Зачем? Мы же с вами уже пытались сотрудничать. По-моему, ничего не получилось. Как вы считаете? Ну, об этом с вами лучше поговорит Артем. Кто? Говори. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Артем Быстров. Я работал начальником службы безопасности у Игоря Пашкова. У меня есть для вас важная информация. Мы можем встретиться? Хорошо. Говорите, где и когда вы хотите встретиться. Смотрю, когда вы сможете приехать в Москву. Я в Москве. Правда? Говорите, где и во сколько. Куда-то едем? Да. Такой у вас занятный браслетик или интеллигент. Подарок сына. Он купил его в антикварном магазине. Девушка с ланью. Редкая вещь, лейтенант. Сфотографируйте прямо на руке. Слушаюсь. И брошка. Да, Евгений Александрович, я вас понял. Это весьма грустное известие. Звоните в любое время. Всего доброго. Куда это Петр Ильич полетел? Занимайся своим делом. Петр Ильич. Петр Ильич. Подожди, ну… Может быть, теща по школу проболталась? Татьяна Васильевна? Никогда бы она не призналась, что растит чужого ребенка. Ничего, возьмем кулаги, но он сам все расскажет. Ничего он не расскажет, будет отпираться на последнего. Ну, значит, Макс расколется, когда очухается. Он только глазки свои откроет, а мы ему сразу браслет под носим. Откуда у вас вещи из описи похищенного у убитой в городе Героя Ярославль гражданки Никифоровой? Макс твой скажет, что браслеты ему подарила Катя Савелья. Он тут ни при чем. Что тогда? Нет. Нам нужно найти абсолютно неопровержимые доказательства. Ой, так это ж Зойка. Что? Зоя. Вы ее знаете? Да, она у нас в доме горничной работала, в доме у Пашковых. А где она сейчас? У нас дома. Детенька, заплати за кофе. Где Вадим Анатольевич? Его нет. Вы принесли документы? Обстоятельства изменились. Это не ко мне. Игорь Дмитриевич арестован. Что? Мне нужно срочно поговорить с Вадимом Анатольевичем. И что же он отворил? Его обвиняют в покушении на дочь Евгения Зверева, Наталью. Он что, псих, ваш патрон? Комментировать не могу. Я принес документы на недвижимость. Дней десять идет на регистрацию в госреестре, но в целом вопрос решен. Пашков успел все подписать. Десять дней. А что с остальным? Этот вопрос тоже решается. Но, правда, теперь, когда Пашков в тюрьме, этот процесс может несколько усложниться. Так зачем же вы приехали? Девочку с матерью можно выпустить. Ну, какой вам смысл их держать? Думаете, нет смысла? Никакого. Они останутся, пока не будут выполнены все мои условия. Девочка. Я помню. После операции и так далее. Она в достойных условиях. Можете за ней не волноваться. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Да. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Это я, любимый. Зоя? Слушай, а почему у тебя такая квартира большая, но не обставленная, толком не обжутая? Как будто в командировочной живет. Я здесь толком не бываю. Все время у Башковых. А если заболеешь? Я не болею. И это скорлупа меня вполне устраивает. Скорлупа. Это потому что хозяйки. Хозяйка тоже не проблема. А что проблема? Жизнь, мышка. Это жизнь. А что у тебя жизнь-то не так? Ты знаешь, мышка, есть такой закон. Однажды упустив свою удачу, доверившись, проморгав, потом до конца своих дней будешь локти кусать. Хм. Ты так говоришь, как будто на кого-то обижен. Обижен. На обиженных воду возят. Меня зацепили. Протащили, не заметив. Мимо прошли. Это не обида. Это нечто другое. Ненависть. Ненависть и терпение. Ну и все, мышка. Перевернем эту жизнь вверх тормашками. Или сгорим. Нет. Мы не сгорим. Я не дам тебе сгореть. Ты мне рад? Я… Ты не представляешь, как. Приятно слышать. Где ты? Хочешь меня увидеть? Да, очень. Неужели так успел соскучиться? Ты нужна мне. И ты не грохнешь меня, как Лидия Сергеевна? Тебе нечего бояться, клянусь тебе. Какая горячность. Наверное, случилось что-то необыкновенное. Да, случилось. Макс в коме. Твою сестру держит в заложницах вместе со Светой. Пашков арестован, а? Отключили собаки. Слушай, у Светочки же был свой мобильный. Где он? Его Игорь забрал перед операцией. Ф Здравствуй, любимый. Зывая. Ее нет? Может, вышла куда-то? Куда? У нее же температура была. Не нравится мне это. Мы при ней еще так разокровенничались. Значит, на Савельева они вышли через ее сестру Зою. Тогда сюда она точно не вернется? Значит так. Я еду домой, ты оставишься здесь. Будешь дежурить в больнице, чтобы оказаться рядом, когда он придет в себя. Пока Макс в коме прохлаждается, нам надо как-то к Улагину с его хозяином подобраться. Все началось там у нас. И Дарья Прокофьевна Макса опознала. Буду искать его следы у нас. Я тоже могу в больнице посидеть. Но мне один день может так пролежать. Будем меняться. А что бы ты делала, если бы я умерла от горьких уколов? Каждый день ходил бы к тебе на могилку. Каждый день? Не веришь? Нет. Я так соскучился по тебе. Ты даже не представляешь себе. Я же остался совсем один. Раньше тебя это не пугало? Не пугало. Но если я не справлюсь с делами, цветы на мою могилку понесешь ты. Понесешь? Нет. Обожаю. А вот и он. Я ненадолго. Хочу вам сразу сказать, задача практически нереальная. Меньшов мог их спрятать где угодно. Конкретней. Да черт его знает конкретней. Это что, господь бог, что ли? У тебя есть люди. Полно информаторов. Подними их. Мне нужна любая зацепка сегодня же. Это будет стоить недешево. Получишь. При первой же информации. Вечером здесь же. Не подведи меня. Ну а что потом? Вы что, их будете брать штурм, что ли? Ты сначала найди их, майор. Денег я не пожелаю. Я сделаю, что с нормой. Игорь Дмитриевич, у вас сидит? Вот только сюда меня уже не вмешивайте. Его в Лефортово повезли. Мне туда и близко не подойти. Зверев настоял, чтобы без нас обошлись. Ты не нервничай так. Его взяли за другое. Не за жену. Да знаю я. Вечером жду. Интересно, кто вас консультировал? Надежный специалист. Не считай вам. То есть вы готовы подписать этот договор прямо сейчас? Надо или разговор. Когда будут деньги? Нужно узнать в кассе. Если есть необходимая сумма, значит получится уже сегодня. Если нет, нужно будет заказать на завтра. Ну так, узнаете. Минутку. Все, Женечка, он бомж. Не мог мне по-человечески все сказать? Неужели, думаешь, я б тебе не помогла? Я-то уж с сестрой быстрее бы договорилась. Я и не мог рисковать. Теперь остался без Макса. Да все шло нормально. Пока твой дебил его не приложил. Теперь непонятно, выкарабкается он или нет. Боренька, не дебил. Может, у вас и любовь образовалась? Неужели, преревновал? Давай уедем на край света, а? Я не могу понять до конца, что ты задумал. Надо как можно скорее вернуть твою сестрицу, Светлану. Тогда узнаешь. Скажи, а... Лидию Сергеевну... Вы? Я тут ни при чем. Это все Пашков. Из ревности. Да, я вас слушаю. О, вы еще на свободе? Значит, до вас еще не добрались, да? Какой же вы неугомонный, а? А вы попробуете меня остановить? Значит так, интерес Климова к Максу только с самого начала. Вы следующий. Если и Эд не впечатлить, ну, тогда я уже займусь Пашковым вечно. Ход интересный, но вам опять не повезло. Игорь Дмитриевич Авестован. Не может быть. Я отнюдь не вашими стараниями. Ваши факты больше не актуальны. Прощайте. Что-то еще понадобится? Стучите в дверь. Спасибо, нам ничего не надо. Пусть меня выпустят. У меня дома собака не кормлена. Распоряжения кормить ваших собак не было. Тогда пошел вон, холопская душа. Почему? Почему я должна здесь сидеть? Я тут вообще ни при чем. Это ваши дела. Это все из-за твоего мужа. Ну, очевидно, Меньшов подумал, что так будет справедливо. Справедливо? Ты хорошо, подруга, подумала, прежде чем такое ляпнуть? Более чем. Разве не ты нас Меньшову сдала? Ну и ну. Ну, посмотрите-ка на нее. А кто из кожи вон лез, только чтоб Меньшов долю взял? Кто обещал деньги любые достать, чтобы поднять громадный куш? Я тебе сказала, не ори. Ребенка разбудишь. Нет, милая. Ты от ответа не уходи. Это же ты умоляла меня, чтобы я уговорила Вадика взять тебя хотя бы на один крутой розыгрыш. Денежек заработать. Не ты? Нет, не я. Ну, ты подруга даешь. Да и не подруга я тебе. Сейчас-то я это поняла. Да ничего ты не поняла. Тебе и не подруга. Вашку бы не жена, а Светочка не мать. И не Лида я. Катя меня зовут. А я догадывалась. Неужели? Точно. Лидочка была совсем другой. Вас точно не сравнить. Как жалко ее. Главное, чтобы сейчас с Светочкой все было хорошо. Сначала надо отсюда выбраться. Погоди-ка. Получается, ты если хочешь, можешь уйти? Ну, да. А что? Кто ты Пашкову? Как они тут говорят? Ты вообще вне разбора. Я же не могу ребенка с ней составить. Да кто она тебе? Она моя дочь. Ой, не морочь мне голову. Дочь она ей. Если хочешь знать, она даже твоему Пашкову не дочь. Я в курсе. Как? А Пашков тоже выходит в курсе? Он считает ее своей дочерью. Да. И точка. Кто бы мог подумать? А если он не захочет тебя спасать? Скажет, за дочь заплачу, а с этой делайте, что хотите. Ну? Я не обижусь. Дурдом. Он кого-то зовет. Пошел к себе. Макс. Лидия Сергеевна. Что? Она там голодная. Что ты сказал? Ты меня слышишь, Макс? Она хочет выйти. Ей надо дать воды. Она жива. Лидия Сергеевна жива? Где она? Моя королева. Моя королева. Моя королева. Жива. Видишь? Нет никого. А может кто внутри? Где внутри? Нет никого. Давай. А вдруг кто придет? Не волнует. Проспорил? Давай, пошли. Если что, я тут на тассе буду стоять. Только замок сам будешь ломать. Давай, давай. Давай. Видишь? Никого. Смотри, там подвал. Пошли. Что ты? Давай посмотрим. Атас. Давай, давай. Давай, давай. Ай, молодец, пацан, все получается. Все. Только чтобы бит, а не возил по земле, как падшая женщина, а падала сверху над фигурой. Тут нужно глаз тренировать. Понимаешь? И руку. Руку. Так, если сейчас будете попадать, я вам эту игру в подарок оставлю. Ясно? Руку. А вот, друг Тополь. А вот, друг Тополь, играем в исконно-русские игры. Стоп, стоп, ты уже кидал. Ну-ка, иди сюда. Так, давай, аккуратно. Помнишь? Рука. Рука. Вот. Молодец. Это тебе не ваши боулинги-смоулинги с девками допил. Тут воздух вложит. Точный глаз, верная рука. Здравствуйте, Иван Иванович. Здорово, здорово. Ну, ты зови самого сюда. Сюда зови. Вадим Анатольевичу не здоровится. Ну, и пусть идет сюда. Воздухом подышит. Скажи, я приехал, все дела бросил. И пусть не крутит. Он меня знает. Стоп, 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 стоп. Дай покажу. Смотри. Рука отверзла. Вот. Смотри. А! Видели? Видели? Руки помнят. Руки. Вышел Вадя, ясно солнышко одарил. Ну, здорово. А ты, я гляжу, тоже давненько виду городошную ругать не держишься. По глазам вижу, что давненько. Вот так теряем мы себя и Россию нашу. Кого ты приехал защищать? Ваня, не позовь себя. Игорь Пашков меня ментам сдал. Это что, скажешь по-русски? А ты, стало быть, в отместку девочку его решила закрыть. Кроху малую. После операции. Это ему для ума. Его жена с дочкой у меня там, как на курорте. Если понадобится, он ведь и тебя сдаст. А ты не беспокойся. Я у себя на родине. Только ты того. Прекращай себя козаноску строить. Я этого на земле русского-то не потерплю. А, молодцы! Ну-ка, 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 дай-ка мне битву. Не тех партнеров ты себе в бизнесе находишь, Иван. Вадь, а давай-ка мы с тобой по старой памяти партии посетим. А? А как мы будем играть? Вон, парни твои, ребенка и мать, домой отвезут. Прямо домой. Только смотри. Смотри, чтобы их по дороге-то не укачало. М? Да? Ну, вот другое дело. Давай-давай-давай. Ну-ка, парни, ставим. Ставим фигуру. Ты надолго? Как говорить, я никак. А ты думаешь, это правда? Ты о чем? Ты понял, о чем я. Ведь это может быть просто бредом, да? Ты же сказал, что он даже глаз не открыл. А, ты про Макса? Ну, кто знает. Не увеливай. Я же вижу, как ты занервничал. Юль, ты чего? Я же тебе сказал, с Лидой у меня все окончено. И не важно, жива она или нет. У меня есть ты. А у тебя есть я. А если она все-таки жива, ты меня бросишь? Ты не вещь, чтобы тебя можно было бросить. Опять увеливаешь? Просто не знай ответа на глупые вопросы. Пока. Пока. С вами все нормально? Нет, мужчина, у меня все плохо. Только вас это не касается. А вы не очень-то вежливы, мадам. Да, мужчина, вы меня раскусили. А я сейчас совсем не вежлива. А теперь езжайте тихо, ладно? Не мешайте мне думать. У меня огромная проблема. Ну, извините. Я, можно сказать, с того света возвращаюсь. Теперь уже можешь не стараться. До свидания, дядя. Баба-маша! Веточка! Ветка ты моя! Как же я по тебе соскучиваюсь, а? А где моя птичка, которую мне дядя-доктор подарил? Дома твоя птичка ждет тебя. А я ее тоже Машу назвала. Ты не против? Маши? Да нет, не против. Я только рада. Лишь бы птичке нравилось. Ей нравится. Вадим Анатольевич приносит свои извинения. Да пусть он уже подавится своими извинениями. До свидания. До свидания. Алло, ты куда собрался? А меня кто до дома довезет? Ну, садись. Ну что, пока? Передя Сергеевна Пашкова. Подруга. Не останешься? У вас тут и без меня. Устала я. У меня нет столько сил, сколько у тебя. Глупо, наверное, но... Если сможешь, извини за видео. Все-таки ты странная. Ни на кого не похожа. Не то, что на свою сестру. Береги себя. Будь счастлива, Катя. Береги себя. Здравствуй, мамаша. А вот и вы. А где Игорь? Он дома? Сейчас я скажу. Девочка. Как девочка? Здорова? Сила. Скоро буду. Они обе дома. Мишов их отпустил. Мне поехать с тобой? Ты с ума сошла? Нам теперь важно ее не спугнуть. А твое появление мы должны хорошо подготовить. Сиди дома, не высовывай нас. Миша. Миша. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Встаешь? Да, сейчас. У тебя настроение плохое? Что-то в банке опять не так? Ты знаешь, я тут прикинул и решил отказаться от кредита. Ты была права. Дошло. Тогда поскорее позвони своему клерку. Проценты у них пойдут с момента подписания договора в банке. Я поехала. Ты на машине? Да. А ты опять в Москву собрался? Пока не знаю. Ну, позвонишь. Здравствуй, Виталик. Здравствуйте. В доме? Обедает. Как они? В порядке. Это хорошо. Насчет Игоря Дмитриевича нет никаких новостей? Не все сразу, Виталик. Не все сразу. Всем добрый день. Дядя Петя, а вы видели, какая у нас елочка? Дивная елочка. Когда папа приедет, мы будем ее наряжать. Это замечательно. Обедать будешь? Чуть позже. Олегия Сергеевна, мы можем с вами поговорить? Света, Светочка, ты уже доела свою киселью? Иди поиграть елочке. Ура! Рад, что все так закончилось. Представьте себе, мы тоже. Признаться, мне это стоило немалых усилий. Спасибо, я не знала. Нет, я не верю. Я не верю, Игорь не мог. К сожалению, это не имеет значения. Игорь Дмитриевич арестован. Против него собраны серьезные улики. Мама! Вы даже пальцем не пошевелили, чтобы ему помочь? Что вы имеете в виду? Я должен был выкрасть его из Лефортова? Я не знаю, что делать в таких случаях, но я уверена, что знаете вы. Евгений Александрович Зверев далеко не та фигура, которую можно так просто обыграть. Я тогда с ним сама поговорю. Я сама поговорю со Зверевым. Он знает Игоря с детства. Этот следователь просто его запутал. Я поеду сама к Звереву. Чтобы окончательно потопить Игоря Дмитриевича? Вы ведь не Лидия Пашкова. Думайте о себе. Вы получите все, о чем мы договорились. Завтра мы вместе с вами навестим нотариуса и подпишем договор опекунства. Пока Игоря не выпустят, я не подпишу ни одного документа. Зачем? Что зачем? Зачем вы ставите мне условия? Я останусь со Светочкой до тех пор, пока Игорь не вернется домой. На каком основании, позвольте спросить? На основании того, что я ее мать. И это может подтвердить сама девочка. Не будьте так наивны. Кто будет слушать ребенка? Все будут. Будут слушать и ее, и Вику, и Юлю. И будут слушать вас. Я права? Должен заметить пребывание в шкуре Лидии Сергеевны. Не прошло для вас бесследно. Я впечатляю. Кроме нас с вами, Игоря, никто не поможет. Лидия Сергеевна. Опа. Кого не ожидал увидеть, так тебя. Не делай такие глаза, милая. Я не привидение. А где Артем? В больнице у Макса. А что с Максом? Он тяжело ранен. Уже несколько дней без сознания. Бедная, бедная, Макс. А ты что-то делаешь? Ладно, не объясни. Мне на минуту нельзя ставить. Ох. Все. Я в душе. Тут полно моих вещей. Подбери мне что-нибудь. А вы тут все меня уже похоронили, да? А я вот она и я. Жень, да куда ж тебя понесло-то? Жень. Что вы за человек-то такой, Господи? Что вы за человек-то такой? Да что ты говоришь-то? Как вы можете так жить, а? Как вы можете так жить? Как вы можете поступать с людьми, которые вам верят? Которые для вас стараются? Вы же по головам ходите. Для вас люди мусор. Вы никого не любите. Лишь бы вам одному хорошо было. Я ненавижу. Я ненавижу таких людей, как вы. Жень, да я не виноват. Ну, честное слово. У меня постоянно меняются обстоятельства. Постоянно. Каждый день. Ну, не могу я брать этот черт в кредит. Я устала. Я устала от вашей лжи. Я устала от мерзости, которая вас всегда сопровождает. Вы же никого не любите. Вы же только себя любите. Все, убирайтесь. Я не хочу вас больше ни видеть, ни слышать. Вы всю мою жизнь исковеркали. Я вас ненавижу. Жень, да что с тобой? Давай поговорим. Отвали. Ты мне не отец. Ты мне никто. Ну, это смешно. Я просто тебя спросил, почему ты плачешь. Я ненавижу тебя. Ненавижу. Уходи из нашего дома, урод. Исчезни. Я хочу, чтобы ты ушел. На смерть не творится, что любишь маму. Ты вообще никого не любишь. Только себя. Жень. Я хочу тебя слушать. Уходи. Исчезни. Жень, неужели это ты? Руки уберите. А помнишь, я сразу тебе сказал, что у меня такое чувство, что как будто мы виделись уже. Я тебя вспомнил, Жень. Ага. Вспомнил, да? Ну и забудь. То есть, получается, что ты с самого начала меня узнал? Оставил память о себе навсегда. Чтоб сегодня же от мамы съехал. Понял? Сегодня же. Иначе я тебя убью. Понял? Честное слово. Убью. Наконец-то. Спокойно. Привет, сладкий. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, ладно. Проходи. Чего стоишь как чужой? Хватит страдать. Расслабьтесь. Теперь, хотите вы этого или нет, мы с вами в одной лодке. Так что давайте вместе думать, что делать. Где вы были все это время? Присядем? А то я боюсь, вы на ногах не устоите. Почему я? А кто? Забыл, что мне обязан? Где бы ты сейчас был? Я понял. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Помогите. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Помощь нужна? Что случилось? Да, пожалуй. О, Боже, она жива? Ой, какой кошмар. О, Боже. О, Боже. О, Боже. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА 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 Вы далеко собрались, Дерюгин? Мне надо. Она там одна. Кто? Светлана, что происходит? Дерюгин. Моя королева. Дерюгин, немедленно в палату. Не надо. Она там одна. Дерюгин, адрес. Адрес, Дерюгин. Неужели Света Пашкова не родная дочь? Мне это важно. А важно то, что меня хотели убить и присвоить наследство Светке. Но, к их сожалению, для разговора с французским адвокатом им нужна я. Ну, или моя копия, которой легко управлять. А вас убрать? Теперь ты понимаешь, почему я пришла сюда, а не вернулась домой со скандалом и битьем посуды? Я уверена, Катя не в курсе. А вот на это мне плевать, милочка. У вас есть какой-то план? Есть план. Но чтоб сломать их игру, мне нужно отнять у них Светку. Вы в своем уме? Вы хотите украсть свою дочь? Только не делай такие глаза. Они отняли у меня все. Дочь, имя. Они вычеркнули меня из своей жизни. И я чудом осталась жива. И ты мне что? Ты не предлагаешь это все забыть? Я слушаю. Нам нужно встретиться и поговорить, сестренка. Я обещала открыть тебе глаза. С Зоей мне очень страшно. Есть отчего. Но сейчас нужно вовремя оглядеться. Давай встретимся, поговорим. Хорошо. Где? Где? Водитель Виталик. Дом? Ну, да. Вроде бы. Скажи ему кафе «Стрела». Я буду там через час. Держись, сестренка. Ну, и что б ты без меня делал? Даже думать об этом не хочу. А это не Юля там со Светочкой гуляет? Ну, да, Юля. Пришла, представляешь, соскучилась. Они вроде не неплохо ладили со Светочкой. Я разрешила, пусть погуляют. Ну, да, пусть погуляют. А ты куда собралась-то? Я поговорить с одним человеком насчет Игоря. Игорь Дмитриевич арестован. Ну, что там? Все нормально? Теперь даже не знаю. В смысле? Игорь Дмитриевич арестован. Да ладно. За что? Ну, вроде бы, как он заказал дочь Зверева. Ничего себе. Да. Совсем мотихоня вразнос пошел. Молодец, Соснин. Ничего не скажешь. А кто такой этот Соснин? Честный детектив. Его Зверев нанял. Ну, ладно. Мой план остается без изменений. Здравствуйте, Юля. Здравствуйте. Мама, а ты куда? Я скоро вернусь, солнышко. Я думала, ты уже в Прямске. Я задержалась. Угу. Ты погуляй только недолго, хорошо? А потом примешь свои таблеточки и спать. А я скоро буду. Хорошо, солнышко? Хорошо, мама. До свидания. Всего хорошего. Кафе «Стрела». Погуляем еще? А ты еще не уходишь? Еще нет. Светочка, послушай. Я там за воротами видела котенка. Маленького. Он, наверное, совсем замерз. Хочешь, посмотрим? Пошли. Привет. Я заказала чай с облепихой. Помнишь, нам заваривала тетя Даша? Что ты мне хотела сказать? У меня мало времени. Удивительно. У тебя прям появились интернации Лидии Сергеевны. Мне говорили сегодня уже об этом. Куда ты спешишь? Какая разница? Спасать Пашкова? Ты меня зачем позвала? Не надо тебе его спасать, сестренка. Интересно. А почему? Потому что тебе нужно спасать себя. Иначе последуешь за его женой, которую подменяешь. Ты о чем? Лидия Сергеевна убили по приказу Игоря Дмитриевича. Лидия погибла в аварии. Да. Но аварию подстроил Пашков. Нет. Где сейчас Макс? Он тогда был за рулем грузовика. Ты понимаешь, что Пашков избавляется от свидетелей? Ты на очереди. Ты на очереди. Привет, солнышко. Поехали со мной покатаемся. Мама. Давай, давай, скорей. Пашков пошел на подмену, потому что понимал, что только вы вдвоем можете спасти девочку. Она бы не перенесла операцию, если бы рядом не было матери. Вот после всего этого только он знает, как тебя спасти. Что я должна сделать? Во всем слушайте Петра Ильича. Завтра вы должны встретиться с французом и подписать бумаги об опекунстве. Надо успеть это сделать. Пока Пашков не искупился и не вышел на свободу. Он ни перед чем не остановится. Вся его любовь к Светочке только из-за денег. Я поняла. Я буду дома. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Спасибо. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Мама, что случилось? Светочка. Что? Алло. Привет. Ты был в банке? Был. Где ты сейчас? Скажи, пожалуйста, а почему к тебе так редко сейчас заходит Женя? А при чем здесь Женя? Меня прости, пожалуйста, я к тебе сегодня не приду и завтра тоже. Это что, из-за Женьки? Она ненавидит меня сильнее, чем ты меня любишь. А за что тебя любить? Ты сделал кому-нибудь что-нибудь хорошее в жизни? Чего ты добился за свою жизнь? Действительно. Хотя, может быть, мне стоит гордиться тем, что я вызвал такую живучую ненависть маленькой девочки. Она давно уже не маленькая девочка. И если бы я не вмешалась, она размазала бы тебя совсем не по-детски. Ты знаешь, я теперь жалею, что ты вмешалась. Потому что я считаю, что надо заслуживать победы. Ну, раз ты так решил, давай. Вперед. Ты свободен, как ветер? Катись. Но больше никогда не попадайся у меня на пути. Никогда. Понял? Обещаю. Пей чай, доченька. Согрейся. Я хочу домой. Ты не хочешь остаться с мамой? Я хочу домой. Я не хочу здесь. Надо же. А мамочка по тебе так соскучилась. Вы не моя мама. Вот это новость. А кто тогда твоя мама? Она ждет меня дома. Твоя мама я. А та, которая сидит дома, наглая и хитрая обманщица. Поняла? А? Сын, не будь предательницей. Твоей маме пришлось очень многое пережить. Мне очень жаль, что я не смогла быть рядом с тобой во время операции. Но поверь мне, это не моя вина. А теперь будь ученицей, иди отдохни. Юля. Ничего, это пройдет. Теперь очередь Кулагина. Беги домой, я скоро вернусь. Я без тебя не усну. Со мной тем более. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Алло. Марья Семеновна, я вас плохо слышу. Что случилось? Я сейчас приеду. Что еще? Мразь! Тварь! Ненавижу. Успокойся, что? Юля куда-то увезла Свету. Я еду с тобой. Да! Ну, здравствуй, Петр Ильич. Кто это? Забыл голос своей хозяйки? Не может быть. Не буду тебя переубеждать, но мне на этом нет времени. Я звоню тебе сообщить, чтобы ты не волновался, Светочка, со мной, со своей родной мамой. Зачем она вам? Глупый вопрос. Но я понимаю твое разочарование. Значит так. Если не хочешь отправиться вслед за своим хозяином за решетку, привезешь мне завтра мои и Свете на документы. Ну и, как ты понимаешь, у меня неопеки денег. Одолжишь мне тысяч двести? Конечно. Умничка. Тебя я видеть не хочу. Пришлешь мне свою куклу. Заодно и полюбуй с ней. Куда мне пришла деньги и документы? Утром получишь смс с адресом. Привет. Все пропало. МАКС! 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 МАК! МАК! Получается, что Игорь… Игорь не убийца? Нашла о чем думать. А где она была все это время? Она не сказала. Почему она домой к тебе не вернулась? Вот это правильный вопрос. Я полагаю, она до сих пор опасается Игоря Дмитриевича. Ну… Ладно, хорошо… Хоть Светочка со своей родной матерью, а не с чужим человеком. Мы не знаем, в каком она сейчас психическом состоянии. Что я должна буду ей передать? Утром я отдам вам пакет. У нас гости. О, сколько вас здесь! Всем добрый вечер! Я приехала поговорить со своей дочерью. Больше мне никто не нужен. Не будем вам мешать. Ну, и кто же ты, душенька? Лида или Катя? Клогин легко догадается, где Света и где вы. Нужно куда-нибудь перебраться. Неужели ты не сможешь нас защитить? Сейчас с ним рядом даже Макса нет. Он многое теряет. И ни перед чем не остановится. Я надеюсь, твоя Юля не умрет от ревности, пока мы с тобой кое-куда смотаемся. Сейчас? Надо многое успеть, сладкий мой. Каждая минута дорога, пока игры за решеткой. А, надо сказать, его очень удачно закрыли. Я посидела в подвале, а теперь его очередь. Ты до сих пор дуешься на папочку, да? Он тебя любит, сделал все правильно. Конечно. А еще он сделал правильно, что запер тебя у нас дома. Откуда он узнал, что на тебя дует покушение? Авторитет его сработал. Ему позвонили и сказали, что поступил заказ. Не назвали имя заказчика? Конечно, нет. Ну, кодекс у них такой, понимаешь? Их дело только предупредить. И все это время твой отец считал меня главным подозреваемым. Даже Вениамин Денисович никогда так не думал. Он с самого начала знал, что тебя хотят подставить. Он поэтому среди твоего ближайшего окружения искал человека, которому ты можешь всецело доверять. И возник Кулагин. Странно. Почему? Да потому что Петр Ильич позвонил мне. И сказал, что ты всю ночь будешь в своем офисе. Я приехала. Он фактически выставил меня мишенью. Понимаешь? Да. Да. Это он позвонил с телефона вашей супруги. Хотел оставаться в тени. Позвольте присоединиться к вашему разговору. Да, конечно. Присаживайтесь. Конечно. Благодарю вас. Кулагин с самого начала делал все, чтобы подозрение пало на вас. Отключение камер видеонаблюдения. Тот самый звонок с телефона вашей жены. И, наконец, это именно он передал нам ваш пистолет. Ну, вообще, он заставлял вас нервничать. И вы нервничали, надо признать. А знаете, наследователи действуют, когда подозреваемый нервничает. Что вы сможете это доказать? Да я бы мог арестовать его в любой момент. Но мне же надо было понять его цель. Чего он добивается. Он, как умный человек, понимал, что улики, которые он подгонял против вас, все косвенные. И вас не смогли бы осудить. Но в СИЗО бы вы посидели, чтобы ему не мешать. Вот мы и решили ему подыграть. Так что, извините. Я все равно не понимаю, чем я ему мешал. Думаю, это как-то связано с историей подмены вашей жены. Совсем скоро мы все узнаем. Теперь, когда он уверен, что вы арестованы, он проявится. Когда я смогу вернуться? Я... Я хочу увидеть жену и дочь. Вы не беспокойтесь, с ними все в порядке. Вы лучше мне расскажите о Майоре Зубове. Да. В чем его роль? В той аварии, в которой погибла ваша жена. Сестра. Лидия Сергеевна, моя сестра. Да. Вы с ней родные сестры. Близнецы. Это все раскопал ваш следователь. Он приезжал ко мне, просил помочь выступить на суде. Но я ему отказала. А потом места себе не находила. И вот, приехала. Вы знаете, я всегда чувствовала. Что? Да я не знаю, как это объяснить, но... Как будто я не одна. Не помню, чтобы чем-то подобным отличалась Лида. То есть, завтра я увижу свою сестру. Мне кажется, эту новость пока нельзя разглашать. Почему? Такая радость. А почему моя Лида не дома? Что она натворила? Как ты отберешь ребенка у его матери? Тут тебе и Зубов не поможет. Не знаю, не знаю. Знаю только, что завтра прилетает Француз. И ты думаешь, что не получится его задержать? Заяц, это не вариант. Если он заподозрит что-то неладное, все сорвется. Оставайся здесь. Утром я приеду. Ты уверен, что это тебе не будет нужного? Я уже ни в чем не уверен. Будь рядом с Катей. Спасибо, Дмитрий Мадострович. Завтра в 12 мы с дочерью будем у вас. Разве Петр Ильич не приедет с вами? Петр Ильич, он сейчас занят. Выполняет поручения можно. Но мы же справимся без него. Хорошо. Я подготовлю все документы на двух языках. Все будет готово. Прекрасно. Спасибо. Всего доброго. Ну, увидели, он успокоился, сейчас спит. Знаете, он встает быстро, поэтому мы сделали уком. Ага, пусть спит. Вот еще один ваш коллега. Майор Соснин. В отставке. Лейтенант Веретенников. Ну, вы из Ярославля? Да. Откуда вы знаете? А ваш капитан пытался допросить Игоря Пашкова. Большая умница этот капитан. Я счастлив. Спасибо вам огромное. Пусть спит. Пусть спит. Дерюгин и ваш клиент. Да. Он подозревается в убийстве, ограблении и похищении человека. Лидии Пашковой. Возможно. Пока он спит, у нас же есть время с вами поговорить. Садитесь. Хороший доктор. Большая редкость. Ну, так что вы хотели мне сказать? Я? Могу составить тебе компанию. Так сказать, скрасить твое заточение. Так, значит, все это время ты была жива-здорова? Я тебя прошу. Ну, только не надо делать вид, что ты на меня обижен. А то я начну думать, что ты в меня влюблен. Хорошо, Могу. Игорь. Ну, что случилось? Ты фактически не женат. Может быть, хватит тебя уже мучить этими угрызениями совести? Теперь все изменилось. Ты из-за той копии, что ли? Она не копия. Она настоящая. Ясно. Может, у тебя на нее есть какие-то серьезные планы? Есть. Я хочу, чтобы она осталась с Анной. А хочешь вторую Лидию Пашкову, да? Ее Катей зовут. Это все какие-то сказки. Они сейчас все у Артема. И девчонка с ними. Вы хотите, чтобы я отнял ребенка у родной матери? Да это вообще против всех законов. Когда тебя это останавливало? Что с тобой, майор? Да и вы просто сошли с ума. Помоги мне в последний раз. Верни девочку. Здравия желаю. Капитан Саловатин. Управление собственной безопасности. Что вам угодно, капитан? Сейчас узнаете. Вы кто? Я уже выхожу. Да-да, вы можете быть свободны. Буду нужен звонить. Непременно. Всего доброго. Что происходит, капитан? Мы вынуждены произвести у вас область. Вот постановление. Стейф, откройте, пожалуйста. Еще чаю? Нет, спасибо. Пойду. Я вам там наверху постелила. Благодарю. Проводи меня. Да, конечно. Спокойной ночи. Ну, и зачем она приехала? Ну, вот это уж не твоего ума дело. Это я виновата, что Лида выросла такой. А ведь она могла стать такой, как ты. Вам не стоит себя винить. Игорь? Да, милая. Игорь, тебе разрешили позвонить, как ты? Со мной все в порядке, только соскучился смертельно. Как ты, как Света? Катя? Игорь? Катя, что случилось? Света. Катя, подожди. Скажи, что случилось, я все равно узнаю, что. Куда ты так мчишься? Твой ребенок со своей родной матерью. Чего ты запаниковал, я не понимаю. Что случилось? Она могла бы прийти домой, а не к раздевочке. Скажи лучше, что тебе не терпится увидеться с ее сестрой. Тебе лучше дождаться папы. Наташа, ты и твой отец сыграли со мной в довольно жестокую игру. Ну, Игорь, ну это же все делилось ради тебя. Я же сомневаюсь. Игорь? Ух ты! Интересно. А кто это у нас тут такой, а? Твоя суррогатная жена? Еще одна, Лидия Пашкова. А кого из них ты оставишь с собой, а? Перестань. Да, Пашков, не позавидуешь твоему положению. Там жена, тут любовница. Поздравляю. Захочешь в жилетку поплакаться, позвонишь. Здравствуйте. Здравствуйте. Можем ехать. Адрес Артема знаешь? Адрес подвестный. Поехали. Ну, а как вы думали, Игорь Дмитриевич? Ваш Артем, опытный человек, сразу сообразил, что вы будете искать девочку на его квартире? Не расстраивайтесь. Девочка рядом с матерью. Уверен, ей ничто не грозит. Ну, всего доброго, Игорь Дмитриевич. Вы что-то хотели сказать? Спрашивайте. Я спрошу? Спрашивайте. Значит, Кулагин нашел и привез Катерину Савельеву, когда Лидия Пашкова была еще жива? Да, но он ее уже приговорил. Существовало несколько способов устранения Лидии Пашковой. Сработала авария. Ему оставалось только болтать Пашкова. Замена у него уже была. Он заранее все прозондировал в Ярославне, где жила Катя Савельева. Нельзя, чтобы Светлана узнала. Ты же в старшем жизни не могла ускорить преснестого. Вам нужно думать сейчас о вашей дочери. Что вы сломать дели? Почему? Пустые и бессмысленные слова, а? Игорь Дмитриевич, успокойтесь. У меня нет своих детей. Для меня Света как ангел. Надо найти какой-нибудь выход. Нельзя подвергать девочку риску. Я попросил майора Зубова об одной услуге. Он обещал покопаться в своей картотеке. Отчего? Не торопитесь отказываться. Да от чего вы черт возьми? Игорь Дмитриевич, в любом случае, решение можете принять только вы. Девочке нужна мать. У вас все? Да, он ваш. Извините, если помешали. Спасибо вам. Лейтенант, пошли. Спасибо. Спасибо. Песня. Давай, уедем. Давай, уедем. Как хорошо, что ты со мной. Уедем. Далеко-далеко. Но любую игру надо доиграть до конца. Спокойной ночи. Завтра я уеду. Нет. Я тебя никуда не отпущу, ты слышишь? Знаешь, все было таким неустачивым и неопределенным. И нам обоим нужна была опора. Я тебе очень благодарна. Правда. Правда, мама. Все слезы не делась. К тебе возвращается твоя законная жена, родная мать Светочки. Она завтра будет здесь, в этом доме, а мне надо будет вернуться в свою жизнь. Глупо обрекаться на жизнь без любви. А ты уверен, что тебе нужна я? А не та, которая раньше была Лидия? Ты думаешь, я не способен в себе разобраться? Я не знаю. И ты не знаешь. Ну, мы должны думать о ребенке. Лидия ее родная мать. Мы ее не можем просто так взять и оставить за бортом. Может быть, после того, что произошло, она изменилась и... Тебе больше не нужна будет ее копия. И завтра сложный день. Спасибо вам за все, Игорь Дмитриевич. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Жень, здравствуй. Что вы здесь делаете? Опять что-то затеяли? Это без меня. Затеял, но тебе бояться нечего. Я скоро уеду на Урал к тетке. Она там одна и пожилая уже. Скатертью дорога. Только адрес банк сообщить не забудьте. Чтобы вас потом не искали, когда вопрос об ипотеке решаться будет. Конечно, но меня сейчас очень сильно волнует другой вопрос. После вчерашнего разговора. Не привыкли, когда вас на место ставят? Не привык. Как-то раньше все мимо себя пропускал. А теперь этот вопрос для меня самый важный в жизни. Точнее, ответ на него. А я думала, самое важное в жизни для вас – это вы сами. Я тоже так думал до вчерашнего дня. Господи, что такое особенное произошло вчера? Произошло. Ты знаешь, мне казалось, что все это время… Ты любишь меня? Ты же… Что ты тебя возомнила? Как тебе такое могло в голову прийти? Да, я расплакалась, как дура. Потому что не было больше сил терпеть это издевательство. Да, расплакалась, как тогда, когда я была маленькой. Я не была маленькой. Как тебе такое могло в голову прийти? Ну, как-то пришло. Ну, ладно, ты не переживай, мне от тебя ничего не надо. Мне бы только знать. Не было ничего. И нет. Размечтался. Уезжай, никто плакать не будет. Ну, на этом спасибо. Ты… Женя, что с тобой? Что-то случилось? Нет, нет, нет. Ты иди, иди. Я сейчас приду. Рано приехали. Еще почти час впереди. Когда имеешь дело с Кулагиной, всегда лучше подстраховаться. Господи, что у тебя с лицом? Как будто ты в окружении врагов. Светочка толком не завтракала. Я здесь за углом видела кафе. Хорошо, только быстро. Пойдем, солнышко. Доброе утро. Рад, что все закончилось благополучно. Лидия Далаовым адрес? Офис адвоката Пришвина в 11.30. Документы и деньги у вас в кабинете на столе. Лидия Сергеевна там никого не ждет, кроме посыльной. Вы свободны. Лидия Сергеевна там нет. Лидия Сергеева. Лидия Сергеева. Уже пора. Да. Немного же у тебя вещей. Ну да. Я бы хотела увидеть тебя еще когда-нибудь. Договорились. Я только разберусь со своими делами, хорошо? Как же я боюсь тебя. Все будет хорошо. Я сильная. Я поеду с тобой. Иго, спасибо тебе большое. Но я поеду одна. Опасаться мне нечего. Она ведь моя сестра. Спасибо. Пожалуйста. Ешь, мою хорошую. Алло. Да, это я. Мы в кафе рядом с офисом. Имейте в виду, я это делаю только ради света. Поверь, я тоже. Спасибо. Они уже здесь. Иди к ним. Слушай, а я, получается, к Светочке родной четкой прихожусь? Не выпускай Лиду из машины. Что бы ни случилось. Всем привет. Всем привет. У вас это новость. А ты еще откуда здесь делась? Есть проблема. Какая, к черту, проблема? Темочка, прости. Я дашь девочкам посекретничать? Что происходит? Тебе что надо? Игорь Дмитриевич на свободе. Это он тебя подослал. Ну, вы же помните, я уже на него не работаю. Значит, работаешь у Кулагина. Да. Я слышала их разговор. Да, слушаю. Вы уже на месте? Подъезжаем. Светлана ждет вас в кафе. Светлана, а Лидия? Не теряйте времени. Она ждет вас. Виталик, здесь где-то должно быть кафе. Здравствуйте. Меня ждут. Дядя Петя? Здравствуйте. Привет. Приятного аппетита. Спасибо. Как настроение, бельчонок? А где Катя? Она сейчас приедет. А кто это Катя? Мама! Мамочка! Девочка моя. Ты в порядке? У тебя ничего не болит? Нет. Все хорошо, мамочка. Ты пришла за мной. Вы все правильно рассчитали, Игорь Дмитриевич. Кулагин здесь. Ясно. Я близко, скоро буду. Нам пора. Я не понимаю, что происходит. Я все объясню. Нас ждут. Где Лидия? Она не способна решить судьбу девочки. Сейчас она может ей только навредить. Меня все это не интересует. А ваш Пашков здесь вообще ни при чем. Это касается только меня и моей дочери. Куда они подевались? Ты в о ком? Ведьма, ты это специально, да? Не на ту напали. Что происходит? Открой дверь! Успокойся, Лидия Сергеевна. Скоро все будет хорошо. Это она, да? Это она! Открой дверь, зараза! Там образец подписи мадам Пашковой. Пожалуйста. Вы можете быть абсолютно спокойны. Наследница абсолютно защищена. Посмотрите, как она любит свою мать. Да, это очень трогательно. Покойный не зря настаивал. На опекунство именно госпожи Лидии. А это что у вас? Это наше агентское соглашение с госпожей Пашковой. Я подумал, что было бы хорошо подписать его в присутствии многоуважаемого господина Кляши. Да, вы правы. А вы очень предусмотрительный господин Кулагин. Благодарю вас. Вы не переживайте, я проверил подлинный спор. Что это? То, что вы обещали. Соглашение относительно будущего света. Пожалуйста. Пост. 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 Играет музыка. До свидания. Всего доброго. Благодарю вас. Привет, жулики. Ну что же, все без меня обстряпали? Мама. Бумаги, живо! Если не хотите скандала до самого неба. Вам не о чем беспокоиться. Все было оформлено в присутствии душеприказчика покойного. Подпись там не моя, значит, это уже подделка. Ну, какая разница? Ваши условия соблюдены, а это ваши деньги. М-м-м, господин Пашков, такой взволновый. Здравствуйте, Лидер. Папа! Будь здоров, Белочка. Берегите ее. Не ваша забота, Петр Ильич. С вами приятно было иметь дело. Желаю всем здравствуйте. Едем. Едем. Значит, вот она, твоя кукла. Да, ничего не скажи, правда похожа. И сколько же тебе предложили за этот маскарад, подруга? Можем мы поговорить наедине? Наедине? Наедине. Света, пойдем, нам тоже нужно говорить. Света, пойдем, нам тоже нравится. Чужого человека мамой называть. А я ей не чужая. Я ей тетка родная. Ты что, болтаешь? А вы моя сестра. Ты что, бредишь, подруга? Твоя мама, Татьяна Васильевна, она тебе все объяснит. Мама? Интересно, что же она мне расскажет? Вы ее сюда приклеили, да? Не обижай ее, она тебя вырастила. Послушай меня, сестра. Не надо делать из меня идиотку. Вы из-за этого наследства меня чуть на тот свет не отправили. А когда решили, что у вас ничего не получится, поняли, что надо действовать по-другому. Только ничего у вас не выйдет. Я на вас еще полицию натравлю. А я обрадовалась, что у меня теперь есть сестра. Еще бы. Ну, конечно. Чего бы не обрадоваться-то? Нет, нет, нет! Что ты моя крошечка? Что ты моя девочка? Папа мне сказал, что ты не моя мама. Что ты уедешь. Это правда? Правда. Но это не означает, что я тебя люблю меньше. Ну что? Теперь поверила? Нет, это все неправда. Это ты моя мама. Самая лучшая и самая добрая. Алло, принцесска. А кто тогда я? Тетя чужая. Иди ко мне. Мил, уезжай, пожалуйста. Я тебя очень прошу. Я не хочу с ней. Ну ладно. Сиделку для ребенка я смотрю, вы уже нашли. А мне нужно еще успеть в банк открыть валютный счет. Ты вернешься домой? Боюсь, для меня это небезопасно. Я поживу пару дней в гостинице, а там и французские деньги подоспеют. За вещами я пришлю. А ты теперь головой отвечаешь за мою крошку, сестрица. Кажется, свой отъезд отменяется. Отменяется! Ой, я там забыла свою пиратку. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Прости. Неужели ты все это время была заодно с Кулакином? Нет, я позвонила ему вчера вечером. Просто я поняла, что Лидии абсолютно все равно, что будет с ее дочерью. Я здесь ничего не поняла. Эх ты, молодая материя. Ну, ладно, не издевайся. Объясни. По этому договору я единственный опекун Светланы. В случае, если ее мать подаст на развод, или там, кирпич на голову упадет. Да ладно. И то, и другое реально с вероятностью почти сто процентов. Ты добилась своего. Почти. Только тебе придется вылепить из нее послушную девочку. Она же у нас с характером. Вся в мать. Ну, не волнуйся. К совершеннолетию будет, как Шелкова. Не сомневаюсь. Это ведь ты воспитала свою младшую сестренку. Да. Теперь у меня две сестренки. Ты у нас богачка. Забыли. О, да. Монстр. Любимый мой монстр. Что делаешь? Отпусти! Что делаешь? Отпусти! Тема! Да. Мне хотите. Ну планирую. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok